Юрий Улингов «Взломать зону» Книга первая Хакер Глава первая Добро пожаловать в зону, сталкер Шансы выжить в зоне у человека, не обладающего должной подготовкой, специальным снаряжением и определенной долей везения, неудержимо стремятся к нулю, необъяснимые физические явления, именуемые аномалиями, измененные животные и люди, основным инстинктом которых является стремление к уничтожению всего живого, и банды преступников, готовых на все ради качественного оружия и амуниции, не основные опасности. Основная опасность для человека, попавшего в зону отчуждения, ее гнетущая атмосфера, сбивающая с толку, дезориентирующая и заставляющая совершать ошибки. Изводного курса лекций для новобранцев изоляционных сил Старый электродвигатель натужно взвизгнул, и тяжелая створка ворот, трясясь и подпрыгивая, сдвинулась в сторону. Кортеж из двух машин, бронированного Тигра и Тантованного Урала, въехал на территорию пропускного пункта. Ворота двинулись в обратную сторону, закрывая проезд. Передняя дверь Тигра открылась и на асфальт внутреннего двора, ярко освещенного мощными прожекторами. Легко спрыгнул боец, затянутый в армейский защитный костюм. Знаков различия видно не было, но офицера в нем выдавало все. Осанка, походка, манера держаться. Он направился к зданию КПП, превращенному в настоящую крепость из бетона и стали. На башенке скрипнула, проворачиваясь станина пулемета. Проводила военного немигающим взглядом ствола. Стальная пластина, закрывающая маленькое окошко, больше похожее на бойницу, сдвинулась в сторону. Офицер достал из планшетки пачку документов и положил ее в выдвинувшийся ящик. Ящик закрылся, военный остался рядом, выжидая. Через минуту щелкнул замок массивной двери и наружу вышел седой солдат. «Здравствуй, Иваныч, опять туда?» Седой протянул руку офицеру. Тот пожал ее, не снимая штурмовой перчатки, и коротко кивнул. «Опять досматривать будешь?» «А зачем?» Искренне удивился собеседник. «Ты же не оттуда, ты же туда едешь». «Ну, мало ли. Вдруг я нелегалов провести пытаюсь». «А пытаешься?» Старший по КПП прищурился. «Не, не пытаюсь». «Ну, вот и все. Езжай себе с Богом». Седой вернул документы офицеру. «Всех впускать, никого не выпускать. Знаешь такое, Иваныч?» «Знаю, конечно», — кивнул офицер. «Вот так у нас и есть. Если кому там сдохнуть поскорее хочется, мы мешать не будем. Активно, во всяком случае. А вот оттуда, ни-ни, будешь ехать назад, обшманаем по полной. А сейчас чего твое время тратить?» «А чего ж тогда? Боец твой меня до сих пор на мушке держит?» Мотнул головы в направлении башенки офицер. «А, молодой еще. Службу тащит», — хомыкнул Седой. «Ладно, Иваныч, не буду задерживать. Будь». Старший по КПП хлопнул офицера по плечу. «Спасибо. Обязательно буду». Военный хлопнул Седову в ответ, мягко отстранился и развернулся к машине. Вторые ворота, еще более массивные, чем те, через которые кортеж въезжал, отворились мягко и беззвучно, в отличие от въездных. За всем, отчего зависела безопасность с той стороны, следили безукоризненно. Машины рыкнули двигателями и выкатились в ночное мгло. А я, наконец, смог перевести дыхание. Болтаться под днищем Урала, пристегнутым ремнями, было не самым приятным занятием. Несмотря на то, что я постарался сделать подвесную систему как можно более удобной, ремни все же вырезались в тело, замедляя кровообращение. Спина ныла, а мышцы гудели от напряжения. Поэтому, как только Урал остановился, ожидая сигнала ведущего о том, что дорога впереди чиста, я потянул запряжку, опустился как можно ниже и разжал руки. Бетон немилосердно легнул у меня в спину, и я, не теряя времени, откатился на обочину. Подождал, пока машины пройдут дальше, и только тогда поднялся. Присев на колено и разминаю кости, чтобы скорее восстановить кровообращение, я огляделся по сторонам. Темнота, плотная настолько, что казалось, ее можно потрогать руками, скрывала ландшафт. Автомобили, идущие без габаритных огней, стали практически неразличимы. Но спокойной темнота не была. В какой-то сотне метров от меня оглушительно затрещало, и раскидистая белая молния осветила окрестности. Вот только била эта молния не с неба в землю, а наоборот. Разбуженный треском где-то заревел неведомый зверь. От его рева по коже пошли мурачки, и захотелось забиться в укрытие. Откуда-то донеслись далекие выстрелы. Несколько трассеров сверкнули огнями и растворились в ночи. Снова наступила тишина. Я скинул рюкзак, висевший до этого у меня на груди. Подтянул ремни и перевесил его на спину. Достал из кобуры пистолет и дослал патрон в патронник. Нужно было определиться с направлением. И начать, наконец, движение, но я не спешил. Я пытался проникнуть с атмосферой этого места. С первого же соприкосновения, с которым ощутил странную смесь страха и восторга. «Так вот и какая зона!» В полголоса сказал я. «Ну, здравствуй, что ли?» Мне никто не ответил. «И это хорошо». До утра оставалось еще несколько часов. И провести их было желательно не под открытым небом. Вися под брюхом армейского грузовика, под прицелами нескольких пулеметов, я чувствовал себя гораздо уютнее, чем сейчас. Достав коммуникатор, я уменьшил подсветку до минимума и запустил программу просмотра изображений. Спутниковые фотографии зоны – не самое лучшее средство ориентировки. Зона меняется постоянно, и то, что было сфотографировано вчера, может совсем не так выглядеть сегодня. Но меня интересовали те ориентиры, что не меняют своего местоположения. По карте выходило, что до тайника Рута было совсем недалеко. Метров семьсот по дороге, потом перевалить через холм и совсем немного углубиться в рощу, там найти старый автобус и уже под ним искать вход в тайник. Если насчет дороги, по которой только что на моих глазах прошла техника, у меня опасений не возникало, то холм и роща немало напрягали. С моим нулевым опытом вляпаться в аномалию – дело нехитрое. Радовало лишь одно – по словам Рута, их здесь было крайне мало. Решив думать о проблемах по мере их поступления, я сунул пистолет в кобуру на правой ноге и припустил бегом. До тайника я добрался спустя полчаса. Помня, на пусте Рута я честно пытался вначале высмотреть какие-либо несоответствия на пути следования. К примеру, на месте гравитационной аномалии всегда примята трава. Вокруг огненных эта самая трава всегда выжжена. Опасность могли выдать вихри мелкого мусора, стелящиеся по земле, или трупы птиц. Однако в такой темноте разглядеть что-либо было попросту невозможно. И я, поняв, почему по зоне ночи не ходят, плюнул на все и пошел вперед. В правой руке, прижатой к телу, я сжимал пистолет. Левую же я вытянул вперед и тщательно анализировал все ощущения. По словам Рута, аномалию можно почувствовать. Может начать колоть в кончиках пальцев, можно почувствовать движение воздуха при полном безветре. Вообще любые отклонения в нормальных ощущениях следовало трактовать как опасные и сразу менять направление. Ничего особенного я не чувствовал. Однако, когда затекшую руку начало тянуть в сторону, я не стал рисковать и списывать это на выбрыки организма, а обошел это место по широкой дуге. Вершина холма была широкой и плоской. Я бы даже не назвал это холмом. Скорее, естественная возвышенность, плавно перетекающая в равнину. В отдалении виднелась небольшая роща. Судя по инструкции Рута, именно в ней и находился его тайник. Сгнивший остров древнего автобуса Пас спрятался среди сосен. Уж не знаю, как он туда попал, однако из-за деревьев с дороги он виден не был. И это был несомненный плюс. Мохнатые лапы одной из сосен были как-то странно закручены, как будто их притянули к стволу невидимой веревкой. Я решил зайти в рощу с другой стороны. Под автобусом меня ждало разочарование. Тайник Рута уже кто-то освоил. Маскировка была нарушена, люк валялся в стороне. В принципе, это было ожидаемо. Рут предупреждал меня, чтобы я не особенно рассчитывал на храняющееся в тайнике снаряжение. Но было обидно. Оказаться в зоне с одним только пистолетом, да несколькими магазинами к нему, это грустно. Однако, какой у меня был выбор? — Правильно, никакого. Хорошо хоть есть, где переночевать. Вот только нужно убедиться, что там не поселилась никакая дрянь. Достав фонарик, я надел на него красный светофильтр, скрестил руки, сжимая в одной фонарь, а в другой пистолет. И резко свесился в люк, готовый открыть огонь по всему, что дернется. Внутри было пусто. Абсолютно. Не доверяя глазам, я отыскал в траве несколько камешков и побросал их внутрь, выбирая каждый раз новое направление. Ничего не произошло. Тогда, спустив вниз рюкзак и потянув за собой крышку люка, я соскользнул вниз. Когда-то это был технический колодец высоковольтной трассы, сейчас, разумеется, никаких кабелей не осталось. Они стали, наверное, первыми артефактами, которые первые же сталкеры отсюда выволокли. Сидеть под землей в закрытом помещении, из которого куда-то ведут хотя бы небольшие, но туннели, в зоне считается верхом глупости. Уж слишком велика вероятность, что из этих туннелей вылезет что-нибудь неприятное, причем в самый неподходящий момент. Поэтому стараниями рута кабель-каналы были забиты обломками кирпича и старательно замазаны цементом. Спрыгнув в люк, я подтянул за собой крышку. Сначала я думал оставить небольшую щель для циркуляции воздуха, но, оказавшись внутри, я ощутил легкий сквозняк. Видимо, где-то были щели, благодаря которым воздух и попадал внутрь. Спать я не собирался. Я специально заблаговременно выспался перед выходом и в коллекторе планировал просто скоротать ночь, а утром двинуться дальше. Вот только в глубине души я все же надеялся, что двигаться я буду в броне с нормальным оружием и детектором. Теперь же, когда стало ясно, что тайник рута вычислили, возник вопрос, что делать дальше? А ничего, действовать по обстоятельствам и постараться не сдохнуть в ближайшие часы. Вообще, моя затея отчетливо отдавала сумасбродством ломануться туда, куда нормальный человек пойти и не подумает без четкого плана, без связи, без экипировки оружия. Но что мне было делать, если зона была единственным местом, где меня не станут искать? Сейчас мой план казался мне непродуманным и наивным. Но что поделать? Назвался сталкером? Полезай в зону. Вспомнилась мне местная пословица, услышанная от кого-то за периметром. Ну да, только у меня несколько иначе. Полез в зону? Становись сталкером. Вот так будет правильнее. Теоретически, я мог здесь легко прижиться, не думая, что по зоне бегает масса айтишников, многостаночников с боевым опытом. Да, как бы смешно это не звучало, но здесь нужны хорошие спецы, умеющие и железку до ума довести, и программу написать. Сталкерская сеть, через пень-колоду, функционирующая в зоне, была детищем рота. Попав сюда несколько лет назад, он, как и любой спец на его месте, стал прикидывать, как сделать лучше этот суровый мир, используя собственные навыки. Проще говоря, на чем бы срубить денег, не ползая на брюхе под огнем конкурента в поисках зыбкого миража мечты. И придумал. Система связи, предложенная им, мало отличалась от стандартных беспроводных сетей, использующихся на большой земле, разве что с поправками на местные реалии. Рут добавил анализаторы, улавливающие приближение всплеска, и отрубающие питание, чтобы сохранить электронику от бушующей аномальной энергии. Его системой очень живо заинтересовались местные ученые, которых руководство не спешило обеспечивать собственной сетью. А в итоге, через полгода после появления Рута в зоне, все проходимые локации были накрыты фоняющей, хрипящей, работающей с перебоями и потерей пакетов, но все-таки сетью. Сеть выполняла массу функций, от доставки сообщений между абонентами, до примитивной и тоже часто сбоящей системой определения свой-чужой. Однако, даже такая система была незаменимой. За доступ в сеть обитатели зоны платили деньги, как за интернет на большой земле. Но если там доступ в сеть, работы и развлечения, то здесь эта лишняя возможность не зажмурится. Вовремя полученное сообщение о приближающемся всплеске, появившейся на привычной тропе аномалии или засаде мародеров, спасло уже не один десяток жизней. Вот потому труд здесь и обосновался всерьез и надолго. В то время, как охотники за удачей рисковали жизнями, охоте за артефактами, он сидел у себя в бункере, потягивая кофе и трепался на форуме. А деньги капали. Хотя, если оборудование выходило из строя, он ходил в поля так же, как и другие сталкеры и повидал не меньше, а то и больше, чем некоторые из ветеранов. Сейчас Рут вернуться в зону не мог. Без обеих ног и правой руки это не так-то просто сделать. И сеть без него загибалась. Оттого-то так загорелись его глаза, когда я появился у него в квартире и сказал, что мне нужно исчезнуть. Я для него был идеальной кандидатурой, благодаря которой средства велостройки, текущие на его счет, вновь превратятся в полноводный ручей. Мне же было все равно, чем заниматься, лишь бы перевести дух и сделать так, чтобы меня никто не нашел некоторое время. И вот я здесь. Решив, что сидеть без дела скучно, а до утра еще несколько часов, я достал из рюкзака комп, открыл его и нажал на кнопку включения. Признаться, я не верил в то, что комп заработает после манипуляций, что я проделал с ним под чутким руководством рута. И если пересадка начинки хрупкого ультрабука в защищенный кейс была процедурой необычной, но несложной, то замена аккумулятора на непонятную штуку, больше всего напоминающую обмотанной проволокой комок грязи со вдавленным в него мусором. Смущало меня неимоверно. Разумеется, после этого машина не подавала признаков жизни, но рут уверял, что как только я попаду в зону и проведу в ней хотя бы пару часов, эта штука превратится в вечный двигатель, который обеспечит моему ноуту бесперебойную работу. Даже когда у меня появятся внуки, экран зацветился, а я выдохнул. Надо же, работает! Достав из рюкзака внешнюю антенну, я воткнул ее в порт ноутбука, раскорячившись между кирпичами, отодвинул крышку люка и выкинул провод с антенны на конце наружу. Здесь сеть работала. Передо мной на экране появилась карта зоны с горящей отметкой моего текущего местонахождения. В первую очередь, по словам Рута, мне нужно было добраться до научного центра. По привычным меркам это было совсем недалеко отсюда. Но вот по меркам зоны в любом случае мне нужен проводник. А найти его я смогу только в лагере, в месте, где тусуются начинающие сталкеры и натаскивающие их наставники. Вот это и будет моей завтрашней целью. Ну а пока мне к этому походу надо подготовиться. Я достал из чехла на поясе коммуникатор, установил сопряжение с ноутбуком и принялся приводить его программную начинку в соответствующий моему нынешнему местопребыванию вид. Как мне показалось, даже утро в зоне было особенным, тихим, каким-то чистым и холодным. Несмотря на термобелье, плотную брезентовую ткань, горки и теплый свитер под ней, продрог я знатно. Зато за время до рассвета я успел на славу поковыряться в коммуникаторе. И теперь он был включен в сталкерскую сеть, не отдавая при этом туда своих данных, закрепив ком, на запястье, я поправил шапочку-мародерку, утянул капюшон горки и, нацепив рюкзак, полез наружу. Мне предстояло вновь выйти к трассе, руководствуясь все той же логикой, машины ездят, аномалий нет. Что я буду делать дальше, я пока предпочитал не думать. Машины тут ездят недалеко, потому что чем дальше в зону, тем больше аномалий. Вояки доезжают до блокпоста, обустроенного на границах легко проходимого участка, там сбрасывают груз, производят ротацию личного состава и возвращаются назад. Будто в ответ на мои размышления со стороны КПП, который был не так уж и далеко отсюда, послышался шум нескольких моторов. Я к этому моменту практически добрался до дороги. Благоразумно решив переждать, пока проедут машины, я пристроился в подходящих кустах, предварительно внимательно их изучив, приготовился ждать. Из-за поворота неспешно выкатил БТР, хищно поводя пушкой по сторонам. Он двигался вперед, ведя в кельваторе, кажущейся чуждым здесь гражданский автобус и тигр, замыкающий небольшую колонну. И тут все пошло несколько не так, как я ожидал. Как только все три машины скрылись от наблюдения с КПП за поворотом и рощей, в подлеске на другой стороне дороги раздался хлопок, шипение, а в следующую секунду БТР превратился из грозной боевой машины в кучу металлолома. Из открытых люков взметнулось пламя, раздался еще один взрыв, и взрывной волной меня швырнуло на землю. По голове будто отработали хорошим крюком справа, в ушах зазвенело. Перевернувшись на живот, я вжался в землю, однако уже через секунду любопытство одержало верх, и я аккуратно подполз к большому валуну, и выглянул из-за него. Видимо, от удара взрывной волны я на какое-то время потерял сознание, так как помимо БТР успел обуглиться и тигр. Из кустов хлистали пулеметные очереди, превращая черный микроавтобус в решето. Задняя дверь гражданского транспорта распахнулась, и из нее попытался вылезти какой-то бедолага. Прицельная очередь, разворотившая ему голову, пресекла эту попытку. Мне никак не удавалось разглядеть нападающих. То ли это были последствия близкого взрыва, то ли еще что, оно в глазах периодически рябило, будто изображение на экране плыло. Больше всего этот эффект напоминал мне древний фильм, увиденный еще на службе, в котором перепачканный амеровский командос гонял под джунглем инопланетянина. Когда гуманоид в кино уходил в стелс-режим, это выглядело так же. Стоп, так может это стелс и есть? Моя догадка подтвердилась, когда буквально в десятки метров от меня часть кустов замерцала и вдруг превратилась в двухметрового бойца, затянутого в черный комбинезон. Он материализовался буквально из воздуха, быстро пробежал вдоль колонны, нырнул в салон микроавтобуса и, выпрыгнув из него через несколько секунд с объемным кофром, вновь растворился в кустах. Стрельба смолкла. Некоторое время ветки кустов и молодых деревьев еще колыхались, указывая направление, в котором ушли нападающие, но вскоре успокоились и они. Я перевел дыхание, только сейчас до меня дошло, какой опасности мне удалось избежать. Выскочил я обеспеченным зайцем на дорогу раньше, чем прошла техника, тут бы мне и амба. Нервы у людей в засаде всегда на пределе, и моя тушка быстро получила бы дополнительные отверстия, не предусмотренные матушкой природой. Нет, наверное, все же легкое сотрясение мозга я заработал. Твою ж дивизию! Все время думал о том, где достать нормальное оружие и снаряжение, а когда оно лежит в десятки метров от меня, лежу и туплю. Выругавшись, я вскочил и метнулся к микроавтобусу. Вдалеке уже был слышен гул моторов. Тревожная группа, скорее всего, уже подходит к АПП. Бой занял не более двух минут, но канонада была слышна до самого периметра. Я заскочил в микроавтобус и меня едва не вывернуло. Судя по остаткам одежды, густо заляпанным красным, изломанные куклы на полу машины при жизни были научным персоналом. Для меня это означало только одно. Здесь рыбы нет. Оружием здесь не рожиться, хотя не профессора же с учеными степенями машину вели, верно? Спотыкаясь об трупы, морщаясь и мысленно матерясь, я пробрался к кабине. Так и есть. Водитель и стрелок. Под ногами водилы лежал расщепленный пулями АКСУ, так и не успевший ни разу выстрелить. А вот со стрелком мне повезло больше. На коленях у него лежал новенький сто седьмой со сложенным прикладом. Перегнувшись через безжизненное тело, я стянул с него ремень и повесил автомат себе на плечо. Усопший приготовил мне еще один сюрприз. Будто специально для меня разгрузка с магазинами была не на него надета, как пусто полагается, а болталась на спинке сиденья. Вытащив и ее, я собрался уже покинуть салон, в одночасье превратившийся в братскую могилу. Но внезапно проснувшаяся во мне жажда мародерства не дала этого сделать. Не прихватив один из нескольких квадратных рюкзаков, штабелем сложенных у перегородки, разделяющей салон и водителя. С автоматом на одном плече, разгрузкой и рюкзаком на втором, я выпрыгнул из микроавтобуса. Внутри я находился минуту, не больше, однако рев моторов был слышен мне даже через звон в ушах. Понадеявшись, что нападавшие не стали бы устраивать засаду среди аномалий, я нырнул в тот же подлесок, в котором скрылись и они. И сделал это вовремя. Оглянувшись, я увидел сквозь листву, как из-за поворота выскакивает точная копия сожженного бронетранспортера, а где-то вдалеке послышался характерный звук низко идущего вертолета. Я поудобнее перехватил свою добычу и быстро двинулся в заросли, стараясь оставить между собой и группой быстрого реагирования как можно большее расстояние. Глава вторая Сделка 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 не настолько пустынно и безжизненно, как может показаться. На опустевших землях действует масса лиц, незаконно пересекших периметр с целью добычи и контрабанды аномальных образований, артефактов. Они активно взаимодействуют и образуют группировки. Одно из особенно опасных бандформирований — группировка, именующая себя Орфы. Это сборище настоящих отбросов, чье моральное разложение оказалось чересчур глубоким даже для ЧВК Цербер, из которой и вышла большая часть членов банды. Орфы особенно активно занимаются контрабандой. При обнаружении подлежат немедленному уничтожению. Из вводного курса лекций для новобранцев изоляционных сил День у дыма заладился с самого начала. Не успев отойти и километра от базы клана, он наткнулся на недавно разрядившуюся саламандру, а возле нее, соответственно, валялось свежее сердце саламандры. Не самый дешевый артефакт, сулящий неплохую прибавку к жалованию, выплачиваемому молодому сталкеру. Поместив артефакт в контейнер, сталкер внес местоположение аномалии в свой коммуникатор и только потом двинулся дальше. Вообще день сегодня был неплохой. Радовал хотя бы то, что ему удалось улизнуть с базы, не попавшись на глаза Антею. Недавно дым накосячил, и сегодня командир звена отправил его проверить сохранность дальнего схрона и пополнить запасы, дабы проштрафившийся боец не пересекся на базе с главой клана. С утра Антей был не в духе, и встретить ему на территории дым выговором бы дело не обошлось. Штраф, как минимум, а то еще и губа в придачу. Косяк был не таким уж и серьезным с точки зрения дыма, однако Антей вполне мог иметь другое мнение. Все, что сделал дым, позволил себе унизить одну из шишек конкурирующего клана, обострив до предела и так далеко недобрососедские отношения. Однако его действия, по мнению сталкера, были единственным разумным выходом в сложившейся ситуации. Орфы, пожалуй, вторая по силе группировка в зоне, и первая по количеству контактов с Большой Землей. Орфы сидели на теме контрабанды артефактов, не так, как торговцы, собирающие свои грузы практически поштучно, нет. Ребята занимались крупным оптом, добычей и логистикой. Орфы не были кланом в общепринятом для зоны понятии. Группировка была боевым крылом крупной мафиозной структуры. Большая часть членов группировки некогда были сотрудниками охранного агентства Цербер, по сути, частной военной компании. Руководство Цербера бралось за любые заказы, как по эту, так и по ту сторону закона. Неудивительно, что после нескольких, особенно громких случаев, связанных с сотрудниками компании, откреститься от которых не удалось, компании пришлось закрыться. Однако бросать прибыльный бизнес людям, главным умением которых было воевать, не с руки. По слухам, основной состав сотрудников всплыл под крылом синдиката. Международные преступные группы. Масштаб проворачиваемых синдикатом афер и преступлений не оставлял сомнений в наличии правительственной крыши. Странно было бы, если бы столь могучая, алчная и умеющая оставаться безнаказанной сила не обратила свое внимание на зону. Бывшие бойцы Цербера просачивались на территорию зоны несколько месяцев. Приходили, представлялись обыкновенными бродягами, поступали в ученики отмычки к ветеранам, ведущим основной бизнес в лягушатнике, как еще называли лагерь новичков. И постепенно становились боевыми сталкерами, способными ходить по зоне как в одиночку, так и ведя группу. Поначалу на увеличившийся приток новичков никто не обращал внимания, а потом стало поздно. Туманным утром на базу малосчисленного безымянного клана обрушился стальной кулак собравшихся в месте вчерашних отмычек. Клан оказался вырезан подчистую, а у новой группировки появилась база и имя. Немодушствуя лукаво, они назвали себя орфами и приступили к делу. Вскоре многие бродяги стали опасаться выходить на привычный промысел в одиночку. Орфы жестоко контролировали свои территории, до этого бывшие ничейными, и нередко выходили за их пределы. Учитывая моральный облик членов клана, ничем хорошим для повстречавшихся сталкеров это не заканчивалось. Еще в составе Цербера, привыкнув мародерить и грабить, орфы не собирались отказываться от своих привычек там, где за это наказание не последует, даже теоретически. Доходы бродяг упали. Вольные сталкеры, эти пораженные зоной искателей приключений, стали попросту бояться выходить на промысел, ведь орфы не гнушались развести на артефакты или дорогую снарягу одинокого сталкера или малочисленную группу. Бродяги собрались и пришли к Антею просить помощи. В голове стражей к тому моменту новые соседи и так уже не нравились, и делегация сталкеров оказалась последней каплей. Подняв клан в ружье, Антей повел стражей на орфов и переоценил свои силы. Прошедшие огонь, воду и медные трубы, поучаствовавшие едва ли не во всех последних военных конфликтах, орфы дали яростный отпор. А так как защищаться всегда проще, чем нападать, успех был на их стороне. Стражи с потерями отступили, признав, что сами справиться с незваными гостями не могут. Тогда-то аналитики клана и накопали, куда уходят корни орфов и кто за ними стоит. В подземных ангарах стражей хранилось кое-что, способное переломить исход нападения. Но это были слишком веские аргументы для использования их в локальном столкновении. Антею пришлось отступиться, стараясь при этом хотя бы сохранить лицо. Еще пару месяцев кланы были в состоянии перманентной войны, пока глава орфов внезапно не заявился в гости к Антею с большим белым полотничем, примотанным к стволу автомата. После трехчасового общения с Антеем у того в кабинете главный орф покинул базу с торжествующей улыбкой на лице, а Антей объявил общий сбор и рассказал, что стражи договорились с орфами о перемирии. Командир орфов пообещал навести порядок и пресечь ограбление сталкеров, а стражи не должны мешать орфам делать свое дело. Это понравилось не всем, но приказы главы клана обсуждать у стражей было не принято. Побурчали под нос и разошлись. А два дня назад произошел инцидент, из-за которого дыма сейчас и отправили проветриться. Когда звено дыма возвращалось с патрулирования, совсем неподалеку от базы они встретили трех орфов. Те обирали двух бродяг, где-то разжившихся неплохим хабаром. Стражи сделали все по инструкции. Орфов окружили, навели на них стволы и предложили свалить по-хорошему. Тем ничего не оставалось, кроме как подчиниться превосходящим силам, заставшим их, к тому же, врасплох. Старая сохранить лицо, один из орфов, проходя мимо дыма, смачно плюнул ему на ботинок. Дым был сиротой, вырос в детдоме, после контрактной армии прошел суровую школу горячих точек. И в каждом из коллективов, которым ему довелось побывать, действия Орфа трактовались как унижение и оскорбление. Простиж, посчитают слабаком. И тогда все. За такое надо бить сразу, жестко, ломая нос, сбивая с ног и не давая встать. Только тогда будут уважать. А покажешь себя рухлей, рухлей и станешь в итоге. И дым ударил. Локоть правой руки въехал в затылок повернувшегося спиной Даниль, довольного своей выходкой Орфа, сбивая того с ног. Прозвучало сдавленное ругательство. Оставшиеся двое бандитов схватились за стволы, но им пришлось опустить оружие. Стражи держали их на мушке. Сбитый с ног разбойник поднялся, отплевываясь. Дым бесстрастно смотрел на него сквозь рычок коллиматорного прицела. «Без пушки слабо!» прорычал Орф, и дым узнал его. «Чен, один из особо приближенной к голове...» «Нет!» «Вещи надо называть своими именами!» «Главарю шайки бандитов и мародеров, маскирующихся под организованный клан». Сталкер слышал, что Чен был серьезным бойцом. И это только добавило азарта, как всегда, когда бывший детдомовец видел непреодолимую на первый взгляд преграду. Страж метнул быстрый взгляд на командира звена. Тот нахмурился, но кивнул, понимая, что на кону честь клана. Не сводя взгляда с Орфа, дым аккуратно положил на землю оружие, снял с головы шлем и пристроил его рядом. В глазах противника затаилась злоба, жажда крови и такой же азарт, как и у молодого стража. Ну иди сюда, сучонок, сейчас ты у меня бордюры грызть будешь, прошипел Чен. Где ты тут бордюры нашел, тормоз, спокойно парировал дым. Противник зарычал и бросился в атаку. Текучим движением страж ушел в сторону, очутившись за спиной у Орфа. Тот резко развернулся, недоумевая, куда делся враг. Удачно ушел от прямого в голову и атаковал сам. На страже посыпалась серия ударов, далеко не все из которых он успевал заблокировать. Разорвав дистанцию, Дым мгновенно оценил ситуацию и сделал то, чего от него противник не ожидал. Бросившись в ноги Чену, он провел захват и повалил того на землю, перемещая бой в партер. Еще несколько секунд и Чен, пойманный в удушающий захват, остервенело лупит ладонью по земле, прося пощады. Вот только дым этого не видит. Глаза застилает багровая пелена, и он, стиснув зубы, только усиливает захват. Эй, боец, отставить! Дым! Стоп! Хватит! До сознания достучались наконец крики командира. Сожалением, ослабив хватку, сталкер перекатился через плечо и тяжело дыша, поднялся на ноги. Задыхающийся Чен на четвереньках полз по земле, хрипя и откашливаясь. Наконец он смог восстановить дыхание и, шатаясь, встал на ноги. Дым, значит, севшим голосом выдавил Орф. Хорошо, Дым, я тебя запомнил. Настал черед стража презрительно сплюнуть под ноги оппоненту. Троица Орфов, сверкая глазами и поминутно оглядываясь, отправилась в освоясье. Дым про себя усмехнулся и продолжил путь, ворошав память и воспоминания. Вдруг какое-то движение привлекло внимание сталкера, он резко остановился, присел за бетонным блоком и поднес глазам бинокль. Увиденное мигом развеяло приятное настроение. В полукилометре от него, передвигаясь от укрытия к укрытию короткими перебежками, двигались три фигуры, двигались в его сторону. И характер их передвижения говорил о том, что самого дыма они разглядели гораздо раньше. и что ждали они именно его. И если сейчас быстренько что-нибудь не придумать, то девяносто шансов из ста, что на базе, вспоминая его, будут напевать под рюмочку горькой «Был пацан» и «Нет пацана». А дыму нравились совсем другие песни. Поэтому он дослал патрон в ствол автомата, расстегнул подсумок с гранатами и принялся озираться в поисках более подходящего укрытия. Орфы! Мать их так! Как не вовремя! Не пусто словил Чен, обещая припомнить дыму поражения. Сейчас и припомнит, по всей видимости. Как назло поблизости ничего, соответствовавшего его представлениям о безопасности, не наблюдалось. Нужно было отходить. Виднеющиеся у Орфов стволы по дальности стрельбы фуру его автомату могли дать немаленькую. Дым не стал дожидаться, пока загонщики начнут упражняться в стрельбе, и пока расстояние еще не позволяло врагу открыть огонь, начал поспешное отступление вглубь локации. Этот участок зоны будто был создан для того, чтобы поиграть в кошки-мышки с летальным исходом. Нагромождение ржавого хлама, бетонные блоки, земляные отвалы когда-то сюда свозили технику, погибшую при первом самоубийственном и глупом штурме тогда только появившейся зоны. Техника шла на еще недавно безопасные территории, чтобы попав под второй всплеск навечно остаться здесь памятником человеческой самоуверенности. Дым рассчитывал попетлять среди нагромождений техники, обойти преследователей и продолжить путь, но, видимо, кто-то решил, что сегодняшней удачи со сталкера хватит. Страж обернулся и выругался. Троица широко разошлась в стороны, блокируя все пути возможного отступления. Теперь дым не мог не вернуться кружным путем к базе клана, не двинуть напрямую к пункту назначения. Вот только вряд ли он успел бы добраться до хранилища. Слишком далеко отсюда, да и не стал бы он рассекречивать схрон перед орфами. Несмотря на то, как раз там можно было забаррикадироваться и переждать до подхода помощи. Помощь? Как же он сразу об этом не подумал? С одной стороны, стыдно, не успел уйти с заданием, как уже запрашивает базу, но с другой стороны, бандиты его просто так не отпустят, учитывая, что дым нанес смертельное оскорбление Чиано, так что выбирать особо не приходилось. Отвернув обшлаг пыльника, сталкер на ходу отправил в сеть призыв о помощи. Теперь каждый страж или дружественный вольный бродяга, оказавшийся недалеко от места столкновения, поспешат на выручку. поскорее бы. Однако детектор компа упорно показывал пустую карту. То ли скопление радиоактивного хлама экранировали сигнал, то ли сегодня все почему-то предпочли обстряпывать свои дела поглубже в зоне, а может из строя вышло оборудование, обеспечивающее доступ к сети в этом секторе. Ни один из вариантов дыма не радовал. Похоже, сегодня придется рассчитывать только на себя. В этот момент невдалеке хлопнул выстрел, и пуля высекла искру из отвала наполовину вросшего в землю бульдозера. Сталкер резко развернулся и успел увидеть спину одного из врагов. Дым вскинул автомат и дал короткую очередь, стреляя на опережение. До него донес сдавленный крик. Кого-то зацепил. Отлично! Нужно было развивать успех. Забежав за бульдозер, Дым присел на одно колено и припал к прицелу. К сожалению, здесь было слишком много укрытий, и он никак не мог прицелиться, только видел мелькающие части тела врагов. Стоп! Что это? Он четко видел, как сменяют позиции, двое преследователей, но никак не мог отыскать третьего. Напрашивались два варианта. Либо один из орфов потерял подвижность вследствие меткой дымовой стрельбы, либо они разделились и его сейчас обходят сзади. Я быстро двигался по роще, не забывая при этом об аккуратности, когда мне показалось, что пройденного расстояния достаточно для того, чтобы не опасаться военных, которые не рискнут углубляться в зону без подготовки. Я выбрал небольшую полянку, внимательно осмотрел ее и, не увидев ничего подозрительного, тяжело опустился на землю. Да, выходит боком просиживание штанов в роли офисного планктона. Дыхалка не к черту. Переведя дух, я занялся осмотром добытого имущества. Странно, но каких-то особых чувств я при этом не испытывал, будто и не было тех нескольких лет мирной жизни, в течение которых я мог увидеть трупы только по телевизору. Видимо, сознание сумело в сжатые сроки переключиться на боевой режим. Жаль, что тело так быстро не вспоминает былые рефлексы. Однако, думаю, и этот момент не за горами. В первую очередь я оглядел оружие. С виду оно было новым, будто только со склада, но я, тем не менее, быстро разобрал автомат и проверил его внутреннее состояние. И правда, новый. Это хорошо. Собрав оружие, я выщелкнул из магазина все патроны и набив заново, щелчком выгнал его в гнездо приемника. Помнят руки. Пристроив ствол рядом, я осмотрел разгрузку. Хм, а ведь охранник был не самым простым парнем. По крайней мере, обычные контрактники разгрузками танк не щеголяют. Либо приобрел на своей кровной, либо из спецуры был. Нормальный такой жилет, мне нравится. В подсумках шесть магазинов, еще два пустые. Жаль, неполный комплект, боец набил. Восемь магазинов веселее, чем шесть. Так, и ПП, жгут. Из обнаружившейся в одном из карманов радиостанции я сразу же достал аккумулятор и, без сожаления, закинул гаджет в кусты. Связываться мне не с кем, а вот то, что при желании меня смогут по ней засечь, оно мне и даром не надо. На этом содержимое разгруза закончилось, и я потянул к себе рюкзак, захваченный мимоходом. Откинув герметичный клапан, я расстегнул молнию и вытряхнул из рюкзака его содержимое. Ё-моё! С Новым годом тебе, Дмитрий! Осмотрев добычу, я тихо присвистнул. Передо мной на траву лёг тёмно-зелёный защитный костюм, входящий в новый специальный комплект экипировки, совсем недавно виденный мной на складах с очередного оборонэкспо. Вот это да! Сопротивление агрессивным средам, защита от электрического, термического и ещё Гейтс его знает какого воздействия. С замкнутым циклом дыхания, шлемом-капюшоном и кислородными патронами, с автоматической терморегуляцией и даже противопулевой защитой. Хотя нет, стоп, отставить, видимо, это какая-то гражданская модификация, так как кевларовых вставок не наблюдается. Походу для научников как раз версия, не зря же они везли костюмы. Но даже без брони вещь беру. Подобрав отвисшую челюсть и втянув выделившуюся слюну, я продолжил осмотр имущества. Нет, это не Новый год, это как минимум день рождения. В гаджете, прятавшемся в плоском корпусе после небольшого раздумия, я признал детектор аномальных образований. Ну а чем еще может быть штука абсолютно без настроек, взволнованно завибрировавшая сразу после включения и высветившая на экране красную точку с расходящимися вокруг нее концентрическими кругами справа от меня. Для проверки своей догадки я подобрал земли небольшой камешек и бросил его туда, где предположительно пряталась аномалия. Раздался хлопок и камешек разогнанный до скорости пули просвистел у меня над головой и воткнулся в ствол дерева. Ого, а ведь и не видно даже если присмотреться. Мда, полезный гаджет, берем. Кроме ботинок спецкостюма больше ничего в рюкзаке не оказалось. Ну и ладно. Когда сильно хорошо, тот же плохо. Я в очередной раз огляделся по сторонам и не увидев опасности принялся разоблачаться. Черт, а холодно, однако. Осень. Оставшись лишь в трусах и футболке я натянул на себя костюм. Несколько секунд повисев в растянутом костюм вдруг сжался, плотно обтянув мое тело. Какая интересная штуковина. Сразу же стало гораздо теплее, включились внутренние регуляторы. Однако, я с ожилением посмотрел на свои видавшие виды каркараны и обул ботинки от костюма. Они оказались гораздо легче моих, а через секунду, когда внутренняя их поверхность поднастроилась под мою стопу, и удобнее. Я притянул внутренние клапаны штанин к ботинкам, и они, щелкнув, зафиксировались. Попробовав подвигаться, попрыгав и поприседав, я оказался полностью удовлетворен костюмом. Ничто не мешало, не затрудняло движений. Только одно но. Не думать, что тут каждый второй в подобном беге, поэтому светиться не гоже. Горка села поверх костюма идеально, абсолютно не доставляя неудобства. Ну вот и отлично. Подумав секунду, я достал из собственной кенгурушки миниатюрный флеш-накопитель в стальном корпусе с продетой через ушко титановой цепочкой, растекнув горку и спецкостюм надел цепочку на шею. Эта флешка дорога мне как память, и если с ней что-то случится, моему расстройству не будет предела. Так что пусть лучше будет в сохранности. Надев поверх горки разгрузку, я почувствовал себя совсем хорошо, защищенно, а это чувство я давно научился ценить. Закинув в кусты свои старые ботинки и рюкзак от костюма, я надел на спину свой, накинул на шею ремень автоматы и, пристегнув к запястью на правой руке детектор, решительно двинулся на выход из рощи. Несмотря на все те страшные истории, что я неоднократно слышал о здешних местах, пока было спокойно. Изредка попадавшиеся аномалии детектор без труда идентифицировал, и я без проблем их огибал. Коммуникатор показывал, что я медленно, но верно двигаюсь к цели. Я рассчитывал, что до лагеря смогу добраться засветло, если, конечно, не произойдет ничего непредвиденного. Слева от меня показалось кладбище техники, подумав, я свернул туда. Теоретически, среди ржавых скелетов, динозавров техногенной эры могло быть опасно, но на поле, где я маячил, как любопытный тушканчик, который вот-вот получит бампером в лоб, мне было крайне неуютно. А чувства внутреннего комфорта для меня значит много, поэтому я предпочел двигаться медленнее, но так, чтобы на душе было спокойнее. Комп на левом запястье завибрировал, сообщая о входящем сообщении. Ну-ка, что там? Отвернув рукав, я взглянул на экран. Некий дым из клана стража находится в моем секторе и просит безотлагательной помощи, обещает оплатить хабаром или отработать. В этот момент до меня донесся звук близких выстрелов. Оглядевшись по сторонам, я на всякий случай спрятался за большой цистерной и под ее прикрытием стал обдумывать сложившуюся ситуацию. Насколько я помнил по рассказам Рута и сообщениям на сетевых форумах, которых я, готовясь к забросу, перечитал видимы-невидимы, стражи это своеобразная полиция зоны. Валят мутантов, бандитов, мародеров и при этом активно барыжат артефактами. Все как в реалии, в общем. Наверное, самая сильная группировка в зоне. Рут рассказывал, что он с ними сотрудничал. Идея внутри зонной сети ребятам понравилась, но потом Рут совершил неудачный поход на большую землю, а в клане сменилось руководство. И заново навозить мосты мне предстояло самостоятельно. А что может быть лучшим поводом для знакомства, чем спасение одного из членов клана? Итак, решение принято. Выдвигаюсь на помощь. Активировав карту сектора, я сразу засек движение. На экране появились четыре точки, две из которых непрерывно мельтешили перед третьей, застывшей неподвижно, а четвертая медленно передвигалась у третьей в тылу. Неподвижная точка идентифицировалась как страж. Остальные без кланового идентификаторы. Надо бы взглянуть на ситуацию своими глазами. Протиснувшись между ржавым островом автобуса и ковшом древнего экскаватора, рухнувшим на столь же древний грузовик, я аккуратно выглянул. За отвалом бульдозера спиной ко мне метрах в ста сидел сталкер в комбинезоне с нашивками стражей и отчаянно тряс свой коммуникатор, а совсем неподалеку, надежно спрятавшись за кузовом легковушки и удобно положив ствол винтовки на ее капот, расположился, прицеливаясь человек в сером костюме, без опознавательных знаков. «Нет, но может знаки какие-то и были, но я отсюда разглядеть их не мог, как можно тише, сняв автомат с предохранителя. Я начал смещаться в сторону человека с винтовкой. Дистанция между нами составляла метров двадцать, но я хотел стрелять наверняка. Приблизившись, я присел на одно колено и поймал в прицел затылок снайпера. До меня донесся характерный звук взводящегося затвора. Не дожидаясь, пока моя жертва откроет огонь, я выдохнул и плавно выбрал слабину спуска. Дым быстро оглянулся назад. Третьего загонщика видно не было, но это не значило, что того нет вовсе. Отдернув рукав, сталкер посмотрел на карту, но ничего не увидел. Дисплей, коммуникаторы, безжизненно уставился на него потухшим экраном. Только этого сейчас не хватало. Выругавшись, ты им потряс комп, стуча по нему костяшками пальцев. Не помогло. И вдруг он отчетливо услышал сухой щелчок затвора. Сзади. Вот и все, обреченно подумал сталкер. Раздался выстрел, рефлекторно упав на землю, страж понимал, что от пули ему не уйти. Однако удар и следующий за ним боли сталкер не почувствовал. Оглянувшись, в метрах пятидесяти от себя он увидел винтовку, лежащую на капоте автомобиля и оседающую возле нее фигуру. Орф успел его обойти. Но кто же его снял? Ладно, сейчас не до этого. Два клоуна впереди не догадывались о смерти своего стрелка и продолжали отвлекать на себя внимание, неосторожно подойдя при этом на расстояние выстрела. Ну что ж, вы хотели внимания? Вы его добились. Забросив под ствольник выстрел, дым дернул спуск роматомета, направив его дуло под наглазок высчитанным углом. Не дожидаясь результата, приподнялся над укрытием и выпустил несколько коротких очередей целей в показавшегося орфа. Через секунду до него донесся звук взрыва и дикий вопль. Дым высунулся, протиснувший сквозь металлические конструкции, и выстрелом добил катающегося по земле орфа. Выглянув с другой стороны, убедился, что и второй клиент больше не представляет опасности. Отлично! Однако, кого же благодарить за избавление от третьего врага, если бы не неведомый спаситель валяться бы сейчас дыму с простреленным затылком под свинцовым небом зоны, пока собаки не не растачат. А, вот и он. Из-за проржавевшего кузова легковушки вышел рослый мужчина, в застиранной горке с армейским калашниковым в руках. Ствол автомата был направлен в землю, однако незнакомец держал его так, чтобы в любой момент можно было полоснуть очередью от живота. Дэм встретил его также настороженно, не убирая оружие, но и не выставляя его агрессивно. Живой поинтересовался незнакомый сталкер. Судя по всему, благодаря тебе Дэм не знал, как вести себя в подобной ситуации. Одно дело, когда тебя спасают братья по клану, для которых это в принципе дело чести, и совсем другое, проходящий мимо бродяга. Насолил чем-то им? Продолжил сталкер. Дэм с удивлением посмотрел на незнакомца. Во-первых, в зоне такие вопросы не задают. Все, что касается личности, табу. Во-вторых, Дэм до этого момента не подозревал, что в зоне существует человек, которому неизвестно о вражде между стражами и орфами. Ладно, пропустим. У всех есть странности, а этот человек как ни крути, только что спас ему жизнь. Да надрал задницу одному из их старших. Пойдем, глянем, кого ты там так вовремя уложил. Подойдя к трупу, дым аж присвистнул. С простреленной головой на земле валялся Чен. Держи, краба, мужик. Он повернулся к незнакомцу. Ты даже не представляешь, как я тебе теперь обязан. Ты избавил меня от многих неприятностей. Протягивая открытую ладонь, он произнес Дэм, софт, пожимая ладонь, ответил незнакомец. Спасибо, софт, держи. Дэм протянул контейнер с сердцем саламандры. Хотел барыги сплавить, но раз такая пьянка. Софт аккуратно открыл контейнер и, держа его на вытянутой руке, заглянул внутрь. Потом он также аккуратно вернул крышку на место и протянул артефакт обратно. Спасибо. Страж удивленно вскинул брови. Я лихорадочно прокачиваю ситуацию. Черт, 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 как решить, что делать? Продолжить самостоятельное движение к лагерю или попросить в качестве ответной услуги сопроводить меня туда? Лучшие компании для прогулки по зоне, чем страж, придумать сложно. Оно насколько будет корректно просить об этом. Хотя, какая корректность? Я вроде как жизнь ему спас. Хоть и не хорошо о таких вещах напоминает, но что поделаешь? Стоп. А зачем мне лагерь теперь? В лагерь я иду, чтобы найти проводника, верно? А зачем он мне, если передо мной стоит страж, который может меня отвезти туда, куда мне нужно? Я вернул протянутый мне артефакт, стараясь скорчить рожу умника, который мгновенно понял, что находится в контейнере, как это можно использовать и сколько оно стоит. Брови стража поползли вверх. Ну, а чё, знай наших. Блин, может там целое состояние в контейнере этом. Ладно, Гейтс с ним. Спасибо, но я бы попросил об услуге. Сталкер внимательно смотрел на меня. Мне надо к ученым. Можешь отвезти меня туда? Я не знал, как отреагирует страшно подобную просьбу. Не слишком ли я наглею? А ладно, наглость не порог, а жить помогает. Сталкер посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом. Нам можно сказать по пути. Дым опять пристегнул контейнер к поясу. Отведу, только имея ввиду, пока мы идем вместе, мои распоряжения не обсуждаются. Уяснил? Я перевел дух, получилось. Уяснил? Расстояния в зоне небольшие, но петлять приходится так, что один километр превращается в десять. Дым со старта взял хороший темп, стараясь сократить время, потраченное на экскурсию. До минимума, ведь ему еще возвращаться на базу. Однако через час стало понятно, до темноты ему, скорее всего, не успеть. Сталкер изредка поглядывал на своего спутника. Странный он какой-то, а ведь на вид ветеран. Под горкой, если присмотреться, можно разглядеть научный спецкостюм, снаряга, который у новичка быть не должно. Не знает азов поведения в зоне, не имеет представления о политике группировок, да и ветеранов своих зона знает наперечет. Однако погоняло софт, дрему нигде не встречалось. Все-таки новичок? Но откуда тогда костюм? Никто, кроме самих ученых, не продает в зоне спецкостюма, не считая мародеров, снимающих их с мертвых ботаников. Но мало кто будет иметь с ними дело, так как комбинезоны бывшего употребления имеют электронные метки своих хозяев. И с тем, кто присвоит себе такой костюм, разговор будет короткий. Черт его знает. А на тропе ведет себя как опытный. Видно, что замыкающим ему приходилось быть не раз. Ладно, посмотрим, как он себя на научной станции поведет. Движение на три часа. Раздался голос ведомого. Дым мысленно выругал себя за то, что отвлекся. И моментально развернулся в ту сторону, откуда могла исходить опасность. Но успел увидеть только серый капюшон, мелькнувший над холмом. Бандюк, судя по всему, обратился он к софту. Если он один, нападать не будет. Они как крысы, пока в стаю не собьются, не опасны. Опять же, это уже стая? Немного иронично поинтересовался спутник. дым взглянул на дисплей своего коммуникатора и увидел правильное полукольцо красных меток, окрушавших его собственную, фиолетовую. Метки напарника видно не было. Он что же, комом не пользуется? Ладно, не важно. Сейчас другая головная боль. Их медленно, но уверенно отрезали от безопасной тропы. Что же это такое сегодня творится? А ну нигде спокойно не пройти. А может пронесет? Не хотелось бы сейчас в очередную перестрелку ввязываться. Обычно бандосы предпочитают в конфликты со стражами не вступать. Слишком дорогой ценой за это можно было заплатить. И так Антей терпит мародеров сцепив зубы. И по базе давно ходят слухи, что скоро пройдет полная зачистка долины, где расположено и главное логово. Коммуникатор дыма завибрировал, сигнализируя о входящей почте. Сталкер откинул обшлаг пыльника и пробежал глазами строчки сообщения. Потом, словно не веря своим глазам, прочитал еще раз. Что там? Ведомый заметил замешательство дыма и теперь вопрошающе смотрел на ведущего. На, посмотри сам. Хмыкнув, дым сунул свой ком под нос спутника. Сообщение было от упыря правой руки шатуна, главы бандитской группировки и состояло всего из трех предложений. Страж, отдай вольника и можешь идти дальше. Нет, порывем обоих. Пять минут на размышления. И что ты собираешься делать? В голосе сталкера не было ни дрожи, ни удивления. В первый раз дым смог нормально разглядеть его лицо. Невольный спутник был не намного старше самого дыма. Короткий ежик жестких темных волос, спокойные серые глаза. так что во взгляде софта не было ни капли страха или заискивания, лишь любопытство. Стражи в долгу не остаются, произнес дымфразу, ставшую в зоне почти ритуальной, задумчиво глядя на дисплей своего компьютера. Красных точек на нем значительно прибавилось. Теперь их окружали пятнадцать мародеров. Похоже, скоро наступит его очередь задавать неудобные вопросы. Будем отбиваться. Он оглядел местность, выискивая наиболее удобное для обороны место. Совсем рядом был невысокий холм со впадиной у основания. Впадина на взгляд дыма отлично подходила на роль нерукотворного окопа, а несколько взгромоздившихся на край валунов вполне могли прикрыть стрелков и, довершая образ природной фортификации, две гравитационные аномалии с обеих сторон впадины. Отлично, аномалии затруднят прицельную стрельбу по ним, отклоняя пули от изначальной траектории и перекроют бандитам поступы с флангов. Останется оборонять только два фронта. В тыл они зайти конечно могут, но если не упускать из виду детектор движения, эти попытки несложно будет пресечь, а спереди... спереди пускай подходят. За мной выдохнул дым и, пригнувшись, побежал к впадине. След, след, здесь аномалии. Через несколько секунд они уже заняли позицию и приготовились к отражению атаки. Глава третья Моя команда Твое желание Твое Твое Мутанты-псионики – наиболее опасные твари Зоны. Это настоящий бич как для одиночек, так и для небольших хорошо вооруженных групп. Используя телепатические способности, псионики способны подчинять себе волю отдельных бойцов, обращая их оружие против их же товарищей. Наиболее сильные псионики способны держать под контролем сразу несколько объектов. Мой вам совет, курсанты, если видите, что товарищ ведет себя неадекватно, пытается направить на вас оружие или проявляет другую немотивированную агрессию, не пытайтесь искать псионика, не найдете. Просто грохните своего товарища и бегите оттуда со всех ног. Пытаясь спасти одного, погубите всех. Из вводного курса лекций для новобранцев изоляционных сил Сообщение, пришедшее стражу, меня удивило мало. Рано или поздно это должно было произойти. Вот только я не думал, что меня найдут так быстро. Мало было понять, где я нахожусь. Нужно было еще и найти меня на немаленькой территории зоны отчуждения. Значит, преследователи шли за мною практически по пятам. Не смог я следы запутать, выходит. Или они вышли на Руто? Представив, что отморозки могли сделать с коллегой, я скрипнул зубами. Хотя, какого черта? Может, ему просто предложили заинтересовавшую его сумму? Да, слишком много времени я провел в городке у периметра. Надо было раньше в зону уходить. Да еще выбор группы захвата меня несколько удивил. Могли бы придумать что-нибудь получше, чем толпа уголовников. Деньги жалеют, не иначе. Зря. Я бы в игре с такими ставками не жался бы. Но тем лучше для меня. Внимание! Они выдвигаются! Страж, прижавшись к земле, наблюдал за цветом местного криминала. Рядом с ним были разложены сменные магазины и гранаты для подствольника. Я, не торопясь, проверил автомат, положил перед собой запасной магазин. Эх, жаль, прицела нет. Но за неимением гербовой... Со стороны бандитов застучал автомат, и я вжался в землю. Одинокого стрелка поддержали еще несколько стволов. Огонь был плотным, не высунешься, но не на поражение. Тут вообще на поражение особо не постреляешь, скорее так, в сторону противника. Рук за сто, что бандоса имеет хотя бы малейшее представление о тактике. И выслали вперед штурмовую группу, которую сейчас и прикрывают со всех стволов. А это не годится. Высунув автомат из-за пригорка, я положил его на бок и, не глядя, выпустил веером длинную очередь. Кто-то вскрикнул. О, как! Повезло! Я повторил для закрепления, не добившись на этот раз каких-либо результатов, и откатился в сторону. И не зря. В пригорок, перед тем местом, где я лежал до этого, ударила очередь, брызнув мне в лицо кусочками глины и мелкими камешками. Больно? Блин! Я быстро выглянул из-за пригорка, сразу нырнув обратно, восстанавливая в голове на миг мелькнувшую перед глазами картину. Я был прав, идут, как и думал. Я был, рассыпавшись редкой цепью, пригибаясь и пытаясь использовать складки местности. Только нет тут этих складок. Дым, прикрой. Я толкнул стража в бок. Тот кивнул, отодвинулся в сторону и повторил мой недавний маневр с автоматом. Я же привстал, опираясь на колено и вскинул оружие. Целик и Мушка совместились на фигуре ближайшего мародера. И я плавно нажал на спуск. Оружие коротко гавкнуло, и бандит заорал, падая на землю и хватаясь за окровавленный бок. В этот же момент рядом солидно заговорил автомат стража. Последовала короткая команда «Ложись!» И впереди бункнул разорвавшийся выстрел подствольника. Тут же раздалось еще несколько воплей. Бандитам банально негде было прятаться. И осколки, не встречая на пути препятствий, накрыли достаточно большую площадь. Я снова высунулся, выстрелил несколько раз и нырнул назад. Стрелял больше для порядка, так как штурмовая группа потеряла боеспособность. Сейчас будет передышка. Если бандосы не совсем уроды, они будут вытаскивать своих, прикрываясь плотным огнем. Так и случилось. Бандиты поперли вперед, прикрываясь длинными очередями из калашей. Мда, патронов у них, судя по всему, немерено. Чего не скажешь о нас? Дым, презрев опасность и Женевскую конвенцию, чертом из коробки выскочил над пригорком. И, выцелив троицу бандитов под прикрытием дружественного огня, тащившую двух раненых, еще разок жахнул из подствольника. С той стороны заорали от боли на несколько голосов. Что ж, неплохо. Кажется, наши шансы возрастают. Огонь со стороны противника стих. Бандиты отошли перегруппироваться и залезать раны. Хорошо. Я сменил магазин. Из разгруза на землю лег еще один. Сколько у тебя патронов? Дым вопросительно смотрел на меня. Пять магазинов, не считай пистолета. Дым кивнул. Нормально, но надо сваливать. Сейчас нас зажмут и адьос. Кто зажмет? Я посмотрел на сталкера. По-моему, им сейчас совсем не до зажиманий. Ну, этим-то да. Кивнул страж. А вот свеженьким вполне нормально. Дым, не отрывая, смотрел на экран коммуникатора. Я бросил взгляд на свой и выругался. Дисплей был усеян красными точками. Со стороны кладбища техники к бандитам подходило подкрепление. Софт хорошо показал себя в бою. Не тупил, не паниковал. Жаль только, что зря все это. Иллюзий дым не питал. Им в два ствола тупо не отбиться от того количества стервятников, которые через пару минут попрет на них. Бандиты в любом случае достанут их, особенно если выберут тактику быстрых вылазок и длительной осады. От них попросту будет нечем отстреливаться. Его размышления были прерваны очередями из нескольких калашниковых. Прикрываясь огнем товарищей, бандиты снова выдынулись на штурм. Радует только одно. Софт, судя по всему, им нужен живым. Иначе их давно просто закидали бы гранатами. Он посмотрел на напарника и его взгляду. Предстала неожиданная картина. Отложив автомат, сталкер лихорадочно набирал что-то на клавиатуре странного ноутбука. Завещание он пишет, что ли? Нашел время, блин. Закончив печатать, софт нажал на клавишу ввода и закрыл лэптоп. После этого вернул ноутбук в рюкзак и ожидающий уставился на дисплей коммуникаторы. Со стороны бандитов послышались крики, стрельба, внезапно стихла. А через пару секунд и вовсе прекратилось. Бандиты, прервав атаку, обещавшую быть последней, быстро отступали. Дым взглянул на дисплей своего компа. И понял причину их неожиданного отступления. Со всех сторон к зоне конфликта приближались множественные зеленые точки. Военные. Часой часу не легче. Хотя у стражей был с вояками негласный нейтралитет, тем не менее одинокого бойца, забредшего далеко от базы, ожидают неприятности. Что же заставило военных вмешаться? Обычно они позволяли группировкам самим уменьшать свою численность, если только это не происходило поблизости от периметра. Софт вызвал. Так что, он из военных? А зачем для этого ноутбук? Коммуникатора вполне хватит. И чего он сам по зоне бродит? Нифига непонятно. Погнали, пока они не очухались. Софт уже забросил рюкзак на спину и был готов двигаться. Они вскарабкались на пригорок и под прикрытием пожухлых кустов перевалили через гребень холма. Эй, отчего они не обошли нас сзади? Софт на бегу глянул на дыма. Аномалии поверху, обходись километра полтора. Выдохнул страж. Стой. Когда между ними и бандосами остался еще один холм, дым остановился. Нельзя дальше бежать. Горбанемся. Идем, как и раньше, только быстрее. Принял. Некоторое время они молча шли вперед, иногда петляя, на ровном месте, обходя по колючим зарослям совершенно ровные и не опасные с виду участки. Софт вопросов не задавал, следовал за ведущим. Дым все время вертел головой по сторонам, высматривая что-то. Добравшись до останков какого-то строения, дым дал знак укрыться. Пять минут дышим, смотрим по сторонам, если тихо, идем дальше. И тут же, уже другим тоном. Ты из вояк? Страж смотрел, испытывающая. С чего ты взял? Удивление Софта выглядело искренне. Но ведь это ты их вызвал. Нет, ступался дым. Кого вызвал? Никого я не вызывал. Откуда такие вопросы? Не надо держать меня за идиота. Я отлично видел, как ты колдовал над ноутбуком. А, ты об этом? Да ну... Софт замялся. Говори давай. Иначе как я тебе доверять буду? Дым вышел из себя. Ладно, Софт вздохнул. Я подключился к сталкерской сети и отправил ложные данные всем, кто находится в нашем районе. Наши друзья приняли это за чистую монету и свернулись. Нам тоже следует последовать их примеру, пока они не прекратили свое бегство от призраков. Ты что, хакер? Теперь дыму стала понятна странная кличка напарника. Так, баловался в детстве. Улыбнулся Софт и закинул рюкзак на плечи. Ну, идем что ли? Ночуем здесь. Всю дорогу дым был хмур и неразговорчив. Нежелание Софта рассказать о причине бандитской атаки он принял как само собой разумеющийся. Однако настроение ему это не подняло. Все, думал он, дойти до базы ученых, познакомить его с ботаниками и до свидания. Пусть сам разбирается со своими проблемами. Идти оставалось недолго, но они несколько раз замечали группки бандитов, рыскающих по тропе, и далеко обходили их. Кривой дорожкой ближе. Не было сомнения в причине, побудившей мародеров забраться так далеко от своего ареала обитания. Из-за этих обходов сталкеры сделали огромный крюк, и вечер застал их на самом краю обжитых территорий. Здесь когда-то была железнодорожная развязка, а от нее остались полуразрушенные промышленные помещения по обе стороны от железки, ржавые вагоны до черной зевтуннеля вдалеке. За то, что из туннеля никто не пожалует, можно было поручиться. Он был просто битком набит аномалиями. Место для ночевки дым выбрал в неплохо сохранившемся домике стрелочника. От туннеля домик был довольно далеко, местность перед ним просматривалась хорошо. Страж давно облюбовал этот дом и всегда ночевал в нем, если ночь заставала его вблизи этих мест. Страж уселся в углу, отстучал на базу условное сообщение, говорящее о том, что боец жив-здоров и задерживается по объективным причинам. И хмуро посмотрел на софта. «Ты дежуришь первый. Через четыре часа меня будешь». «Пока. Пожрем. У тебя хоть есть что?» – буркнул страж. «Пока. Есть. Не доверяешь мне. Зря. Я с таким же успехом мог собачью вахту выстоять». «Да не, ты спи, сил набирайся. Вдруг завтра еще от кого отмахиваться придется, и ты им раз...» И спутник натовский на голову уронишь. Ядовитый саркарм так и сочился из слов дыма. Софт лишь пожал плечами. Они молча съели сухпай, запив воду из фляг, и дым начал готовиться ко сну. Заснуть никак не удавалось. Тревожные мысли бередили душу. Охота объявлена, награда назначена. Интересно, сколько же обещают за мою голову? Хотя, в любом случае, овчинка стоит выделки. «Вот только хрен им на палке, а не моя голова. Тем более, я им живым нужен все же. Изначально, по крайней мере. Ну, а живы будем, не помрем, побарахтаемся еще». Усталость брала свое, и постепенно, ворочаясь с боку на бок, я все же начал проваливаться в блаженное объятие морфея. Из легкой полудремы меня вырвал какой-то хруст. Не подавая виду, что проснулся, я приоткрыл глаза и чуть не вздрогнул. Прямо надо мной, согнувшись, стоял дым. Он пристально вглядывался в мое лицо, но создавалось впечатление, что страш ничего не видел. Дым разогнулся, повернулся ко мне спиной и медленно вышел из домика. «Куда это он на ночь глядя, да еще и без оружия? Вон его ствол у стены стоит. Он что, лунатик?» Своим поведением сталкер и впрямь напоминал человека, подверженного лунатизму. Дым шел, глядя прямо перед собой, неестественно выпрямившись, даже не шел, а брел, не разбирая дороги. И этот человек, не первый день находящийся в зоне, «Нет, что-то здесь не чисто. Дым пер напрямик к туннелю, на входе в который искрило скопление аномалий. И тут меня осенило. Телепат!» Сказать по правде, я не особенно верил в полчища мутантов, населяющих зону. Не верил никогда и не верил бы до сих пор, если бы не руд, загнавший мне в ноут полную базу по тварям, обитающим в этих местах. Бастиарий, скажу вам, тот еще. Особенно в 3D-фотографиях. Телепатом назвали тварь, обладающую недюжинами пси-способностями. Будучи в добром здравии и расположении духа, мутант мог задурить голову целому отряду, загнать его в аномалии или просто выдергивать по одному человеку себе на пропитание. Никто ничего и не заметит. Учитывая, что поведение дыма как раз четко походило на описание воздействия этого обитателя зоны, я решил, что моя догадка верна. Он взял дыма под контроль и теперь намерен им поужинать. А меня не засек, потому что я уже практически заснул, или силенок у него маловато, чтобы под контролем сразу двоих держать. Примем пока эту версию как рабочую. — Ладно, хватит рассуждать. Как бы действительно не схарчили моего проводника. Подхватив автомат, я неслышно выскользнул из дома и, стараясь оставаться в тени, последовал за сталкером. — Тормошить товарища сейчас смысла нет. Еще не дай бог телепат его на меня натравит. — На руках мне с ним здесь бороться, что ли? — Нет, нужно найти самого дирижера ночного спектакля. — И замочить. Так, чтобы наверняка. Тогда и дыма отпустят. Тем временем сталкер дошел до входа в туннель и будто в нерешительности остановился. Постоял пару секунд, как бы прислушиваясь к себе, а затем уверенно пошел вперед. Я крался в нескольких метрах за ним. Обалденная картина вырисовывается. Сталкер, попавший под воздействие мутанта Псионика, который прет прямо в аномалии и я, идущий следом. Прямо лебединая верность какая-то. Войдя в туннель, дым вдруг резко прижался к стене и бочком двинулся вперед. Я немного выждал и повторил его маневр. Детектор настойчиво вибрировал на запястье, а всю правую сторону тела будто пронзили тысячи микроскопических раскаленных иголок, лавируя между очагами аномальной энергии. Мы все глубже втягивались в туннель. Да, неплохое логово, присмотрел себе мутант. Добровольно сюда ни один кретин не сунется. Мы прошли еще с десяток метров, впереди туннель изгибался, поворачивая влево. Аномалий больше не было видно, и я решил немного отстать, чтобы оглядеться из-за угла. В полуприседе, подобравшись к выступу стены, я аккуратно выглянул из-за него и обомлел. Теперь мне стало понятно, почему телепат не прихватил и меня до кучи. Видимо, куча была слишком велика даже для мутанта. Псионик, сгорбившись, сидел в тени застрявшего здесь товарного вагона. А с двух сторон от него, подобно почетному караулу, стояли две темные фигуры. В первый момент мне даже показалось, что это люди. Но, приглядевшись внимательнее, я различил гипертрофированные конечности, слишком высокие, обросшие мышцами фигуры. Не люди. Видимо, мне придется познакомиться еще с одним обращиком местной фауны. Итак, что мы имеем? Имеем мы мутанта-псионика, собирающегося поужинать моим проводником, двух непонятных тварей и, собственно, самого проводника. На меня, у мутанта-силушки, не хватит уже. Да и на активное управление тварями, видимо, тоже. Но, как только освободится ресурс... Теперь я стоял перед выбором. Если я пристрелю псионика, на мою голову свалится ничего не понимающий дым и два непонятных урода, оставшихся без ментальных уз. Если я попытаюсь прибить одного из них, что вряд ли получится с первой попытки, то в лучшем случае меня самого возьмут под контроль и сожрут вместе с дымом. А в худшем, мне придется стрелять еще и в дыма, что делать мне совсем не хотелось. Задумавшись, я слишком сильно выснулся и за выступы псионик меня заметил. Секунду ничего не происходило, будто мутант тоже перебирал варианты. А потом на меня обрушился ментальный удар. Дым словно очнулся с жуткого похмелья от плохого сна, сопровождаемого кошмарами. Голова раскалывалась, перед глазами плавали черные круги. Когда к нему вновь вернулась способность видеть, страж понял, что прошел только сон. Кошмар остался. Он стоял в железнодорожном туннеле. Напротив него на корточках сгорбился псионик, возле которого стояли две здоровенных болотных твари. Дым опешил. Как два вида мутантов, буквально на дух, не переносящих друг друга, могли оказаться в одном месте, да еще так далеко от болот? Ведь болотники не поддаются пси-воздействию. Или это какие-то особенные болотники. Или псионик нестандартный. Один из болотников взревел и набросился на телепата. В момент, когда мутант нанес сильнейший удар по гипертрофированной голове псионика, вторая тварь тоже пришла в чувство. А откуда-то сзади донесся слабый стон. Времени на то, чтобы оглядываться у сталкера не было, так как болотник, сорвавшись с места, прыгнул на него. Лишь в этот момент Дым осознал, что у него практически нет оружия. Он резко повернулся и, пригнувшись, каким-то нелепым прыжком ушел с линии атаки. В ту же секунду воздух в том месте, где он только что находился, разорвала очередь, выплеснувшаяся навстречу монстру. Пули попали болотнику в морду, выбивая куски плоти, покрытые слизью. Монстр взребел от боли и тяжело рухнул на спину. Еще одна очередь прошила его тело. Дым сорвал с пояса пистолет и поспешил внести свою лепту в уничтожение чудовища. Когда стало ясно, что с этим болотником покончено, он развернулся, направляя ствол пистолета на оставшегося зверя. На краю сознания мелькнула мысль, что магазин наполовину пуст. Но, посмотрев на место схватки, страж понял, что стрелять не понадобится. Телепат бесформенным мешком валялся поперек туннеля. Его огромная голова была наполовину оторвана, а из ужасной раны натекла лужа темной и жутко воняющей жидкости. Его соперник, скорчившись, лежал в метре от него, тихо поскуливая и вяло скребя землю когтистыми лапами. Из-за поворота туннеля, подшатываясь, вышла знакомая фигура. В тусклом, дрожащем отсвете аномалий лицо Софта казалось неестественно бледным. «Ты видел?» Софт медленно приближался к стражу. Он ему мозг выжег напоследок. Дым подошел к сталкеру и положил руку ему на плечо. «Спасибо, брат. В очередной раз спасибо. Да ладно, брось. Расскажи лучше, что это за гоблины». Страж удивленно взглянул на Софта. «Это болотники. Я, если честно, малость удивлен. Обычно они так далеко не забираются». Сталкер подошел к поверженному псионику и задумчиво произнес. «Одного не пойму, почему он меня отпустил, когда уже можно было накрывать на стол?» «Он меня заметил. Я в него целился, и он с перепугу решил и меня под контроль взять в качестве второго блюда». Давид Населенок не рассчитал. «Сначала немного ослабил давление на тебя, а там и болотник вырвался». «Потом ему уже не до контроля стало». «Да уж, но сильный гад был. Ты видел, как он напоследок товарища своего приложил?» «Ага. Среди нас с вами товарищей есть такие товарищи, которые нам с вами товарищи совсем не товарищи». С усмешкой произнес Софт, подойдя к болотнику и приставляя ствол к его затылку. «Аминь», отозвался Дым. «Минут через сорок будем на месте». Дым повернулся к ведомому, но тот лишь сосредоточенно кивнул. После совместной охоты на телепата молодой страж чувствовал к Софту возрастающую симпатию. Ведь мог же он бросить дыма там, возле туннеля, не лезть в смертельную ловушку на ужин к мутантам. Но нет, не бросил, пошел следом через аномалии в темный туннель. А ведь они знают практически друг друга, но, несмотря на это, бродяга уже второй раз за сутки спасает ему жизнь. Интересно, что он у ученых забыл? В отдалении показались приземистые строения лагеря ученых. Над полукруглыми павильонами из бетона и стали возвышались смотровые вышки. Поселок был обнесен тройным кольцом ягазы под высоким напряжением. Когда они дошли до впадины, возле которой начиналась ровная местность перед лагерем, страж повернулся к Софту. Сиди здесь, жди меня. Пойду, потолкую. А почему не сразу вместе? Военные нервные чересчур. Сам знаешь, у них приказ. Официально любой, кто в зоне, нарушитель, подлежащий расстрелу. Здесь у ученых с этим попроще. Убедили они вояк отступить от инструкции. Но незнакомому человеку лучше им все же на глаза не попадаться. Я сейчас пойду с ними поговорю, когда договорюсь, махну рукой. Выйдешь и не спеша держа оружие на виду, ко мне подойдешь. Руки пустые им показывай. Все, я пошел. Дым закинул автомат за спину и неторопливой походкой направился к лагерю. Через несколько десятков метров его остановила очередь из тяжелого пулемета, взрыхлившая землю в десятки метров перед ним. Эй, вы что там, совсем охренели? Своих не узнаете? Перепуганный сталкер смотрел на ближайшую вышку. Узнаем, поэтому и не взял чуть повыше. Двигай отсюда, тебе здесь не рады, донесся голос с вышки. Конкретно мне? Что случилось? Не конкретно тебе, всем сталкерам вообще. Все закончилось слофа. Вконец обнаглели. Давай убирайся отсюда пока целый. Болт, ты что ли? Наконец сталкер узнал говорившего. Это был болт, начальник караула, с которым дым не раз сиживал за бутылкой беленькой, когда дела приводили стража в лагерь ученых. И тем необъясниме было его теперешнее поведение. Какая мух тебя укусила, друг? Пропусти. Мне надо с Соколовым поговорить. Не могу, дым. Пришло распоряжение всех сталкеров расстреливать без предупреждения. Меня и так по голове не погладят за то, что я с тобой тут разглагольствую, вместо того, чтобы на корм мутантам тебя пустить. Скажи, хоть что случилось-то? Кто-то из ваших напал на колонну у периметра, оставили кучу трупов, уперли снарягу у научников и ушли. По всей зоне объявлено ужесточение мер по отношению к вам. Грубо говоря, дали план по убийствам сталкеров. Раньше все это чисто формально было, и сейчас наших отцов-командиров кто-то основательно вздрючил. Слюной брызгали, аж из рации летело. Так что, извини, ничем помочь не могу. Ну дай хоть Соколовым перетереть, я даже за периметр заходить не буду, позови его к ограждению. Нет никого из персонала в лагере, всех на Орион перебросили, что-то там нашли такое, что чуть все с ума не посходили. Черных оттуда выбили, окопались, техники нагнали. Что-то серьезное там. Ладно, давай скачи отсюда. Вон уже и так на меня косятся. И всем вашим передай, ближе двухсот метров огонь на поражение. Спасибо, передам. Удачи тебе. Ошарашенный и растерянный дым пошел обратно. Странное что-то творится. Мародеры нападают на члены одного из сильнейших кланов, какие-то отморозки грабят военные конвои. Беспредел, блин. Подойдя к впадине, в которой ждал софт, он, не останавливаясь, поманил его за собой. Не обращая внимания на удивленное лицо спутника, дым пошел вперед. Нет, все-таки надо попробовать разобраться, в чем тут дело. Вчера днем, когда дым покинул территорию базы, об инциденте еще ничего не было известно, иначе Антей обязательно включил бы информацию о происшествии в утреннюю сводку. Значит, это случилось после ухода дыма с базы или пока орфы гоняли его по кладбищу техники. Потом появился софт и... Стоп. Вот оно. От периметра до кладбища идти всего ничего. Аномалии и зверья там мало, даже новички редко вляпываются во что-то серьезное. А софт появился с той стороны. И на нем научный костюм. Дым аккуратно потянул со спины автомат. Передвинув оружие вперед, он передернул затвор и резко развернулся к напарнику. Я терялся в догадках. Стража, который утверждал, что его неплохо знают в лагере, чуть не пристрелила охрана. Потом последовал короткий разговор на повышенных тонах, после которого сталкера, как в воду опустили. Вон идет хмурый, молчит, аж вопросы задавать не хочется. Однако, что же мне теперь делать? По всему выходило, что на ученых теперь рассчитывать бесполезно, а других вариантов у меня не было. К тому же я не думал, что мои приятели остановятся на достигнутом и новых нападений не последует. Бандиты не прокатили, придумают что-нибудь еще. С такими темпами мне и из зоны убираться скоро придется. И где тогда прятаться? На луне? Мда, не весело. Я уже совсем собрался начать расспросы, как вдруг ведущий резко развернулся и, направив на меня ствол, прорычал. Оружие на землю живо! Эй, ты че, братка? Опять псионик? попутал. Ствол-то опусти! Мой голос звучал как-то неуверенно. Братья твои, во враги лошадь доедают, понял, козел? Пушку на землю! А теперь вдумчиво и очень внятно расскажи мне, откуда у тебя научный костюм, кто ты такой? И что вообще здесь делаешь? А не слишком ли много сразу вопросов? Я старался тянуть время, кладя оружие на землю и стараясь занять более выгодную для атаки позицию. Твою мать! Стражи, это же, грубо говоря, полиция зоны. Ему сейчас что-то доказывать бесполезно. Гребаный костюм, блин! Так и знал, что неприятности из-за него будут. Мозг отчаянно искал выход из положения. В этот момент сталкер собирался что-то снова рявкнуть и на секунду раскрылся. Я решился. В длинном прыжке я постарался достать его голову ногой, но дыма на том месте уже не было. Через долю секунды на мою собственную голову обрушился сокрушительный удар. Если бы я краем глаза не отметил движение, и не сместился чуть в сторону, валяться бы мне в глубоком отрубе. Мы синхронно развернулись и застыли в боевых стойках друг против друга. Спустя секунду страж пошел в атаку. Парень был весьма неплох подготовлен. Забей я совсем на тренировке, сейчас бы мне пришлось туго, а так мы находились примерно на одинаковом уровне. По крайней мере мне так хотелось выходит. Через несколько минут мы оба тяжело дышали, каждый получил свою порцию болезненных, но не фатальных ударов. Продолжали кружить, выбирая наиболее выгодную позицию для нападения. Наконец я увидел долгожданную возможность для нанесения удара. Я как раз оказался в шаге от своего автомата и, сделав обманное движение, крутанулся и подхватил его земли. Но не стал перехватывать для стрельбы, а ухватив покрепче за цевьё, изо всех сил в прыжке обрушил приклад на голову стража. Шлем смягчил удар, но боец зашатался и поплыл. Мне крайне не хотелось его бить, однако ситуация была патовой. Вздохнув, я вбил колено ему в солнечное сплетение, когда дым нагнулся, добавил локтем по затылку. Сдавленно охнув, сталкер рухнул на землю. Забросив автомат за спину, я одной рукой подхватил оружие дыма, а другой вцепился в буксировочную петлю на его разгрузке. Я, отчаянно матерясь про себя, поволок проводника в кусты. Глава четвертая Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, что он предатель. КОНЕЦ Запомните главные курсанты, каждый встреченный вами в зоне отчуждения преступник. Незаконное пересечение периметра, преступление само по себе. Внутри периметра имеют право находиться лишь служащие изоляционных сил, научный персонал с соответствующим уровнем допуска и иногда аккредитованные журналисты. Большая часть так называемых сталкеров скрывается за периметром от правоохранительных органов за преступления разной степени тяжести. Уставом вам вменяется задерживать нарушителей и передавать их в штаб для установления личности. Но вот вам еще один совет, курсанты. Стреляйте на поражение. Этим вы оградите себя и начальство от множества ненужных сложностей. Зона она все спишет. Из вводного курса лекций для новобранцев изоляционных сил. Дым приходил в себя медленно. Сначала он не чувствовал ничего, кроме кошмарной головной боли, от которой череп казалось готов был треснуть. Однако с каждым глотком воздуха становилось легче. Постепенно сознание стало проясняться. Он почувствовал укол в левое предплечье. Боль сразу как-то резко отступила, а через минуту рывком вернулись ощущения окружающего мира. Страж полулежал на земле, опираясь спиной на дерево. Руки были стянуты под коленями, пластиковыми наручниками, ноги туго перетянуты его же собственным ремнем. Рюкзак и автомат лежали поодаль, на фоне небольшого костерка, не дающего дыма, вырисовывалась широкая спина напарника. Сука он, а не напарник. Теперь не оставалось сомнения, именно Софт был одним из тех мародеров, напавших на колонну военных. Вот только почему он не завалил стража, еще и в чувство привел, вон, в двух шагах дорогущий военный шприц-тюбик валяется. А, это из его собственной дымовой аптечки. Но все равно непонятно. Выкуп просить собрался, что ли? С его методами работы такой вариант развития событий не исключался. Это сколько же он провалялся, если вечер уже? Дым прислушался к своим ощущениям, башка вроде цела, боль сконцентрировалась в правой височной доле. Похоже, не слабое сотрясение. Еще бы. Со всего маху прикладом приложил. Интересно, он целый? Приклад в смысле? От этой мысли дым неуместно хихикнул. Силуэт у костра сразу же повернулся к нему. Очухался? Крепкий ты парень, ничего не скажешь. Дым в ответ выдал длинную тираду, которая поразила бы любого шахтера, но в приличном обществе не была бы встречена рукоплесканиями. Ну-ну, поговори, может быть, легче станет. Кто ты такой урод, и почему я до сих пор живой? Не поверишь, живой ты именно для того, чтобы узнать, что же я за урод такой. Конечно, проще себя кончить было, но не в моих привычках мочить без раздумий, тем более человека, которому я до этого жизнь спасал два раза. Да пошел ты, спаситель хренов. Не в его привычках. Ты это военным и научникам расскажи. И тем пацанам, которых из-за тебя теперь по всей зоне как собак слепых отстреливают. Это ты о чем сейчас? Софт выглядел действительно удивленным. Это я сейчас о колонии, которую ты с приятелями раздолбал на периметре. Кстати, где они, приятели твои? И чего это за тобой бандиты бегают? Корешей своих кинул, поквитаться хотят. Софт прикрыл ладонью лицо. Посидел так секунду, покачал головы и тихо рассмеялся. Потом поднял голову и внимательно посмотрел на дыма. Ты из-за этого на меня накинулся? Не получив ответа, сталкер продолжил. Нет, серьезно? Ты действительно считаешь, что я, будучи крутым грабителем военных караванов, спалюсь на том, что натяну костюм? Что, покрошив военных и ученых вместе с техникой, я буду бегать по зоне, ища себе в проводнике стражи? Да следует твоей логике, мне с врагами проще было договориться, а еще проще просто пройти мимо. Я в вашей долбанной зоне двое суток, меня по всему шарику за периметром гоняли, и здесь спрятаться не удалось, и теперь из-за того, что я оказался не в то время и не в том месте, меня еще и местные завалить желают? Замечательно. Дым ошарашенно молчал, он не ожидал такого эмоционального взрыва. Парень два дня в зоне, это очень многое объясняло. Он почувствовал невольное сочувствие к недавнему напарнику, и теперь задумчиво молчал. Короче так, я тебе все рассказываю, не просто все, а абсолютно все. Софт отцепил флягу от пояса и сделал длинный глоток. По скривившемуся на секунду лицу дым понял, что во фляге был алкоголь. Мне давно хочется выговориться перед кем-то. Нет сил уже в себе носить. Короче, выслушаешь и решай сам. Развяжу тебя и делай что хочешь. Хочешь, по макушке бей и военном тащи, хочешь, мочи в спину. Мне пофигу уже все, устал я. Софт повернулся к костру лицом и начал рассказывать. Компьютерами софта тогда еще просто Дима Рязанов увлекался лет с 13. К 15 он мог произвести практически любой ремонт компьютера, как аппаратный, так и программный. А в 16 родители отдали явно одаренного паренька в заученную компьютерную академию. После школы он поступил в институт на факультет разработки программного обеспечения. При этом ботаником Дима не был. Помимо харда и софта он всерьез занимался миксфайтом и плаванием. Благодаря этому при призыве в армию вопрос о распределении практически не обсуждался. В армию идти Дима желанием не горел, но после того, как он с компанией таких же не в меру талантливых отморозков влез не в ту сеть, выбирать пришлось между двумя повестками. Дима выбрал служить, а не сидеть и попал в ДШБ. Через полгода службы его вызвали к начальнику части, который довел до него приказ о переводе рядового Рязанова в другую часть, где формировалось спецподразделение боевых программистов, как выразился командир. Дима тогда долго смеялся, представляя себя идущим в атаку с клавиатурой на перевес. По прибытии на место дальнейшей службы стало не до смеха. Подразделение именовалось отрядом информационного подавления противника, подчинялось разведывательному ведомству и имело свои задачи переподчинения компьютерных боевых систем врага. Их учили перехватывать управление беспилотными самолетами, перепрошивать автоматические пушки прямо на поле боя, обходить охранные системы, взламывать серверы, извлекая необходимую информацию. Закончив обучение, группа, имея в своем распоряжении необходимое оборудование, могла бы даже перехватить контроль над вражескими спутниками. Разумеется, пришлось остаться на сверхсрочную службу, но Дима, уже тогда откликающийся на позывной софт, об этом не жалел. Он занимался здесь любимой работой, на его счет капали неплохие деньги, и только здесь он мог делать то, за что на гражданке его бы уже посадили. Нагрузки, которые были здесь не меньше, чем в десантно-штурмовом батальоне, тренированное тело не пугали. Однако, безоблачное существование продлилось недолго. Кризис мировой экономики добрал все-таки и до разведывательных ведомств. Кто-то из высоко поставленных персон, спасая свою задницу, принял решение сократить финансирование малоперспективных проектов, и в конце июня сержант Рязанов, подписав кучу бумажек о неразглашении, о сохранении военной тайны и еще черт знает о чем, оказался на улице. Все, что осталось на память о службе в рядах доблестной и несокрушимой терабайтная флешка, до отказа набитая хакерскими приблудами из арсенала боевых программистов. О том, каких трудов ему стоило все это скопировать и вынести, Софт предпочитал не вспоминать. Если бы его спросили, зачем он это сделал, он бы затруднился ответить. Наверное, просто жалко было трудов, вложенных в эти программы. Освоившись положением демобилизованного, Софт месяцок покутил с друзьями, а потом устроился на работу ведущим программистом в крупную фирму, разрабатывающую индивидуальные системы защиты. Благо, институт получилось закончить заочно еще в армии. Жизнь пошла своим чередом работа, дом, встречи с друзьями, редкие отрывы в клубах или на концертах любимых групп. Но все это было не то. Парню хотелось больше денег, а еще адреналина, так щедро впрыскивающегося в кровь во время хака. И пусть хак на гражданке сильно отличался от работы в экстремальных условиях, без которых еще совсем недавно не могла пройти ни одна операция. Это хоть немного могло взбудоражить нервы. Да пойми ты это вполне реально. Месяц. Да какой месяц? Три недели работы, и мы обеспечены на всю жизнь. Купишь себе домик в стране с мягким IT-законодательством, и на одни проценты будешь жить, как в раю. Соф сидел в тихом кафе, перед ним стояла запотевшая бутылка пива, а сослуживец, сидящий напротив, вовсю пытался продавить хакера. Он не подозревал, что софт уже не то, что заглотнул наживку, он удочку едва не съел. Да и серьезные люди, позвонившие не так давно, мягко намекнули, что отказывать старому знакомому не стоит. А то, кто знает, где выплывут детали его последнего одиночного развлечения системы безопасности крупной финансовой компании. Хакер очень нервничал по этому поводу, но вариантов не было. Нужно было сделать, как сказали. Оставалось только продумать все так, чтобы не остаться крайним. Трой служил вместе с софтом, но в отличие от него он даже не пытался работать легально после увольнения. Насколько знал софт, трой специалист по смарт вэпон умному оружию, нырнул в мутные глубины черного рынка, помогая осваивать и доводить до ума передовые системы вооружения перед продажей. Умная техника, вдруг сменившая владельцев, не очень охотно слушалась новых хозяев. Трой помогал решать эти вопросы. А откуда ты знаешь, что они заплатят, что не уберут нас после того, как мы сделаем за них всю грязную работу. Ведь речь идет о таких суммах, при которых живых свидетелей не оставляют. Как они вообще вышли на тебя? Кто они такие? Да ну, брось! Их на меня проверенный человек вывел. Он лажать не будет, работали уже вместе. Мозговой центр. На его счету ни одна подобная операция. Всегда нанимают исполнителей и нормально с ними краями расходятся. Сумма, брат, сумма! Ты понимаешь, какие это бабки? А для чего им бабки эти? Не думаешь, что в мутную тему лезем? Ой, ну что ты заладил-то? Как маленький. Прогорели эти ребята, у них груз отбили, серьезный груз, с очень новыми стреляющими железками. Сейчас, если они все это дело не восстановят им край, вот и решили выйти из ситуации. Я тебе говорю, проблем не будет от слова вообще. Трой энергично размахивал руками, пытаясь доказать сослуживству, что все будет тип-топ. Не верить ему основания у Софта не было. С Троем они прошли огонь, воду и медные трубы. Тут ему даже жизнь спас как-то, потеряв звание при этом. Разве что, звонок этот странный не выходил из головы. Не просто же так это, но делать-то нечего. Я согласен. Трой потянулся через стол и радостно хлопнул хакера по плечу, а тот почему-то подумал, что еще не раз пожалеет о своем решении. Так и вышло. Что это? Софт отвлекся от рассказа, услышав в кустах какой-то шорох. Дым подобрался, рефлекторно опуская руку к кобуре. И, найдя на месте пистолета, чертыхнулся. Софт подпихнул стражу его грозу. Дым удивленно взглянул на хакера, но автомат взял. Рефлекторно проверил боегетовность и сделал знак хакеру прикрывать. Сам же, взяв автомат на изготовку, сделал несколько шагов, угляделся и, расслабленно махнув рукой, вернулся назад, повесив автомат на плечо. Ерунда! Енотоид! Хакер вопросительно вскинул брови. Да, безопасная тварюшка, на енота похожа, травоядная. Кое-кто их даже в качестве домашнего животного держит. Ты рассказывай дальше, не отвлекайся. Дыма успокоила спокойную уверенность, с которой хакер, недавно так ловко уработавший его, вернул ему оружие. Не делают так бандиты. Рассказ его заинтересовал, объясняя многие вещи, и подготовку хакера в том числе. В свое время, еще на большой земле, Дым слышал что-то о подобных отрядах, но значения рассказам не предавал. Хакер снова глотнул от фляги и продолжил. Работали увлеченно, софт так не отдавался работе со времени увольнения из отряда. Он писал программу, открывающую доступ троянцам, над которыми работал трой. Вернее, софт ее не писал, а вносил изменения в исходный код боевой утилиты, затачивая ее под мирные цели. Это должно было стать преступлением Виака при условии его обнаружения, но их задача как раз и состояла в том, чтобы никто как можно дольше ничего не заметил. Другие хакеры горели на количестве нулей в суммах, переводимых на свои счета, и спецслужбы рыли носом землю, разыскивая их. Сумма, которую поручили украсть софту и трою, была никак не меньше, но согласно их плану никто не должен был ничего заметить. Им было поручено украсть 20 миллионов евро. Благодаря их плану по поводу исчезновения этой суммы не будет предпринято никаких действий. В течение двух недель их программы шпионы, сидя в сетях чуть ли не каждого банка по всему миру, исправно переправляли им информацию о состоянии счетов кладчиков. В назначенный день достаточно будет легкого нажатия на кнопку, чтобы состоятельные господа по всему миру стали беднее на смешную сумму в 1-2 евро. При правильном подходе это будет признано транзакционной погрешностью, и никто ничего даже не заметит. Ежесекундно, прыгая со счета на счет, приклеиваясь к другим транзакциям, эти деньги никак не могли быть обнаружены. И лишь после запуска программы клиента, который уже собрал и протестировал софт, деньги ревущим потоком устремлялись на счет, прописанный в ее конфигурации. Для этого достаточно было запустить программу, даже не устанавливая ее на компьютер, ввести пароль и номер счета, после чего можно было смело считать себя миллиардером. Им отдавали по 10%, этой суммы хватило бы даже внукам при умелом использовании. Работали в полупустующем офисном здании на окраине города, в офисе, снятом заказчиками через длинную вереницу подставных лиц. Здесь же чаще всего и ночевали, чтобы не мелькать, да и по времени так быстрее выходило. Трой с утра отправлялся в город. Клиенты бонусом делали им несколько комплектов документов, с которыми можно было свободно перемещаться по всему миру. Как раз их трой и должен был привезти. Работа подходила к концу и парни изрядно нервничали. Софт еще раз прогнал программу на локальном сервере, погонял ее на предмет обнаружения антивирусами от бытовых до секретных, разработанных на заказ для банков. Сбоев не было. Крошечный файлик работал как часы. Хакер выдохнул, размял пальцы и ткнул в клавишу ввода. Тысячи архивов с обновлениями системы на компьютерах банковских разработчиков по всему миру увеличились на несколько байт. Системы безопасности никак не отреагировали на изменения. Теперь стоит банкам установить обновление своих систем и вирус, добавленный софтом в архивы. Установится с высшим приоритетом самими сотрудниками. Никто ничего не заметит. Неделя максимум две и программа будет активирована везде, где нужно. В кармане беззвучно завибрировал смартфон. Софт нахмурился. Этот номер не должен был никто знать. Он новый, купленный специально для координации строем. Достав смартфон, он охмурился еще больше, увидев, что номер вызывающего абонента скрыт. Помедлив секунду, он снял трубку. Уничтожь все данные, забери программу клиент и жди звонка. У тебя пять минут. В трубке запищали короткие гудки, а спина под футболкой покрылась потом. Это был тот же голос, что советовал принять предложение Троя. И команда, отданная сейчас хакеру, совсем не нравилась. Однако что-то подсказывало софту, что нужно послушаться. Что не сделай он этого. Последствия будут гораздо хуже, чем то, что ждет его прикидки заказчиков. Он не стал медлить. Достав из рюкзака флешку, он скопировал все необходимые файлы. После этого трясущимися руками вывинтил жесткие диски четырех гудящих на столе компьютеров. То, что информация не бы капилась в облако, он знал точно, сам все проверил. Сложил винты в рюкзак, вытер руки в джинсы и взял со стола вновь завибрировавшую трубку. Через балкон в соседний офис быстро и снова гудки отбоя. Хакер нахмурился и вдруг услышал где-то вдалеке хлопок открывшейся двери. Черт! Он быстро выскочил на балкон, перепрыгнув через перегородку, подумал и перелез через перила, повиснув на руках. Рывок, прыжок и он на балконе этажом ниже. Потянул за ручку двери открыто. Отлично! Пробежав по пустому офисному помещению, он выскочил на лестницу с противоположной стороны и побежал по ступенькам вниз. Выйдя из здания из черного хода, он через двор выбежал на улицу и уже прогулочным шагом обошел здание. У входа стоял черный микроавтобус с тонированными окнами и очень грязными номерами. Двигатель включен, водитель на месте. Соут зашел за павильончик автобусной остановки и стал наблюдать. Из здания выскочили трое, с очень хмурыми лицами и в темных просторных куртках. В середине лета куртки топорчились, выдавая угловатые предметы под ними. следом за хмурыми типами вышел Трой с очень озадаченным лицом. В кармане снова зажужжала трубка смартфона. Уходи, выбрось телефон и уничтож жесткие диски. Домой не возвращайся, сними все свои деньги и вали из города. Чем дальше, тем лучше машину не бери. Хочешь жить, прячься. Эй, да кто вы мать вашу такие? Начал было софт, но трубка уже молчала. Он выругался, откинул крышку телефона, выдернул аккумулятор и бросил телефон в урну. Запрыгнул подъехавшую маршрутку и поехал на автовокзал. Потом я долго мыкался по всему бывшему союзу, после того, как мою машину взорвали под Мариуполем, а по новому электронному адресу начали приходить письма с угрозами и требованиями отдать то, что мне не принадлежит. Я сорвался в Россию. В Анапе меня пытались похитить, я снова сменил дислокацию. Крым, Казахстан, Польша, Румыния. Я сваливал, едва мне начинало казаться, что что-то не так. Тогда я сделал то, чего от меня, кажется, не ожидали. Я вернулся. Родители погибли в авиакатастрофе еще когда я был на службе. У меня остался только один человек, которому я мог доверять. Мой бывший командир Рут потухшим бесцветным голосом рассказывал Софт. Дым пытался понять степень достоверности рассказа, одновременно контролируя обстановку. Вечер перерос в ночь и Сталкер замаскировал костер. Несколько раз на коммуникатор приходили сообщения из общего чата. Кто-то из бродяг спрашивал о дороге на север, кто-то поспешил выкинуть в сеть мелкую байку. Пришла сводка от соклановцев. Дым внимательно ее прочитал и обновил карту с расположением пары новых аномалий. Вокруг было тихо и можно было даже решить на миг, что не в зоне они сидят, а где-то в обычном лесу, где нет аномалий, артефактов, мутантов. Однако привычные чувства опасности говорилось, что это не так. Так что там с командиром твоим? Дым окликнул задумавшегося было софта. Хакер поправил автомат на коленях и продолжил. Рут слишком резко высказался о начальстве во время расформирования отряда и тоже оказался на улице. В первое время софт с ним пересекался. Потом командир куда-то пропал. Но когда узнал в голосе за дверью своего бывшего бойца открыл без промедления. Софт радостно ломанулся в квартиру, намереваясь крепко обнять здорового, как медведь командира и оторопел. Перед ним в моторизованной коляске с дистанционным управлением сидел инвалид. Обе ноги выше коленей и правая рука по локоть оканчивались культями. Молча освободив проход, Рут махнул рукой в сторону комнаты и, сжав джойстик управления, поехал следом. Рут рассказал мне о зоне, о том, как жил здесь, как внедрял сеть, как, выбираясь в очередной раз за периметр, за необходимым оборудованием попал в аномалию, как над человеческим обрубком сжалился военный патруль, вызвав вертолет и доставив его в больницу. Он предложил мне продолжить его дело. И вот, я здесь. Объясни мне один факт, дружище. Дым хмуро глядел на софта. Спрашивай, пожал плечами хакер, а почему ты послушал какой-то голос из телефона и кинул своего старого кореша. Как так получается? Ты ведь ни хрена не знаешь, кто это был. А если тебя разводил кто-то? Софт поежился. Видно было, что об этом аспекте ему говорить не очень хочется. Ну, поторопил его страж. Видишь ли, замялся софт, дело в том, что я подозреваю, кто это был. И если бы я не сделал того, о чем они говорили. Не знаю, спец это, в общем, зуб даю. Они какую-то мутную тему трое сорвать хотели, потому меня и подсекли. А что, поймать пулю лучше, чем сесть? Страш недоуменно смотрел на хакера. Знаешь, мне кажется, исход был бы одинаковым в обоих случаях. Хакер помрачнел, вспоминая красную точку лазерного прицела, пляшущую на обоих старого офиса. Они больше не звонили тебе и не пытались встретиться, просто оставили тебя в покое. Да, как-то слишком быстро ответил хакер. Никакой связи больше, это меня и удивило больше всего. Да уж, дым задумался на секунду, а костюм вскинулся сталкер. Он пересел к костерку, стараясь спастись от наступающего ночного холода. Софт кратко пересказал ему события минувших суток. Страш только удивленно таращился, слушая рассказ об оттайке на колонну. Ладно, черт с тобой, убедил. Дым сплюнул в костер. Давай подумаем, что делать дальше. Меня смущает, что они так быстро тебя здесь нашли. Более того, они наняли бандитов, а это означает, что кто-то из них уже в самой зоне. Не знаю, как они сюда попали, как тебя разыскали, но это грозит обернуться серьезными проблемами. Я рассчитывал попасть в бункер роута, там система, там управление сетью, которая, насколько я понял, все чаще отказывается работать. Верно? Страш кивнул. Ну вот, а для этого мне нужен один из научников, Шахов. Рут с ним вместе занимался сетью. Вот только все это я планировал, исходя из того расчета, что здесь мне удастся укрыться. А ты им не хочешь тупо отдать эту флешку? Дым посмотрел на хакера. А что ты думаешь, я ее с собой таскаю? Флешка единственный вариант остаться в живых в случае чего. Думаешь, возьми они меня с программой, я жить после этого буду? Софт лишь хмыкнул. Сильно сомневаюсь. Дела. Дым задумчиво потер челюсть. Слушай, а ты к нам не хочешь в клан вступить? Неожиданно предложил сталкер. Ага, нужен я вам, как телеги и пятое колесо. К вам мы с рекомендациями не очень-то принимают, а тут я, неизвестно откуда взявшийся, нарисуюсь. Типа, вот он я, прошу любить и жаловать. Мне, пожалуйста, пайку побольше и задание попроще, чтоб геморроя поменьше, а то в зоне я два дня всего, сами понимаете. Да еще за мной непонятно, кто на хвосте болтается, вы уж разберитесь с ними, а? Сарказм из софта так и сочелся. Да не тупи ты, я действующий член клана, ты мне два раза жизнь спас, здоровый как бык, меня мало кому завалить удавалось, хоть и нечестно. Опять же, сеть в твоих руках, антей по-любому тобой заинтересуется, тем более я поручусь. Я так уж и быть промолчу про наше мелкое недоразумение. А в клане тебе никакие бандюки не страшны. Дым, казалось, уже все решил. Он был искренне рад, что новый знакомый не оказался крысой. Софт ему чем-то нравился. К тому же он действительно мог принести пользу клану. Короче так, я сейчас на задании, закрываем его вместе, возвращаемся на базу и говорим с антеем. На этой жизнерадостной ноте их и накрыли. Софт еще сидел, пытаясь понять, почему с дерева над ними вдруг посыпались мелкие ветки, а дым уже прыгал вперед, сбивая хакера на землю и пытаясь отыщить его за ствол дерева. Кусты на том месте, где они только что сидели, заколыхались под бесшумными потоками свинца. Нападающий работал стволом с глушителем, не выдавая свое местоположение ни звуком, ни дульными вспышками. Если у него еще и ночной прицел установлено скорее всего так и есть, тогда вообще весело будет. При высокой дульной энергии, бесшумной стрельбе, достигаемой использованием дозвуковых патронов, отсутствием вспышки и наличием патронов СП-6, поражающих даже легко бронированную технику, вал, а это скорее всего он и есть, идеальное ночное оружие. Прижавшись к земле за стволом дерева, сталкеры переглянулись. Снова бандюки. Софт вопросительно посмотрел на стража. Шутишь? Бандосы с такими стволами? Нет, я думаю все намного хуже. Или орфы, или наемники. То есть или за мной, или за тобой. Одно из двух. Тогда давай действовать, пока они нам сами этот вопрос не разъяснили. Давай. Что предлагаешь? Хакер выжидательно смотрел на стража, готовый действовать. Нужно обойти их. Ты останешься здесь и отвлекаешь их огнем из двух стволов. Пусть думают, что мы оба здесь залегли. А я постараюсь зайти им со спины. Годится? Только почему ты думаешь, что стрелок не один. Потому что... Ты не понял еще? Он нас на видное место выгнать хочет, там снайпер сидит где-то. Если бы автоматчик хотел убить, он бы по-другому действовал. А так, видно, подобраться достаточно близко не может. Все, я пошел. Стреляй куда-нибудь и двигайся, чтобы снайпер тебя взять не мог. Аккуратнее будь. Положив перед хакером свое оружие, страж нырнул в тень. Когда он отполз достаточно далеко от костра, пришлось сделать передышку для того, чтобы глаза привыкли к ромешной тьме. Непроницаемая темнота и еще одна причина, по которой сталкеры старались не ходить по зоне ночью. Сквозь низкую облачность сплошным покровом нависавшую над зоной в любое время суток, и солнце то с трудом пробивалось, не говоря уже о луне и звездах. Пока глаза привыкали к темноте, страж достал пистолет и прокрутил в голове сложившуюся ситуацию. Позиция автоматчика должна находиться гораздо ближе, чем позиция снайпера. Все-таки как ни крутия вал, ни снайперское оружие. Да и целью стрелка было скорее выгнать нас на линию огня снайпера, заставить занервничать. Прикинув приблизительное расположение автоматчика, дым снова лег на живот и по-пластонски пополз вперед. Спустя некоторое время внутренний детектор стража дал понять, что-то не так. Приглядевшись, он увидел дрожащий воздух перед собой. Обогнув аномалию по широкой дуге, он чуть не свалился в неглубокую канаву, пересекающую путь. Тихо скатившись в нее, дым перевел дыхание и в этот момент совсем рядом послышался тихий звук, как будто кто-то негромко хлопал в ладоши. Автоматчик. Источник звука находился буквально в нескольких метрах в той же канаве, но несколько правее. На полусогнутых, держа пистолет стволом вниз, он медленно, стараясь двигаться бесшумно, направился вдоль канавы. спустя какое-то время, пару секунд, а может и несколько часов, персональное восприятие времени стража устроило забастовку. Он различил темный силуэт, едва выделяющийся на фоне такого же темного неба. А вот силуэт снова вскинул к плечу автомат и раздался звук, похожий на приглушенные аплодисменты. Дым тщательно прицарился в голову автоматчику и, дождавшись, когда софт снова откроет огонь, прикрывая его, плавно потянул спусковой крючок. Звук выстрела потонул в шуме двух автоматов, все равно оставаясь довольно громким. В запястье ударила от дачи и темная фигура ткнулась лицом в край канавы. Одним движением оказавшись рядом с трупом, дым снял с него автомат и забросил себе за спину. Пригодится. Сейчас софт истратит на отвлекающий маневр последние боеприпасы. И они останутся только с пистолетами, которым, кстати, совсем мало патронов. Обшарив рюкзак и подсумки трупа, сталкер нашел несколько пачек патронов и рассовал их по карманам разгрузки. И когда он уже был готов отправиться дальше, раздалась новая очередь и на этот раз ей громко ответила винтовка. Софт высунулся. Успев заметить вспышку, дым быстро двинулся вперед. Снайпер засел не так далеко, как ему казалось. Выбравшись из канавы, страж обошел по широкой дуге гнездо снайпера и начал подбираться к нему сзади. Да, если бы он не знал, что здесь кто-то прячется, ни по чем не заметил бы. Снайпер лежал в естественном округлом углублении на вершине небольшого пригорка, а осенний леший надежно маскировал его, позволяя слиться с ландшафтом. Сунув пистолет обратно в кобуру, дым аккуратно положил трофейный автомат на землю и, достав из ножен на бедре нож, длинным прыжком перекрыл расстояние, отделяющее его от снайпера. В буквальном смысле свалившись ему на голову, приставил лезвие ножа горло. Быстро говори, кто ты и на кого работаешь. Гусь, наемник, нанимателя не знаю, приказ отдал старшой. Наемник еле дышал под тяжестью тела сталкера. Тогда ты мне не нужен. Дым отвел руку с ножом чуть в сторону, намереваясь располосовать наемнику глотку. Стой, прохрепил тот, незадолго до задания в лагерь приходили трое черных. Прошли прямо к старшому в палатку и о чем-то с ним терлись полчаса. После их ухода сразу вызвали нас и поручили заказ. Заказ? Играть в героя наемнику Резона не было. Понятно уже, что все. Теперь только жить хочет. Наивный. Его свои же теперь завалят. Недавно, наверное, к наемникам подался. Ясно. Шли за кем. Бродяга, новичок. Говорили, что может быть со стражем. Стража сказали по обстоятельствам. Что должны были снять с трупа? Флешку. Дым кивнул, рассказ софта подтверждается. Значит, живым брать будут, чтобы флешку найти? Ну-ну, черный еще. Ладно, разберемся. Кроме вас еще кто-то есть? Сталкер слегка надавил на рукоять ножа, и по коже наемника побежала тонкая струйка крови из неглубокого пореза. Нет, только мы двое. Слушай, отпусти, а? Конечно. Спасибо за информацию. Дым двинул рукой, и наемник захрипел, захлебывая собственной кровью. Вернувшийся дым обложил меня трехэтажным матом. Он решил, что снайперу удалось меня взять. Успокоивший страж в двух словах обрисовал ситуацию. Так же, как и мне, ему ситуация не казалась приятной. На меня ополучилась половина здешнего населения. Да, шустрые ребят, твои заказчики, явно не так простые, как пел тебе твой дрон. Трой, рассеянно поправил я сталкера, да без разницы. Хреново, что черные тут отметились. А это еще кто такие? Я вопросительно взглянул на спутника. А никто не знает, кто они такие, сплюнул сталкер. Появились в зоне не так давно, заряженные новыми стволами и оборудованием по самую макушку. Заняли здание заброшенного завода и чего-то там мутят. Недавно вояки с ними схлестнулись и вроде выперли их с завода. Кто они чего хотят неизвестно. Но парни крутые реально. Мы с ними пока не бодались и как-то не особо хочется, если честно. Просто отлично. У меня начали сдавать нервы. То есть за мной охотятся какие-то типы, про которых никто ничего не знает, но зато они знают меня. И более того, готовы даже отстегнуть кругленькую сумму за то, что мне продырявит башку. Блеск. Я распсиховался не на шутку, и было отчего. Боевой товарищ оказался предателем, я влез в какую-то непонятную, явно опасную игру, отказавшись вернуть флешку с программой. А теперь еще за мной гонялись все головорезы зоны. Я со злостью пихнул рюкзак ногой, потом тяжело опустился на него, и чтобы хоть чем-то занять руки, принялся набивать магазин презентованного мне дымом вала. К его автомату патроны еще были, а вот у меня беда совсем. Один магазин остался. Дым отошел в сторону и принялся осматривать трофейную СВУ. Внезапно послышался шум, деревья вдали трещали и раскачивались как от сильного ветра. Слышался разноголосый лай, повизгивание, громкий топот. Шум все приближался. Что это? Я тревожно посмотрел на стража. Гон! Изменившееся лицо стража мне совсем не понравилось. Глава пятая Выпей с нами пиво, парень! С вами был Игорь Негода. Так называемые дикие сталкеры стоят особняком среди контингента зоны отчуждения. Это местные жители, вернувшиеся домой после первого взрыва и пережившие второй. Второй взрыв и большой всплеск изменили этих людей. Мы их считаем мутантами. Они не могут жить вне зоны, и потому для нас особенного интереса не представляют. Дикие живут по своим законам, никогда не покидают зону и не занимаются контрабандой. Они просто живут здесь. Формально их не существует. Не трогайте диких, если не хотите в один прекрасный момент сдохнуть, так и не поняв отчего. Не трогайте их, и они не тронут вас. Помогите дикому, и он ответит тем же. Но лучше с ними все же не контактировать. Из водного курса лекций для новобранцев изоляционных сил. Уже больше часа они сидели на толстых ветвях раскидистого клена. Ствол был изрядно искорежен мутацией, а сам клен был в несколько раз толще и выше обычного дерева. Будь дерево обычным, удар сходящий с ума огромной твари, едва не стряхнувший их с импровизированного насеста несколько минут назад, выворотил бы многострадальное дерево с корнями. Но мутировавший клен запустил корни глубоко в землю, и легкий испуг был единственным последствием атаки мутанта. Софт с неподдельным интересом следил за фантастическим виварием, представители которого проносились буквально у него под ногами. Ужасные создания, представить которых нельзя и в кошмарном сне. Стай собак, покрытых язвами, стада мелких тварей, похожих на смесь крысы и кенгуру, табуны клыкастых кабанов, непонятные колышущиеся туши, вопящие на все лады. Молодой болотник с воем отшвырнул ударом когтистой лапы замешкавшегося подземыша. Поднявшись, тот даже не подумал атаковать обидчика, хотя неподалеку то тут, то там мелькали сутулые фигурки его сородичей, которые поддержали бы соплеменника в этой ситуации. Никто не кидался на своих извечных врагов, все хотели одного, уйти от опасности, заставивший таких разных существ в едином порыве спасаться бегством. Вот только что это была за опасность. Все это буйство софт снимал на камеру коммуникатора, да им не считал себя большим экспертом по всякого рода электронным девайсом, но готов был поклясться, что гаджеты у хакера выглядят очень уж нестандартно. Явно не серийного производства приблуды. Даже по сравнению с его собственным карманным компом, разработанным, как и вся техника стражей по спецзаказу в лабораториях ученых, коммуникатор софта выглядел серьезнее. Да и то, что будучи включенным в общую сетку и активно помогая хозяину, прибор в этой самой сетке не отображался. Тоже добавляло ему очков. Но, несмотря на все высококлассное оборудование и спецкостюм, сейчас было отчетливо видно, парень в зоне впервые. Более опытный сталкер смотрел бы сейчас не на экран, на ладонника. Запечатлевая бешенство мутантов, а на небо, на севере зоны, пытаясь высмотреть признаки грядущего всплеска, которого, кстати, ну никак не должно было произойти, потому что со времени последнего разгула аномальной энергии не прошло и недели. Однако зона любит устраивать сюрпризы. Она, будто издеваясь, подкидывает новую загадку к опошающимся на ее покрытом язвами теле жалким людишкам. Как раз в тот момент, когда они пребывают в полной уверенности, все загадки разгаданы, закономерности найдены, и у обильной кормушки под названием зона секретов от них нет. В зоне нет ничего постоянного, это аксиома, а тот, кто в этом сомневается, либо туп, либо в ближайшем будущем труп, что в здешних местах в принципе одно и то же. А признаки грядущего всплеска были, небо постепенно приобретало красноватый оттенок. В совокупности с безумством мутантов это означало, что скоро над мертвыми территориями пронесется пульсирующий вихрь аномальной энергии, сметая все живое на своем пути и в очередной раз перекраивая эту многострадальную землю на новый лад и к этому моменту желательно находиться в укрытии. Когда поток мутантов иссяк, дым решительно полез вниз. Нужно было уходить. Идем в бар, скомандовал страж, когда они спустились на землю. Бар? Какой еще бар? Судя по взгляду Софта, он решил, что дым повредился рассудком. Дикий бар. Дым разговаривал уже на ходу. Время терять было нельзя. Чего? Какой еще дикий бар? Софт уже привычно пристроился к нему в гильватор и, следя за тылом, закидывал стража вопросами. Да, плохо ты все-таки сеть сталкерскую штудировал. И что бы ты без меня делал? Дым не удержался от подначки. Дикие это в основном бывшие жители этих мест, вернувшиеся сюда после катастрофы. Они не желали жить вдали от дома и потихоньку тянулись сюда из мест эвакуации. Мародерили понемногу, обустраивали свой быт. Правительство смотрело на это сквозь пальцы. И вторая катастрофа застала их практически в эпицентре. А как же эти люди выжили? Любознательности Софта не было предела. Они как бы не совсем люди уже. Потому и дикие. Мутанты? Догадался Софт. Но как? Ты же страж, как они это воспримут? Да нормально. Я у них не раз бывал. Дело в том, что официально их мутантами не считают. Да и пользы от них намного больше, чем вреда. Никто не знает зону лучше них. Стражи их не трогают, в ответ они оказывают небольшие услуги. Но только тогда, когда это выгодно им самим. Дикие самый закрытый и загадочный клан. Но если не считать черных, конечно, Дикие открыли свой бар, являющийся одновременно их штаб-квартирой. Пускай туда всех желающих, но на их территории действует одно железное правило. Никаких разборок и сведений счетов. Так что даже если там мы встретим тех, кто тебя заказал, они будут сидеть смирно и не рыпаться. Никто не идет против Диких. А с теми, кто пытается это сделать, происходят странные и страшные вещи. Так что будь спок. Да уж, будешь спок с вами, алкаши несчастные. Дым аж остановился от неожиданности. Почему это алкаши? А почему иначе у вас тут все штаб-квартиры в барах находятся? Парни пару секунд смотрели друг на друга, а потом расхохотались. Спустя еще с километр тропа сделала резкий поворот и, пройдя через рощицу, они оказались у входа в бар диких сталкеров. Дым постучал в дверь и ржавая жесть загуляла под его кулаком. В двери приоткрылось смотровое окошечко и оттуда высунулся длинный нос с бородавкой на кончике. А, страж, честь и совесть зоны! Скрижищем, как лезвие по стеклу голосе слышался нескрываемый сарказм. Ну, заходи, гостем будешь. Кого это ты с собой притащил? А есть разница кого? Хмуро поинтересовался дым. Да без разницы, хоть подземь, хоть бродяг честный, хоть к первым я с больше симпатии отношусь. Нос заколыхался и раздался звук, видимо, означающий у этого индивидуума смех. Хорош ржать, открывай давай. Открываю, открываю. Нос продолжал колыхаться, видимо, собственная шутка показалась дикому ужасно смешной. Внутри что-то загремело и дверь, не издав ни звука, тяжело отворилась. Да, ветхая она оказалась только снаружи. Изнутри это было несколько сантиметров сейфовой стали с хитрой системой запоров. Переведя взгляд на обладателя длинного носа, я невольно вздрогнул. Выпирающий шнобель был далеко не самой колоритной чертой его обладателя. Лишенная волос шишковатая голова, покрытая коричневой бугрящейся кожей, выглядела так, будто моют ее исключительно в кислоте. Правый глаз, огромный весь в черных прожилках, практически вылез из орбиты, в то время как левый представлял собой лишь узенькую щелку. Большие, сплошь покрытые мускулами руки, сжимали огромный дробовик, казавшийся в этих руках игрушкой. Ствол смотрел на нас. Так, ребятки, заходим, пушечки у двери оставляем, я их потом аккуратно приберу. Я покосился на страже, но он молча снял автомат и поставил его в пирамиду. Кивнув мне при этом, мол, дескать, так положено. Пришлось оставить свой ствол. И пистолетики незабываемые ножки тоже. Продолжал скрипеть Шнобель, как мысленно прозвал я его. Слышь, организм, а хлеб я чем резать буду? Возмутился дым. Ты же прекрасно знаешь, если мне надо будет я и без ножа, то такой кипиш на виду мало не покажется. Знать-то знаю, на порядке одинаковый для всех, а хлебуш к тебе уже порезанным подадут, если есть чем платить, конечно. Шнобель опять гнусно захихикал. И давайте пошевеливайтесь, всплеск скоро начнется. Мы переглянулись и, оставив споры, сдали холодное оружие. Двигайте, куда идти, я думаю, в курсе. Не поменялось ничего. Дым толкнул еще одну дверь, за которой открылся узкий коридор железной лесенки, ведущей вниз. Спустившись по лестнице, открыв еще одну дверь, мы оказались в немаленьком зале. Бар практически ничем не отличался от подобных заведений на большой земле, вот только внешний вид посетителей не давал забыть, где мы находимся. пыльники, сталкерские куртки, боевые комбинезоны, респираторы, объемные рюкзаки, стоящие возле столиков. Нам кажется, повезло. Среди людей, нашедших здесь убежище от всплеска, не было заметно ни одного орфа или бандита. В углу зала возвышалась импровизированная сцена, пара столиков возле нее пустовала. К одному из них мы и направились. Сбросив изрядно надоевший рюкзак, я с наслаждением вытянул ноги. Ну что, по пивку? Весело кивнул я дыму. В первый раз после пересечения периметра я находился в относительной безопасности, и это расслабляло. Какое пиво? Ты хочешь обливать здесь все? Вытрущился на меня страж. А-а-а, ты же еще всплеска не чувствовал. Вокруг смотри, видишь, чтобы кто-нибудь пил. Я огляделся, и правда, все сидящие в зале в полголоса переговаривались между собой, но ни у кого на столе выпивки видно не было. И тут началось. Свет мигнул и погас, в висках заломило, резко закружилась голова. Тошнота тугим комком подступила к горлу. Низкочастотный гул, нарастая, заполнил залп. Сердце гулка застучало, набирая обороты. Потом мощный поток сотряс стены подземелья, и я отрубился. Скорее всего, сознание оставило меня всего на пару секунд, но когда я очухался, все было тихо. Немного подташнивало, но в целом состояние было нормально. Света в зале все еще не было, но по всему было видно, что катаклизм миновал. Спустя несколько минут появилось и освещение. Самые ушлые или бывалые уже столпились у стойки. Это что было? Выдавил я. Всплеск спокойно произнес дым. Он тоже выглядел не лучшим образом, но приходил в себя быстрее, чем я. Вот теперь и попивку можно. Заодно попробую о ночлеге договориться. До завтрашнего утра все равно никуда идти не стоит. Дым встал. Давай, мне светло возьми. Какое будет? Ухмыльнувшись, дым проследовал к бару. Вернулся он минут через пять с двумя литровыми баклажками жигулей и двумя бокалами. Поймав мой недоумевающий взгляд, он широко улыбнулся. Не парься, скоро основной заказ подоспеет. Это так, чтобы не заржаветь в ожидании. Ну, давай за знакомство, что ли? Он подмигнул мне. Мы сдвинули бокалы. Я оприходовал свое пиво в три глотка по-байкерски, как когда-то показывал знакомый бородач. Первым глотком ровно половину сосуда, вторым половину от этой половины и, наконец, третьим допил оставшийся. Силен, бродяга! Дым смотрел на меня с искренним удивлением. Ты часом не алкоголик? А то я основной заказ отменю, пока не поздно. Широкая улыбка на лице товарища шла в разрез его подозрительным тоном. Наполнив бокалы по второму разу, мы откинулись на спинке стульев, смакуя напиток. В принципе, смаковать там было особо нечего, но когда поскачешь по колдобинам пару дней да в полной выкладке, да еще когда на голову постоянно какая-нибудь хрень валится и не такой божественным нектаром покажется. Вдруг у меня на запястье завибрировал коммуникатор, и тихое шуржание, веселые пиликни, и звуки ползущих по столу вибрирующих на ладоников стало вдруг слышно со всех сторон. Я открыл необычное сообщение. Красные строки на черном фоне. Сводка некрологов. Пузырь нейтрал болото всплеск. Халк нейтрал кладбище техники дырокол. Стейси нейтрал периметр пулевой в голову. Список тянулся на несколько экранов вниз. Я положил коммуникатор на стол и огляделся. В баре наступила тишина. Она продержалась пару минут, а потом люди вдруг не сговаривая загомонили. Халк ушел же недавно. Говорили ему сиди нет же, успею, успею, вот и успел. Вы слышали? Рыбак, он же фартовый какой был, ептель. Закончился фарт, получается. Такой гомон продолжался еще некоторое время, а потом от стойки донеслось гулкое. Помолчим, организмы! Наступила тишина. Я вопросительно взглянул на дыма. Минута молчания по погибшим шепнул мне сталкер. Я затих. Тишина прервалась хлопком мощной ладони по барной стойке. Разбирайте за счет заведения помянем. На стойке выставился длинный ряд пивных кружек. Сталкеры вытянулись в длинную очередь к стойке. На местах остались лишь мы с дымом и четверка хмурых парней. Парни копались в снаряжении, подгоняя ремни, застегивая пряжки и поправляя подсумки. Не сговариваясь, они встали, подхватили рюкзаки с притороченными к ним шлемами и двинулись на выход. Ох, прольется сегодня кровушка-то мародерская, присвистнул дым. С чего это? Снова не понял я. Эти четверо они состоясь ходили. Пулевое в голову на периметре только мародеры, больше некому. Думаю, несколько дней мародерам жизни не будет. Надо своим мяукнуть, пусть подстрахуют ребят. Хорошее дело делать пошли, хоть и не по самому лучшему поводу. Дым зарылся в меню коммуникатора, набивая сообщения на базу стражей. «Да уж, собрала озона кровавую жатву». После всплеска расположение аномалий меняется, увеличивается количество артефактов, а мутанты на некоторое время стихают. Это время самые ушлые сталкеры используют для того, чтобы пройти как можно большее расстояние, забраться в ранее недоступные локации и добыть артефакты, которые в обычное время попадаются редко. Самые отчаянные уходят, едва придя в себя после воздействия аномальной энергии. Вот они и находят тех, кому не повезло. Или их находят более удачливые коллеги, идущие следом. Хорошим тоном считается отправить в сеть сообщения некролог. Некрологи снабжаются специальной пометкой и два раза в сутки рассылаются подписанным на сводку сталкерам. И каковы наши дальнейшие действия? Я посмотрел на стража поверх бокала. Сначала выпить и закусить, после этого выспаться в обстановке хотя бы отдаленно приближенной к нормальной. Завтра двинемся к биофарму, закончим дела и на базу решать твои вопросы. Ты еще не отказался от этой идеи? Не думаю, что ваше начальство спит и видит, как бы заполучить в свои ряды чувака, за которым ползоны бегает. Предоставь это мне. Тут принесли основной заказ, и все негативные мысли вышибло из моей головы напрочь. Большая сковорода жареной картошки с хрустящим лучком, грибами и мясом, соленые огурчики и большая бутылка чего-то явно крепко алкогольного весьма повышают настроение. Не спрашивай меня, что это мясо и откуда грибы, не стоит портить аппетит, пошутил страж. Но мне было не до этого. Я с таким энтузиазмом накинулся на еду, что дым только див удался. Он молча подвинул к себе стаканы и наполнил их. Первая рюмка заставила меня попихнуться, вторая пошла намного лучше, а после третьей мир стал казаться прекрасным, а все люди братьями. Я основательно захмелел и буквально растекся по стулах. Водка, оказавшаяся вполне недурственной, после выпитого пива заметно шибала в голову. На сцену поднялся какой-то паренек и стал настраивать гитару. Я пригляделся к нему повнимательней. Да уж, среди всех этих воинов зоны парень выглядел воистину чужеродным элементом. Молодой, на вид ему нельзя было дать больше двадцати двух, двадцати трех лет, в черных джинсах и черной же куртке-косухе, с повязанной на груди красной лентой. Картину дополняли длинные светлые волосы, собранные в хвост и спускавшиеся почти до пояса. Худощавый и высокий, с длинными музыкальными пальцами. Дым, а кто это? С удивлением спросил я. А, это? Это аскет, местная, можно сказать, достопримечательность. Сталкер, бард и анархист. Беспредельщик, что ли? Не понял я. Не, самый, что ни на есть натуральный, анархист. Занятный персонаж. В это время раздался быстрый и резкий бой гитары. Зал притих, а парень, чуть пригнувшись к микрофону, запел хорошо поставленным голосом. Что-то про ядерную зиму и городских алкашей, спрятавшихся от нее в разваленном сарае с двумя ящиками вина. Я поймал себя на том, что отбиваю такт рукой по колену. Что поделаешь, всегда любил рок, а парень играет очень и очень неплохо. Песня закончилась, бар одобрительно загудел. У меня у самого приподнялось настроение, даже как-то теплее стало и радостнее. Все же музыка великая вещь. Очень расслабляет и на нужный лад настраивает. Особенно в такой обстановке. Дым. А давай еще по одной. В голову мне ударило резко и мощно. Язык уже заплетался, но душа упорно просила продолжения. Да, огненная вода у диких что надо. Мы, чокнувшись, выпили. Со сцены теперь в зал лилась медленная меланхоличная мелодия и мое настроение моментально перестроилось, окрасившись в такие же меланхоличные оттенки. Со стаканом в руке я внимал пению Барда. Он уже подошел к финальной части песни и ее слова западали мне прямо в душу. Заплаканные окна, затоптанная снегом боль. Как больно понимать, что больше не вернусь домой. Я больше не приду и двери не открою ногой. Я буду крепко спать и знать, что был всегда молодой. Примечание Песня всегда молодой группы «Аномальный синдром». Конец примечания Перед глазами пронеслись события последних сумасшедших месяцев, последние дни, проведенные в зоне, постоянное напряжение. Я вдруг почувствовал, что очень устал. Не физически, тело быстро вспоминало старые уроки. Устал морально. Я как будто разом постарел лет на десять, и эти лишние годы невносимо давили, пригибая к земле. Эй, эй, софт, пойдем-ка, наверное, друг, наверх. По-моему, тебе пора отдохнуть. Страж подставил мне плечо, я тяжело оперся на него и, волоча по полу рюкзак, поплелся за ним. Комната представляла собой узкую конуру с двумя койками, сейчас пристегнутыми к стене, колченогим табуретом, покосившейся тумбочкой и тазом с водой. Небывалая роскошь в зоне. Впрочем, мыться в этой воде дым не собирался, как бы не хотелось. Пес его знает, какую воду дикие считают чистой. Софт тут же откинул одной скуйкой, тяжело рухнул на нее, моментально захрапев. Дым же, влекшись на свое, закинул руки за голову и крепко задумался. Рассказ Софта не очень его удивил. Бывает всякое. Он пожалел парня, но сейчас в голову стали лезть разные мысли. А правильно ли он делает волоча парня за собой? Он ведь собирается отвезти его в схрон клана. Мало того, что такие секреты в зоне хранятся пуще зениц, ока, так Софт уже совершил одно ограбление. Стоит ли ему верить? Вдруг вся эта душесчипательная история была придумана лишь для того, чтобы дым не пристрелил мародера. Да-да, как ни крути, Софт, мародер. А если он обманул дыма, то еще и бандит. И сейчас он планирует ограбить схрон стражей и умертвить уже его дыма. Бред! А если не бред? И тут заговорил ехидный голосок в его голове. Мародер, говоришь, бандит? А ты вспомни, родной, как сам в зону попал. Не хочешь? А ты вспомни, 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 вспомни. В зону дым бежал, спасаясь от правосудия. Однако не было ни героической повести о девушке, вырванной из лап хулиганов. Один из которых оказался сыном местного бонза. Нетрогательная история о сопернике милиционер. Была горькая правда проупившегося в хлам быка Антона Воронова, наемника только что вернувшегося из своей второй по счету зоны локального конфликта и отмечающего это эпохальное событие в одном из баров. И была незнакомая девушка из компании за соседним столиком, которую он вдруг захотел каким-то животным, неестественным желанием, и которую он взял грубо, силой, в туалете того же бара, изрядно поломав ее защитников. Девушка плакала от страха, стыда и бессилия, и лози лицом по немытой стене туалета, а он удовлетворял свою разбушевавшуюся похоть. Потом он ушел, бросив ей в лицо несколько смятых купюр. Тогда это показалось ему невероятно крутым. В зале его уже ждали сотрудники милиции, поступившие затем в районное травматологическое отделение с повреждениями различной степени тяжести. Наутро, протрезвеев, мучаясь ужасной головной болью, он вспомнил все и едва не вскрыл в себе вены. Помешал этому только отряд спецназа, взявший штурмом его квартиру. Сработал инстинкт самосохранения, вдалбливавшиеся новобранцам на плацу инструкторами, впитанные вместе с потом и кровью. В этот раз обошлось без жертв, он просто ушел через крышу соседнего дома, который то ли не успели, то ли не догадались отцепить. Он бежал не от правосудия, он бежал от глаз той девчонки, которую неминуемо увидел бы на суде. Знакомый, такой же, как и дым, солдат удачи, согласился помочь попасть туда, где его никто искать не будет, в зону. Попав за периметр, он, на прополу и перг ее центру, не зная, куда и зачем он идет, втайне надеясь влететь в аномалию или попасть в когти к какому-нибудь мутанту, один, без оружия и снаряжения, без знаний о зоне и повадках ее обитателей. Он должен был неминуемо погибнуть, но вместо этого он выскочил на израненного стража и чисто на рефлексах допер его на себя до базы группировки. Сработал механизм, глубоко запрятанный в подсознании железные правила «Спецназ своих не бросает». И хотя он давно не был спецназовцем, а страж не являлся своим, он не смог его оставить там, на той поляне. Страж оказался заместителем Антея по воспитательной работе и Антону предложили вступить в клан. Он согласился, надеясь начать новую жизнь, оставив прошлое за периметром. Когда его спросили, как его зовут, он коротко ответил, наблюдая за белесой дымкой, затягивающей горизонт. Дым. Так умер спецназовец-наемник, а с недавних пор еще и опасный преступник Антон Вороной. И родился сталкер Дым, исполнительный солдат и верный товарищ. Сейчас Дым думал о судьбе. Ведь и софт мог пройти мимо, не откликнувшись на призыв о помощи, испугавшись или просто не захотев влезать в чужие разборки. И сейчас бы его Дыма, кости, таскали бы по зоне слепые собаки. Быть может, он остался в живых и попал к стражам только потому, что кто-то там, наверху, кто-то, кто решает, что хорошо, а что плохо, решил, что именно он должен помочь этому парню, храпящему сейчас в соседней кровати. Потому что у него действительно беда, а рядом никого нет. Дым сам не заметил, как задремал. Под аккомпанемент противоречивых мыслей, так настойчиво шуршающих в его голове, он провалился в глубокий спокойный сон без сновидений. Глава шестая Путь к биофарму Субтитры Биофарм. Комплекс исследовательских лабораторий, созданный перед первым взрывом на базе научно-исследовательского аграрного института. Локация Биофарма – последняя условно чистая местность. За корпусами института начинается настоящая зона, в которой, я надеюсь, бывать вам придется как можно реже. Даже самые безголовые сталкеры предпочитают не соваться в глубокую зону. Биофарм – одно из стратегически важных мест, один из наших форпостов в зоне. Почему? Об этом тем из вас, кто получит спецдопуск, расскажут в особом отделе. Из вводного курса лекций для новобранцев изоляционных сил. Я проснулся от ужасающей сухости во рту, головной боли и еще от того, что кто-то настойчиво тряс меня за плечо. Да, водочка у Дики хороша. Но из чего же они, суки, ее гонят, если после нее так хреново? Давай, Софт, вставай, подъем! Дым явно решил взболтать все содержимое моего желудка. Мне кажется, этому парню суждено стать величайшим кайфоломом в моей жизни. Вчера музыку не дал послушать, сегодня будет ни свет, ни заря. Лучше бы пиво принес. Что случилось? Мне категорически не хотелось принимать вертикальное положение. Черное! Любить твой Майкрософт! Но когда это закончится? Я рывком сел на кровати, за что немедленно поплатился. Мою многострадальную голову пронзила дикая боль. Шнобель. Оказывается, в комнате мы были не одни. В дверях, ухмыляясь, стоял Шнобель. Я бы на вашем месте, парни, валил бы, отсюда только пятки сверкали бы. Так что там с черными? Мой организм прекратил попытки исторжнуть из себя всю вчерашнюю вкуснятину, и я вроде начал соображать, хотя и туго. Внизу они с Гризом тележат, втроем пришли, хотя подозреваю, что снаружи их намного больше. Гриз — это главный у диких, это я знаю, это мне Дым вчера рассказывал. И чего они хотят? Кончай тупить, нас они хотят, тебя, по крайней мере, точно. В разговор вмешался страж. И если мы быстренько не свалим, искомое они таки получат. — Гриз время тянет, а меня послал вас предупредить. Проскрепил Шнобель. — А с какой стати вы нам помогаете? Подозрительно взглянул я на Дикого. — Потому что правила у нас такие. Никто наших гостей обижать не должен. — Снаружи пусть вас хоть едят сырыми, а вот внутри вы под нашей защитой. Ну что ж, и на том спасибо. Я метнул в рот какие-то таблетки, которые мне сунул дым, и мне буквально сразу стало ощутимо легче. — Где стволы наши? — Внизу остались. Палево было их наверх тащить. Вот. И Дикий сунул мне в руку свой чудовищный дробовик. Дым проверял свой кольт, который вчера как-то умудрился протащить в бар. — А ножи? С любимой барракудой мне крайне не хотелось расставаться. Она мне была дорога, как память, и за ней я, наверное, пошел бы вниз, невзирая на черных. Привязываюсь к вещам, есть такая слабость у меня. — На! Из рукава Дикого Сталкера вынурнула моя любимая игрушка. Думал, не вспомнишь, хотел себя оставить. А может, продашь? — Не продается. Я быстренько запихал нож в наплечные ножны. Подтянувшись за рюкзаком, распустил шнуровку и достал оттуда вал, который благоразумно уложил в рюкзак, еще сидя на дереве во время гона. — Контрабандисты! — прошипел Шнобель. Цыц! Взвесив на руке дробовик и автомат, я протянул Мосберг дыму. — Держи, кажется, ты громкие игрушки любишь. Будет пара к твоей карманной артиллерии. Давай, Сусанин, веди нас. Я надеюсь, запасной выход у вас тут имеется? — Имеется. Только вот... — Что только вот! — передразнил я Дикого. — Вы за столик и ночлег не расплатились. Вот шкура. Нас сейчас мало-мало резать будут, а ему бабки подавай. Все они одинаковые, хоть дикие, хоть цивилизованные. — Держи! — дым бросил ему контейнер. Углядев, в нем сердце саламандры дикий аж расцвел. — Наживется на нас, скотина, как пить дать. — За мной! — Распахнув дверь, Шнобель быстро зашагал по коридору. Снизу доносились звуки разговора на повышенных тонах. Внезапно они сменились глухими ударами, а после прогремел выстрел из дробевика. Видать, любят дикие такие убойные вещи. — Бегом, бегом! Шнобель явно нервничал, но подгонять нас было не нужно. И так было ясно, что внизу происходит что-то нехорошее. И это сулит нам большие неприятности. — Вот! Шнобель приоткрыл неприметную дверцу. — Вылезите на заднем дворе возле контейнера с мусором. — Да хоть в канализации! Бывай, не хворай! — Аскету передай, клево играет! С этими словами я нырнул в тоннельчик. Видимо, когда-то это был вентиляционный канал, но дикие приспособили его под свои нужды. Споткнувшись, я чертыхнулся и врубил подсветку коммуникатора на максимум, поставив зарубку в памяти разжиться тактическим фонарем к автомату. Страж за спиной тяжело вздохнул. — Что такое, друг? Почему-то меня накрыло какое-то бесшабашное веселье. То ли адреналина мало, то ли дымовы, колеса хитрые какие-то. — Автомат! И страж снова вздохнул. — Что, автомат? — не врубился я. — Табельные выговоры теперь влепят, — угрюмо пробурчал дым. — Вот чудак-человек! Тут бы живым остаться он! Я хотел рассмеяться, но вовремя вспомнил, как за ножом своим чуть не поперся. — Не боись, разрулим все, вернемся. Никуда он не денется. — Наверное. — Дэйм снова вздохнул. Наконец тоннель кончился вертикальной шахтой. Из ее стены торчали заржавленные скобы, и я, не раздумывая, полез вверх. Добравшись до люка, перекрывавшего выход, я аккуратно отодвинул его и, слегка высунув голову, осторожно осмотрелся. Метры в десяти от люка маячила фигура в черном кабинезоне. Других поблизости видно не было. Воспользовавшись тем, что черный смотрит в другую сторону, я выбрался из шахты по плечи, прицелился, положив вал на край бетонного кругляша, окаймлявшего выход, и плавно нажал на спуск. Автомат коротко прохлопал, отсекая очередь в три патрона, и черный бесшумно осел на землю. — Вот тебе, сука! Нихер за мной гоняться, понял? — Второй раз после длительного промежутка времени я убил человека, нападая первым. Но, странное дело, не почувствовала никаких угрызений совести. Абсолютно. Наверное, потому, что знал, не я, так меня. Бей первым, уходи, красавчиком. Вот и все. Я полностью вылез из люка и, присев на дно колена, повел дулом по сторонам, прикрывая выбирающегося стражи. Но куда теперь? Я вопросительно посмотрел на напарника. За забором пустырь, чуть дальше холмы начинаются. Там оторвемся, наверное. — Наверное, брат, сегодня не катит. Сегодня нам только наверняка подходят. Подбежав к забору, я присел, сложив ладони лодочки и уперев их в колено. Дым, едва оттолкнувшись, рыбкой перелетел через забор. И неслышно приземлилась она другой стороне. — О, подготовочка у парня. Надо будет потом поинтересоваться, где служил. Может, пересекались где? Не думаю я, что у стражей так муштруют. Перемахнув через забор, я приземлился рядом с дымом. Полностью инерцию погасить не удалось. Все-таки сказывается тупое сидение на стуле в качестве офисного планктона. Тело еще долго оживать будет. Перед нами был пустырь, через который до невысоких холмов было метров триста. Практически рукой подать. Ну что, рванули? Я посмотрел на стражей. Рванули. И мы побежали. Преодолев примерно половину расстояния, отделявшего нас от спасительных холмов, я скорее за грифком почувствовал, что увидел погоню. И правда, через секунду вокруг нас засвистели пули, вздымая куски дерна. Ну все, приплыли. Какими бы отвратительными стрелками ни были черные, как бы мы ни петляли, нас все равно срежут, чисто как в тире, до того момента, как мы пересечем пустырь. Внезапно сзади раздался нарастающий шум, вскоре превратившийся в рев двигателя и истошный виск тормозов, после чего пули гулко забарабанили по металлу. Эй, беженцы, давай сюда! Из пассажирской дверцы потрепанного уазика выглядывала лохматая голова в яркой бандане. Такси до Дубровки заказывали? Это было спасение. Это был аскет. Едва мы успели нырнуть в заранее распахнутую заднюю дверь, как Барт утопил педаль акселератора до упора, и машина с пробуксовкой сорвалась с места. Заднего сидения не было, так что мы с дымом мотылялись по всему багажному отсеку, как шарики в детской погремушке. Наконец я сориентировался и ухватился за ручку над дверью. Зафиксировавшись, я огляделся. Заднюю дверь занавешивало черное полотнище, на котором была изображена огненно-красная стилизованная буква «А» в круге. К приборной панели был прикручен какой-то ржавый ящик, резко контрастирующий жидкокристаллическим дисплеем, утопленным в нем. Время от времени на дисплее появлялись красные точки, от которых по серому фону расходились концентрические круги. Когда точка оказывалась ровно посередине, наш водитель, отчаянно матерясь и лихо выкручивая руль, менял направление движения. Тут я обратил внимание, что несмотря на интенсивную стрельбу, в брезентовом тенте нет ни одного отверстия, «Да, если черные все делают так же, как и стреляют, мы можем спать спокойно», — протянул я. В ответ аскетт проорал, оглянувшись назад и пытаясь перекричать рев двигателя. «Да нормально они стреляют, просто у меня по всей машине ожерелья рассованы». Я в недоумении замолчал. «Ожерелья? Какое отношение они имеют к стрельбе-то?» Зато дым проявил оживейший интерес. «Это ж сколько тогда твоя тачка по деньгам затянет?» «Много, чувак, много!» Мне еще и детектор. С этими словами он щелкнул по ржавому ящику. «Такие люди до ума доводили ух!» «Мощнейшая штуковина!» Заметив мое выражение лица, дым поспешил объяснить. «Ожерелья — это артефакт такой, дорогой, жуть!» Он пули отводит. «А я проснулся, слышу, разборки какие-то в баре!» Продолжал орать аскетт. Выглянул, тип, какие-то стрёмные. «Ну, думаю, добром дело не кончится, дергать надо!» «Выехал, слышу, стрельба, смотрю, вы и по полю скачете. Надо, думаю, помочь добрым людям!» «А ты всем вот так помогаешь!» В это утро моя подозрительность зашкаливала. «Чувак, настоящий анархи — это свобода мыслей и поступков! А вы, я так понял, совсем не рвались с этими типами знакомиться! Вы сами выбрали, ко мне или к ним, верно?» «Вот же, и не поспоришь ведь!» «А вам куда ехать-то надо?» «Нам к биофарму желательно бы. Если где-то неподалеку высадишь, самое оно будет!» Вступил в разговор дым. «Да без проблем! Хоть до самых ворот!» «А ты не боишься вот так переть напролом?» «Да еще после всплеска вдруг аномалия!» «Да я ж говорю, детектор офигительный!» «Он любую пакой за сто метров чует!» В этот момент то ли офигительный детектор не заметил довольно мощную гравиоаномалию, то ли сам аскет ее прохлопал, отвлекшись на разговор. Как бы то ни было, машина сильно тряхнула, и мы взмыли в воздух. Сначала к дыму вернулся слух, потом зрение, а когда он снова смог владеть своим телом, тут же пожалел об этом. Все кости болели, суставы выкручивало в глазах, двоилось и слегка мутило. Еще бы! Второе сотрясение за два дня. Сначала Софт прикладом заехал, теперь еще на чудо УАЗе навернулись. Страж осмотрелся. Невдалеке все еще продолжали крутиться колеса перевернутого автомобиля. Софт, привалившись спиной к огромному булыжнику, инспектировал свой рюкзак на предмет целостности имущества. А Аскет, стоя на коленях, вздыхал над разбитой гитарой. Вот он встал, размахнулся и забросил гриф в одну сторону, а останки резонатора в другую. После этого, вытряхнув гитарный кофр от щепок, анархист полез зачем-то в салон машины. А не рванет? Крикнул след дым. В ответ прозвучало что-то, что можно было с одинаковым успехом идентифицировать, и как не рванет фигня все это. И как сгорела хата, гори сарай. Махнув рукой, дым поискал дробовик, и оказалось, что он на нем сидит. Вытянув ружье на свет божий, страж критически оглядел его, и со вздохом, к сожалению, зашвырнул вслед за гитарным грифом. Оружием еще можно было пользоваться, но только после, в буквальном смысле, доработки напильником. Приклад треснул, и из него торчало великое множество острых щепок. Он достал из кобуры пистолет, повертел его в руках и сунул обратно. Семь патронов в магазине, еще штук пятнадцать в рюкзаке. Немного. Хотя толку с пистолета-то, даже с такого. В клане над ним посмеивались из-за этого динозавра, приводя кучу достоинств современных моделей. Но дым любил этот реликтовый пистолет. Мощный, красивый. Ну и что, что патроны, дефицит. Он же находит их как-то. Аскет вылез из салона автомобиля, выглядел он теперь весьма воинственно. На бедре, в явно самодельной кобуре, покоился обрез тозовской вертикалки. Пояс обнимал патронтаж. А на плече демократичный строгий АК-47 с деревянным прикладом. Приглядевшись к автомату, дым не смог удержаться и заржал в голос. Приклад автомата был ошкурен до белизны и раскрашен под хохломо. Аскет бросил на стража взгляд, будто говорящий. Чтоб ты там понимал. За спиной у Барда висел небольшой рюкзачок, а в руках он держал гитарный кофр, ставший весьма увесистым. Видимо, в нем были ожерелья, исплоховавший детектор аномалий. Софт раскрыл ноутбук и хмурясь, смотрел на дисплей, время от времени нажимая какие-то клавиши. Видимо, проверяет технику на работоспособность. Дэм подошел к Барду. Ну, что? Куда ты теперь? Не знаю. Дэм уж, наверное, корфом. Попробую уломать их, помочь машину эвакуировать. Бобик мой крепкий, под шаманью чуток и как новый будет. Ты уж извини, что так получилось. Дэм виновата посмотрел на Скета. Да ладно, чувак, не парься. Зато как прокатились-то с ветерком. Да уж. Ну что, ты готов? Дэм обратился к хакеру. Биофарм рядышком. За час-полтора дойдем до зоны. Софт закрыл лэптоп, сунул в рюкзак и приблизился к ним. Спасибо. Он стиснул ладонь анархиста в крепком рукопожатии. Не знаю даже, как бы мы без тебя выбрались. Да ладно, ерунда. Будете поблизости, заходите. Выпьем, споем. С удовольствием. Видно было, что Софт говорит искренне. Вот только дела разрулим и сразу к тебе. Ну, значит, увидимся. Удовлетворенно сказал Аскет. Давайте, парни, удачи. Пусть это странное место под названием Зона хранит вас. И тебе того же. Практически в один голос отозвались сталкеры. Постояв с минуту, они двинулись в сторону Биофарма. А Аскет поволок свои пожитки в сторону лагеря Орфов. Биофарм – это действительно бывший научно-исследовательский институт. Одним из первых в зону въехал. Просвещал меня по дороге дым. Якобы испытывали влияние радиации на злаковые культуры. Хотели вывезти сорт уникальный, устойчивый к заражению. Только если они там действительно пшеницу выращивали, то я эстонский диверсант. Не зря вояки постоянно зацепиться тут пытаются. Несмотря на то, что их постоянно оттуда вышибает кто-нибудь. То бандюки, то монстры. Ты хочешь сказать, местные уркаганы представляют угрозу для военных? – поразился я. – По тем экземплярам, что я наблюдал, этого не скажешь. А ты мне скажи, кто те военные без брони и поддержки с воздуха? Куча сопливых пацанов, которые и оружие-то держать правильно не умеют. Нет, есть, конечно, элита. Военсталы, спецназзоны так называемые. Но ими дорожат, стараются экономить парней. К воякам не особо бродяги на работу рвутся. А пока своего одного обучишь десятку гробишь. Вот и засылают сюда срочников, стеречь за крамородины. А бандюки парни не промах, черненькие – особливо. Они в своих горах ведение партизанской войны поднаторели. Будь здоров. Из мухи с бедра садят. Набежали, потрепали, отступили. А знаешь, как это на нервы действует? Вижу, знаешь. Вот то-то же. Командование вояк отзывает, а через время опять вперед на баррикады. Вот так и играют в царя горы с переменным успехом. Но большую часть времени корпуса пустыми стоят. Неуютно тут. А зачем вам схрон именно здесь? Место удобное, здесь многие направления сходятся. За время похода я несколько раз успел порадоваться решению спасти дыма. И дело тут было не только в том, что страж оказался весьма приятным собеседником. Не дошел бы я сам никуда по зоне. Как пить дать, не дошел бы. Не умею я тут ходить. Мы то топали по растрескавшемуся асфальту, то сворачивали и брели по полю. Несколько раз наматывали круги, делая приличную петлю. А проходя между двух холмов, дым сам улегся на брюхо и заставил лечь меня. Метров сто мы проползли по-пластунски. При этом я старался держать голову как можно ближе к земле и не отклячивать задницу. Вся спина покрылась мурашками. Кожа под костюмом прямо зудела. Я чувствовал что-то буквально на несколько сантиметров выше. И это что-то было враждебным и чуждым. Через какое-то время дым остановился, прислушался и увел меня с дороги в поле. Здесь он расстегнул один из подсумков и достал гайку. На вид на семнадцать. К гайке была примотана белая ленточка. «Замри!» — скомандовал страж. «Замер!» «Чего мне не замерить-то?» Сталкер постоял, посмотрел по сторонам, потом присел на одно колено и бросил гайку. Железяка светила трепыхающейся ленточкой, полетела почти в параллельной земле и упала. Какую-то секунду ничего не происходило, а потом что-то вдруг тренькнуло, будто лопнула струна на гитаре. И гайка пулей взмыла вверх, блеснув на прощание в тусклых лучах осеннего солнца. Страш обернулся ко мне, явно ожидая какой-то реакции, но я пораженно молчал. «Что тут было говорить?» До меня внезапно дошла. Насколько повезло мне оптимистичному дурачку, который перся сначала ночью, не разбирая дороги, а потом днем, надеясь на детектор, сейчас не поддававший вообще никаких признаков жизни. «Наверное, страж все же что-то увидел в моих глазах». Сталкер удовлетворенно кивнул, убедившись, что я проникся, и махнул рукой. Пошли. Наконец, после преодоления очередного холма, территория биофарма предстала перед нами во всей красе. Действительно, сохранились здания неплохо. На крепком бетонном заборе расположилась оборванная кое-где егаза, выгляделшая совсем новой, а во дворе... Во дворе стояли три БТР, крытый Урал и УАЗ-Патриот. Рефлекторно я упал на землю. Дым, ты это видишь? Страж уже изучал корпуса в полевой бинокль. Вижу, только странно это все. Что именно? Обычно вояки без движения не сидят, а тут даже караулов не видно. А машины явно недавно пришли. Не бросили же они их. А может, затихарились, и нас сейчас снайперня ведет? Я окна в первую очередь просмотрел, не видно никого. И караулка пустая. Фиг его знает, что там и как. Но надо двигать понемногу. Вход в схрон за вторым корпусом. Вент-вход в подземелье. Сейчас аккуратно спускаемся и идем вдоль забора. Там дыра есть, если возле нее не обосновалось никакой из местных достопримечательностей. то попадем практически на место. Вдруг что-то заставило меня обернуться. То самое шестое чувство, которое уже не раз выручало. Я перекатился за гребень холма и направил бинокль в ту сторону, откуда мы пришли. Твою ж мать! Судя по бурным эмоциям, дым смотрел туда же. Со склона холма, развернувшись в боевой порядок, спускался отряд человек в десять. Черные комбинезоны и поведение безраздельных хозяев этих мест говорили об одном. Черные не собираются нас отпускать просто так. — Надо уходить. Если пойдем, как собирались, вдоль забора будем у них, как на ладони. Свалить не успеем. Срежут, как в тире. — И что? — Идем через КПП. — С ума сошел? Там же военные. — Да нет, там никого. — Ты в этом уверен? Я взглянул на стража. — Теперь да. Если бы вояки были здесь, черные не поперли бы так борзо. — Отсюда вывод. Они что-то знают, потому и идут не скрываясь. Страж забросил на плечо свой рюкзак и, поглядывая на детектор, аномалий начал спуск. Я последовал за ним. Накинув ремень вала на плечо, я взял автомат на изготовку. Дым со своим пижонским кольтом крался впереди. Миновав ворота, мы оказались на территории биофарма. Я огляделся. Беттеры выглядели совсем новыми, как будто их оставили здесь только вчера. — Вчера? — Дым, а ты когда здесь последний раз был? — Да с недели назад где-то так. А что? — А транспортеры здесь были уже? — Нет, разумеется. Тогда здесь бандосы обитали. — А военные, значит, их отсюда выбили, так? — Потом сами куда-то исчезли, а технику оставили, так? — Ну, видимо, да. И что из этого? Страж выглядел несколько обескураженным. — А то, что у нас есть шанс разделаться с погоней. — Я тебя не особо понимаю. — Да что же тут непонятного? В сердцах я аж топнул ногой. Вот БТР, вот его боевой модуль, вот ворота, в которые попрут черные. Что неясного? — Пользоваться умеешь? Соображал дым как-то туговато, но когда врубался, сразу включался в действие. — Если все рабочее, то без проблем. Пару минут только нужно, чтобы припомнить. А у нас их нет. Проследив за взглядом стража, я припомнил мать всех известных мне личностей. С двух сторон, обтекая корпус биофарма, прямо на нас валила толпа вояк в новеньком камуфляже. — Стоп! Не вояк! Вояк! Вояк, не вояк! Что не так, мать, зомби! Живые мертвецы выглядели не так, как на Тетрубе, куда изредка выкладывали ролики с просачивающимися изредка из-за периметра на большую землю зомби. Те были ободранные, но с оружием. Заторможенные, но не очень медленные, скорее, неторопливые. Нет, здесь они выглядели, как в какой-нибудь обители зла или фильме Ромеро, с трудом передвигающиеся, припадающие на обе ноги, влочащие оружие по земле, свежие, не акклиматизировались еще в новой ипостаси. Теперь становилось ясно, что здесь произошло. Выбив в очередной раз бандитов с территории НИИ, военные банально попали под вчерашний всплеск. То ли просто не успели в укрытии, то ли с командиром не повезло. Сейчас не это было важным. Важным было то, что нас с двух сторон брали в тиски. Если черные были гораздо опаснее в силу вооружения и ясности разума, то шагающие овощи могли просто затоптать нас или разорвать. Выбор не велеть. Держи. Кинув дыму автомат, я бросился к технике. На этот раз дым все понял быстро. Если от зомби можно тупо спрятаться под броней, то черные быстро сообразят, куда мы делись. И фиг его знает, что за стволы у них. Даже если их оружие не обладает достаточной мощностью для того, чтобы пробить броню, они могут просто-напросто закидать гранатами боевой модуль или блокировать нас, расположившись в мертвой зоне. Короче, для того, чтобы дело выгорело и зомби и черных следовало отвлечь. А так как из нас двоих управлять этим чудом техники умею только я, дальше можно не продолжать. Дым поймал автомат ты, маякнув, что понял мой замысел, выстрелил в голову ближайшего зомби. Я устремился к коробочке. Передо мной была какая-то модификация бизона. Пофиг, лишь бы электроника после всплеска уцелела. Иначе из нашей затеи выйдет пшик. Вообще, довольно интересно. В условиях современной войны, когда нашпигованную электроникой по самой небалуюся технику довольно легко вывести из строя одним электромагнитным разрядом достаточной мощности, КБ продолжают фаршировать боевые единицы все большим количеством сложной аппаратуры. Шагающий танк, из кабины которого можно выйти в интернет, истребитель, пилот которого наслаждается свежескачанной оттуда же музыкой в стратосфере. Беспроводные интерфейсы, управление автоматическими охранными системами. Просто раздолье для знающего человека. Но по-другому, видимо, уже нельзя. 21 век во всей красе. Только бы интерфейс живой был. Большего не надо. Пока мысли роились у меня в голове, я успел обижать БТР и оценить обстановку. Десантный люк задраен, боевой модуль в парковочном состоянии. Верхние люки в десантном отделении на распашку. Гуд. Детектор аномалии молчит, значит, машина условно чистая. Ухватившись за скобу, я взлетел на броню. Помнит тело уроки. Помнит. С высоты брони я бросил взгляд на ворота. Черные находились не более чем в ста метрах от ворот. В это время они как раз спускались с холма. Еще несколько минут и они будут в зоне поражения. Глава седьмая Никаких признаков жизни признаки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Всплеск мощный выброс аномальной энергии, время от времени накрывающий всю территорию зоны отчуждения. Эпицентр всплеска находится где-то в глубине зоны. При особо сильных всплесках площадь зоны скачкообразно увеличивается. Главное, что на первых порах надо знать вам про всплеск. Это то, что во время выброса энергии вам нужно спрятать свои задницы как можно глубже под землю. Попав под всплеск, вы пополните ряды измененных, став теми, кого мы называем зомби. Не смейтесь, молодой человек, это вам не фильмы Ромеро. Хотя сходство отрицать нельзя. Рассудок человека, подвергшегося воздействию всплеска, погибает, процессы жизнедеятельности меняются. Зомби отличаются повышенной живучестью. Чтобы гарантированно уничтожить такого измененного, нужно разрушить его мозг. Изводного курса лекций для новобранцев изоляционных сил. Сведя плечи и постаравшись стать как можно меньше, я скользнул в люк. Вот только слишком давно я не грузился в транспортеры. Рюкзак зацепился за крышку люка, меня дернуло назад. Крепкая ткань затрещала, она выдержала, и в следующую секунду меня едва не пришибло захлопнувшейся крышкой. После хоть и тусклого, но все же дневного света, я оказался в полной темноте. Выругавшись в полголоса, я отстегнул крепление на груди и поясе и выскользнул из лямок рюкзака. Повернувшись к люку, попытался на ощупь освободить рюкзак, но тут на плечи легли чьи-то руки, и меня резко дернули назад. Потеряв равновесие, я упал на спину, придавив собой нападающего. Однако, навалившийся немалый вес, утяжеленный экипировкой, казалось, не доставил ему никаких неудобств. Его руки также крепко сжимали меня, подбираясь к горлу. Я несколько раз резко ударил локтем, но он даже не вскрикнул. Ловко извернувшись подо мной, нападавший сжался, и мой последний, самый сильный удар пришелся в металлический пол. Это было больно. Даже защитный костюм с интегрированными налокотниками не смог смягчить удар. Меня словно тряхнуло высоким напряжением. Боль прострелила от локтя к плечу, и я взвыл. Нападавший никак не отреагировал на раздавшийся над самым ухом вопль. Крепкие руки все сильнее сжимали мое горло. Я уже начал задыхаться, когда, словно посчитав, что одного противника мне недостаточно, на меня навалилось еще одно тело. Мать твою! Да они меня просто удавят здесь! Изо всех сил дернувшись, я смог освободить одну ногу, и нанес серию коротких, но крайне болезненных ударов коленом. Навалившееся на меня тело свалилось на пол и, дернувшись вперед, я смог ухватиться за скобу, торчащую из потолка. Рывок и я на ногах. Сзади раздалось глухое рычание. Не желая больше терять времени, я схватился за пистолет. Рывок, ствола и скобуры, развороты, выстрел слились в одно движение. Хлопок пистолета в тесной металлической коробке бронетранспортера превратился в оглушительный грохот. Я оглох. Рывок за ногу заставил меня упасть на одно колено. Руки второго нападавшего вцепились в штанину, но я успел взять себя в руки и стрелять во второй раз не стал. протянув руку, я нащупал голову противника, после чего выдернул из плечевых ножен барракуду и вогнал ее в основание черепа тому, кто слюнявил мою штанину, пытаясь прокусить брезентовую ткань горки и несколько слоев защитного костюма. Нападавший обмяк, сорвав с пояса фонарь, я вдавил кнопку включения и осветил внутренности бронетранспортера. У моих ног лежали два трупа стандартной военной цифры. Судя по тому, как ребята стремились мной закусить, военными они уже на тот момент не были. Скорее всего, всплеск застал их внутри машины с распахнутыми люками и основательно вскипятил мозги, превратив солдатиков в зомби. Ума на то, чтобы выбраться наружу у них не хватило. Вот они и сидели здесь, ожидая, пока пища придет к ним сама. В голове гудело и пищало. Все-таки даже пистолетный выстрел внутри БТР мощная штука. Надеюсь, слух ко мне еще вернется. Выбравшись из десантного отсека, я перебрался в кабину, где сразу же нырнул в кресло стрелка. Руки привычно пробежали по клавиатуре, слепую набирая нужные команды. Что-то коротко треснуло, ну или я просто знал, что должно треснуть, и включилось резервное питание. Из подлокотников кресла выскочили джойстики, а сверху на голову плавно опустился шлем управления. К счастью, опознавания задействовано не было, и пароль система не спросила, сразу включив управление вооружением. Заработали внешние камеры, и на внутренней поверхности визора шлема появилось изображение. Пробежали строки диагностической программы, мигнула красным строка состояния. Не знаю, чем ребята занимались до всплеска, но боекомплект был крайне мал, почти на нуле. Мигнувшая зеленая полоса дала знать, что боевой модуль готов к использованию, и я, сглотнув, приступил к работе. Я повел головой, и, подчиняясь этому движению, наверху зажужжали сервоприводы боевого модуля. Несколько режимов изображения наложились один на другой, подсвечивая силуэты зомби, и показавшихся черных, предложив варианты маркировки. Не раздумывая, я выбрал чужой, нажав свой, только когда прицельная система высветила фигуру дыма. Сталкер одиночными выстрелами выхватывал из толпы подбирающихся нелюдей, самых активных. И то и дело поглядывал в сторону БТР. Силуэты зомби подсветились красным. Я еще раз пробежал по клавиатуре, выбирая приоритеты целей, потом повернул голову до упора влево, и, дождавшись, когда разворот стволов догонит мой взгляд, вдавил кнопки на обоих джойстиках. Черные, шедшие за нами, наверняка были готовы ко многому, но одновременный пуск двух Нурсов с пилонов бронетранспортера для них оказался неожиданностью. От ворот остались одни столбы, а раздавшийся грохот я услышал даже сквозь заложенные уши. Не глядя на результаты пуска и не дожидаясь ответных действий, я перевел прицел на зомби и вжал гашетку. Одна-две секунды, пока раскручивались стволы пулеметов, ничего не происходило. А потом детище концерна «Калашников» с легкой руки бывшего вице-премьера соседнего государства прозванного Автогеном обрушила свинцовый шквал на толпу нелюдей. Поток свинца из 12 стволов двух пулеметов в течение секунды проделал широкую просеку в толпе зомби. Внутренний двор биофарма сразу стал похож на разделочную сошедшего с ума мясника. Тела перерезала надвое. Во все стороны летели кровь, ошметки внутренности и осколки костей. Мне даже стало нехорошо. Убедившись, что атака зомби напарнику в ближайшие секунды не угрожает, я снова повернул голову, доворачивая боевой модуль в сторону ворот. На бетонный забор брызнуло красным, и вокруг фигура самого смелого из черных, рискнувшего прорваться во двор, погасла красная подсветка, отмечавшая его как мишень. Да и от самой фигуры мало что осталось. Его товарищи залегли за бетонным забором и открыли огонь по бронетранспортеру, надеясь, если не вывести его из строя, то хотя бы повредить камеры. Забор чиплиты отливались еще при союзе, показался им вполне надежным укрытием. Наивные автоген железнодорожный вагон разделывает, что ему старый раскрошившийся бетон. Дирижируя разрушением, я даже впал в некую разновидность экстаза, что раньше со мной частенько бывало при управлении какой-нибудь особо убойной вундер вафлей. О, как же я люблю современные технологии. еще несколько лет назад то, что я делал, находясь в темном и уютном салоне бронетранспортера, было бы немыслимым. В лучшем случае приходилось бы вращать башню нажатием на педали, а вот целиться пришлось бы через штатные приспособления. Ужас! Выкосив еще несколько десятков зомби, и откуда их тут столько, я собрался вновь отправить горячий привет своим друзьям черным, но меня прервала настойчивая вибрация джойстиков и красная строка, замигавшая на поверхности визора. Я даже не стал читать, что там написано, и так понятно, сканеры засекли захват корпуса бронетранспортера активным прицелом, и это было плохо. Воседая на законном месте механик водитель, в этом бы не было ничего страшного, несколько манипуляций, и машина бы вырвалась из зоны поражения, или второй водитель активировал бы магнитные ловушки, сбивая с толку умный боеприпас, обычно выстреливаемый из игрушек, обладающих такой системой прицеливания. В общем, все было бы нормально, однако я был один, и это значило, что мне остается лишь нажать клавишу последнего подарка и рвать когти, что я и сделал. О, последний подарок. Разработчику этой замечательной штуковины стоило бы вручить Нобелевскую премию, или ее за разработку систем вооружения не дают, не знаю, я бы дал, ибо последний подарок настолько замечательный в своей воистину вселенской справедливости штука, насколько вообще что-то может быть справедливым. Эта фишка разработана как раз для таких ситуаций, когда уже и не рыпнешься, и обидно, до зубовного скрежет за то, что пропустил угрозу. Последний подарок призван хотя бы немного компенсировать эту обиду, направляя в тот участок, откуда было зафиксировано прицеливание, всю огневую мощь транспортного средства. В последний раз. Сорвав с головы шлем, я подхватил с пола рюкзак и ударил по гребку экстренной эвакуации. Хлопнули пиропатроны, и дверь второго водителя вылетела наружу. Я спрыгнул на бетон и дернул за плечо оказавшегося неподалеку дыма. Обратив на себя внимание напарника, я рванул к ближайшей постройке, надеясь успеть до того момента, как невидимый стрелок произведет пуск и рванет неполный, но не ставший от этого менее внушительным боекомплект БТР. Уже ныряя за угол, я увидел, как автопилот вывел боевой модуль на цель. Навстречу инверсионному следу, оставленному ракетой противотанкового комплекса, с пилонов рванулись нурсы, автоген выплюнул последний боезапас в сторону предполагаемого противника, а через секунду вражеский заряд воткнулся в борт бронетранспортера. Я отпрянул за угол, дергая капюшон и активируя шлем научного костюма. поляризатор успел приглушить вспышку, резко затемнев, забрала шлемы. А вот активная акустическая система сработать не успела. Когда грянул взрыв, я, и так оглушенный стрельбой в металлическом ящике десантного отсека, упал на землю, обхватив голову руками. В ушах стоял беспрестанный звон, горло подкатывала тошнота. Кое-как оклемавшись, я вновь вернул шлем в сложенное состояние и выглянул из-за угла здания. Прямо передо мной багровые языки пламени облизывали потемневший корпус бронетранспортера. Зомби видно не было. Наверное, тоже взрывы испугались, но или я их проведил все же основательно. А на пригорке за воротами двоечерных тащили третьего. И судя по широкому кровавому следу, остающемуся после него на земле, скоро их останется только двое из всего отряда, подошедшего за нами. Неплохо, совсем неплохо. Пусть расскажут своим какая-то нелегкая работа, дядьку Софта, а ловить. Довольно, прищелкнув языком, я сел на землю, облокотился спиной на стену здания и зарылся в аптечку в надежде найти что-нибудь, что вернет не слух, ну или хотя бы облегчит головную боль. Поймав автомат, брошенный ему софтом, дым упер приклад в плечо, прицелился и продырявил голову ближайшему зомби. Тот сделал еще шаг по инерции, потом колени его подломились и он рухнул на растрескавшийся асфальт. Дым за это время успел выстрелить еще несколько раз и на землю рухнули еще две ковыляющие фигуры. Когда-то раньше дым не мог стрелять в зомби, особенно вот в таких свежих, ведь от людей они отличались только поведением, да плюс ко всему казались беспомощными. Каждый раз у него оставалось ощущение, что он только что убил больного человека. В один не самый прекрасный день этот комплекс едва не стоил жизни его звену. Тогда с корабей старший звена поступил очень мудро. По возвращении на базу он подсел на койку дыма и сунул ему ноутбук с запущенным медиапроигрывателем. Запись длилась больше полутора часов и состояла из нарезки из камер наблюдения. Как понял дым из научного лагеря. На протяжении первой половины записи люди в белых халатах подвергали свежих зомби самым разным воздействием, надеясь вернуть их к нормальной жизни. Пытались заставить попавших под всплеск смотреть разнообразные видеоматериалы, показывали фотографии близких людей, включали музыку. Результат был один пустота в зрачках и агрессия к человеку. Вторая часть записи состояла из более жестких экспериментов, в ходе которых вчерашних людей били током, жгли кислотой, помещали в герметичную камеру и откачивали воздух. Зомби не реагировали. Наиболее сильное впечатление на дыма произвел ролик, в котором тело зомби располовинили лабораторным лазером. Верхняя часть туловища продолжала ползти, пока не уткнулась в прозрачное бронестекло, отделявшее ученых от подопытного. Тварь, а в том, что это человеком более не было, у дыма сомнений уже не оставалось, продолжала бросаться на преграду, стараясь добраться до людей, пока ворвавшиеся в бокс охранники не прострелили ей голову. После сеанса комплекс больного человека как рукой сняло. Страж оглянулся назад, софт уже исчез внутри бронетранспортера, зачем-то захлопнув за собой люк. Бросив взгляд в сторону оборот, дым увидел рассредоточившихся черных и поспешил юркнуть за броню. Там, припав на дно колена, он продолжал отстреливать наступающих зомби. Выстрел, голова ближайшего взрывается красно-серым фонтаном из-за шметков мозга и крови. Выстрел, еще один зомби рухнул навзничь, залепав содержимым головы напирающих сзади. Однако, как бы результативно ни стрелял дым, тварей меньше не становилось, а боевой модуль бронетранспортера все так же не подавал признаков жизни. Сзади раздался гортанный хрип и дым резко обернулся, вскидывая автомат, но выстрелить не успел. Крупный зомбак, еще недавно бывший майором, судя по двум большим звездам на погонах, сбил сталкера с ног, навалившись на него всей массой. Дым даже не понял, как так получилось, но анализировать было некогда. Руки твари прижали плечи сталкера к асфальту. Из-за скального рта светилась липкая тягучая лента слюны, попав дыму на лицо. Скривившись от отвращения, сталкер извернулся, сбрасывая с себя тяжелое тело, резко вскочил на ноги и изо всех сил впечатал носок тяжелого ботинка в висок твари. Что-то треснуло, голова резко дернула в сторону и повисла на сломанных шейных позвонках под неестественным углом. Тварь моментально затихла, будто детская игрушка, из которой выдернули батарейки. Вытерев рукавом лицо, сталкер подобрал земли автомат и снова прицелился в приблизившихся на неприлично малое расстояние зомби. Внутри бронетранспортера гулка грохнула, дым покосился на застывшую технику. Но что там сов так долго возится? Сталкер успел сделать еще несколько выстрелов, когда над головой загудело. Боковым зрением он увидел движение боевого модуля бронетранспортера и инстинктивно отпрянул в сторону. В ту же секунду зажужжали раскручивающиеся пулеметы и на толпу зомби обрушился свинцовый шквал, моментально прорубивший широкую просеку в их и без того неистройных рядах. Боевой модуль повернулся в сторону ворот, оставляя впереди себя пространство, заваленное шметками мяса и остатками еще недавно человеческих тел. Хлопнул сработавший пороховой двигатель и с пилона сорвалась ракета, отправившись в короткий полет. Неподалеку внушительно шарахнуло и тут же по броне машины застучали пули. Дым не нашел ничего лучше, чем прижаться к бронированному боку и замереть в ожидании того момента, когда интенсивность стрельбы снизится. Вдруг раздался хлопок и подъемная дверь кабины вылетела, выброшенная взрывом пиропатронов. Дверь еще грохотала по асфальту, когда из кабины выскочил перекошенный софт, сжимающий в руках свой рюкзак. Дернув дыма за плечо, он рванул к ближайшему зданию. Сталкеру не оставалось иного варианта, кроме как поспешить за товарищем. Едва они забежали за угол, как раздался мощный взрыв. Софт, успевший активировать шлем, до этого болтавшийся капюшоном, схватился за голову, зажимая уши. Дым озабоченно взглянул на товарища. Контузии, что ли? Тут его внимание привлек какой-то шум за углом. Прижав приклад автомата к плечу, дым высунулся и непроизвольно выругался. С другой стороны корпуса в их сторону пёрла толпа зомби. Кажется, вояк здесь до всплеска было гораздо больше, чем они полагали. Дым снова взглянул на товарища. Тот уже сложил шлем и терзал медицинский блок своего костюма. Вот он дёрнулся от неожиданности, когда иглы пробили кожу при плече, а через секунду уже блаженно закатил глаза. Не болеет, с улыбкой протянул он. Если мы не поторопимся, скоро у нас вообще ничего болеть не будет, бросил дым. Что так? Софт вскочил на ноги и высунулся за угол. Любить твой Майкрософт! Софт аж присвистнул. Это ж откуда их здесь столько? Да фиг его знает. Мне это сейчас как-то вообще неинтересно. Буркнул дым, осматриваясь по сторонам. Меня больше волнует, что мы из-за них ко входу в схрон не попадем. Придется через здание идти. Мне бы этого не хотелось. Ага, есть. А ну-ка, подсади. Софт подскочил к сталкеру и присел на дно колена. Тот, ничтоже сумняшися, отошел на пару шагов, затем рванулся вперед и, оттолкнувшись ногой от плеча пошатнувшегося хакера, прыгнул, хватаясь за край окна, зиявшего пустой рамой над их головами. Подтянувшись, сталкер запрыгнул внутрь. Присев на одно колено, он вгляделся в полумрак помещения. Он находился в конце длинного коридора. Справа от него зиял провалами рухнувших пролетов лестничный марш. За ближайшей дверью наметилось какое-то шевеление. Дым сделал несколько аккуратных шагов, глядя в прицел автомата. Стукнула открывающаяся дверь и в коридор вывалялся зомби в потрепанной кожаной куртке и драных джинсах. Дым рефлекторно нажал на спуск и во лбу твари появилась аккуратная дырочка. маятником качнувшись внутрь комнаты, сталкер убедился, что там больше никто не прячется и вернулся к окну. Софт внизу ощутимо нервничал. Достав пистолет, он то и дело поглядывал то в окно, то за угол. Увидев дыма, хакер вздохнул с облегчением. «Блин, чего так долго?» громким шепотом спросил он у сталкера. Дым в ответ лишь успокаивающе махнул рукой, отстегнув один конец одноточечного ремня автомата, он сбросил его вниз, сам же покрепче вцепился в оружие, уперся коленом в подоконник и шепнул «Давай!» Хакер коротко разбежался и прыгнул хватаясь за ремень. Дым охнул, едва не нырнув в окно головой вперед, но все же сумел вовремя восстановить равновесие и откинуться назад, втягивая хакера в окно. Тот ухватился за раму, перегнулся и свалился на пол. «И чего б тебе веревку не носить, а?» Лежа на полу, Софт, выгнув шею, посмотрел на дыма. «И чего б тебе вес не скинуть?» в тон ему ответил сталкер. Софт хмыкнул и поднялся на ноги. «Ну и чего? Куда дальше?» «Не ори, блин!» прошипел дым. «Дальше нам в подвал спуститься надо и немного по нему погулять. Через вентиляцию ближе было бы, но видишь, как оно». «В подвал?» протянул Софт. «В подвал, это хорошо. Это нам только по лестничке спуститься, да?» Хакер бросил взгляд на обрушенную лестницу. «Только давай другую найдем, ладно?» «Я по этой лезть не хочу». «Заткнись уже, балабол», шикнул дым. «Чего тебя прорвало?» «Нервная, наверное», отозвался Софт. «Давно, знаешь ли, не приходилось из автогенов полсотни человек перемалывать?» «Они не люди», назидательно произнес дым. «Да знаю я, знаю, что не люди». «Ну разве же от этого легче?» Страж в ответ только пожил плечами. «Ладно, пошли, нечего расслабляться тут, до места доберемся тогда и побылогурим». Дым поднял автомат и шагнул вперед. «Э, автомат отдай», возмутился Софт. страж в ответ лишь молча махнул рукой, будто от мухи надоедливый отмахнулся. Хакер покачал головой, извлек из кобуры пистолет и, стараясь не наступать на строительный мусор, в изобилии усеявший пол, двинулся вслед за дымом. Шли аккуратно, стараясь не отсвечивать в окнах и в то же время держаться подальше от дверей, большая часть которых была распахнута. Где-то на верхних этажах завывал ветер, гуляющий в пустых помещениях. А может быть и не ветер. Дым поюжился, но ничего не сказал, чтобы не пугать зря спутника. Хотя его особо не напугаешь. Вон пол двора трупов накрошил и только на поговорить пробило. Силен. Наконец они добрались до конца коридора. Дым выглянул из-за угла и с облегчением выдохнул. Лестница была целой. Повернувшись к софту, сталкер жестами показал ему, чтобы тот подстраховал. Убедившись, что напарник его понял, Дым аккуратно ступая по замусоренным ступеням на полусогнутых ногах, выставив перед собой ствол автомата, двинулся вниз. Добравшись до пролета, сталкер присел и аккуратно выглянул из-за перил. Тут же отшатнувшись, он в приседе подался назад и прислонился к стене, откинув голову. Софт с верхней площадки замахал руками, стараясь привлечь внимание сталкера. Дым повернулся в его сторону. Ну что там? Одними губами спросил хакер, показывая вниз. Дым приложил палец к губам, а потом поманил хакера к себе, страдальчески сморщившись, когда тот хрустнул камешком, попавшим под подошву. Через несколько секунд Софт присел рядом с дымом. Что там? Шепотом спросил он. Сам посмотри, только аккуратно. хакер стал на четвереньки и вытянул шею, выглядывая и заперел. Пару секунд он внимательно рассматривал открывшееся ему зрелище, после чего вернулся в исходную позицию, откинулся на стену рядом с дымом и выдохнул. Любить твой Майкрософт! Слушай, а может назад, а? Дым лишь покачал головой. Нет, назад не получится. Там эта толпа наверное уже под окнами бродит, а патроны заканчиваются. Угу, удрученно согласился Софт. Так, а чего тогда делать будем? Фиг его знает, придумаем что-нибудь. Сиди, распорядился сталкер и снова высунулся и заперил. Внизу лестничного пролета раскинулся большой зал, разделенный на части невысокими перегородками, образовавшими некогда такое популярное пространство опен спейса. Черт его знает, кому стукнуло в голову переоборудовать советское еще помещение таким образом, но сделано это было не так давно. Однако, не это сейчас занимало дыма. Ему было плевать с высокой колокольни на интерьер первого этажа. Куда больше сталкера заботили фигуры, бродящие в путьме, натыкаясь друг на друга, перегородки и другие предметы интерьера. Зомби. Много. Реально много. Они заполнили весь первый этаж, а в другом конце зала виднелась еще одна лестница, ведущая в подвал, то есть туда, куда им и надо было. Вот только как до нее добраться? Сталкер повернулся к софту. Ну что, готов проверить свое умение двигаться бесшумно? А у меня есть варианты? С надеждой взглянул на него хакер. Нет. Софт вздохнул. Тогда готов. Ну вот и хорошо, что готов. Резюмировал дым. Пошли, чего рассиживаться? Стараясь ступать как можно тише, напарники двинулись по лестнице вниз туда, где тихо хрипя и спотыкаясь бродили те, кто еще недавно были людьми. Глава восьмая Прятки на выживание на выживание В отсутствии внешних раздражителей зомби впадают в некую литаргию. Некоторые из них при этом способны имитировать подобие человеческой деятельности, но большинство зомби бесцельно бродят по помещению или стоят неподвижно. Любой громкий шум способен вывести их из режима ожидания. Несмотря на то, что зомби не обладают интеллектом, в помещении они становятся достаточно опасными противниками. Большая группа зомби, не реагируя на гибель отдельных экземпляров, способна загнать в угол и попросту разорвать даже хорошо вооруженного бойца. В случае штурма помещения, в котором находятся зомби, зачищайте его гранатами снаружи и не суетесь внутрь малыми группами. Целее будете из вводного курса лекции для новобранцев и изоляционных сил. Дым шел впереди, забросив автомат за спину. Экспроприатор, блин. С другой стороны, зачем мне сейчас автомат? Правильно, незачем. Только мешать будет, так что пусть сталкер тащит бесполезную сейчас железку. Вложив пистолет в кобуру, я достал нож. Не самое эффективное оружие против зомби. Но, по крайней мере, бесшумное. Что-что, а как раз шум-то нам сейчас и не нужен. Дойдя до конца лестницы, дым прижался к стене, аккуратно выглядывая из-за угла. Я поспешил сделать то же самое. Первый этаж выглядел, прямо скажем, мрачновато. Широкие окна первого этажа кое-где были забиты досками, кое-где заложены мешками с песком. Тусклый свет, падающий сквозь проломленные доски, кое-как освещал фигуры, подобно сомнамбулам, хаотически двигающейся по этажу. Какой смысл в этом движении заключался, непонятно. Зомби бесцельно бродили по помещению, периодически натыкаясь друг на друга и на детали интерьера. Интерьер тоже был сюрреалистическим, под стать общей картине. В стенах выстроенного еще при советской власти здания особенно дико смотрелись пластиковые перегородки и пучки проводов, тянущиеся к системным блокам компьютеров. Эх, у меня аж руки зачесались. На жестких дисках наверняка можно найти много интересного. Вот только не судьба. Ну, ладно, чего уж. Дым поднял руку, привлекая мое внимание. Видимо, ему удалось увидеть в броуновском движении зомби какую-то систему. Так как, поманив меня за собой, он шагнул вперед. Не вопрос. Доверимся более опытному товарищу. Бесшумно ступая, дым соскользнул с последней ступеньки и вошел в зал. Я неотступно следовал за ним. Сталкер скользнул за угол и присел, прячась за перегородкой. Я последовал его примеру. Дым высунулся на секунду, оценил обстановку и снова спрятался. Махнув мне рукой, он опустился на четверенький и быстро заполз в проход между столами. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать его примеру. Оказавшись в проходе, дым снова замерк. Я едва не врезался в стоящего на четвереньках сталкера. Впереди спиной к нам стоял зомби. И уходить не собирался. Между тем, с другой стороны прохода слышалось шарканье ног, говорящие о том, что туда, откуда мы только что приползли, тоже направляется зомби. Дым принял упор лежа и заглянул под стол. Удовлетворенно кивнул и, махнув рукой, полез под столом на следующий ряд. Как только сталкер оказался на той стороне, за ним последовал и я. Сперва мне показалось, что мы нашли оптимальный способ пересечения зала. Но я быстро понял, что это не так. Во многих проходах стояли зомби, никуда не собираясь уходить. Такие ряды приходилось обходить с другой стороны. Мы подолгу лежали под столами, дожидаясь, пока очередная фигура в камуфляже или грязном белом халате проковыляет мимо, после чего перебирались в другой ряд и все начиналось сначала. Все это напоминало детскую игру в прятки. Иногда нам приходилось возвращаться назад на несколько рядов, ждать и снова двигаться вперед. Стукнув пальцем по сенсору коммуникатора, я на секунду включил подсветку дисплея и с удивлением увидел, что мы ползаем под столами уже больше часа. Черт побери! Да тут же в длину и ста метров нет! Меня захлестнула волна раздражения. Мы так до ночи тут ползать будем. В этот момент дым стукнул меня по берцу, показывая, что надо двигаться. Закипая от раздражения, я полез следом за сталкером и благополучно не заметил, как рюкзак зацепился за шнур, свисающий со стола. Шнур натянулся, я инстинктивно дернулся вперед, и громада допотопного монитора с грохотом рухнула на пол, разбрызгивая по помещению осколки лопнувшего кинескопа. Твою мать! Вырвалось у меня, но соблюдать тишину было уже поздно. Зомби, находящиеся в зале, на секунду замерли, а потом, как по команде, двинулись на звук. Дым вскочил, скидывая с плеча автомат. «Ну ты и урод, блин!» – прошипел сталкер. Вскочив на стол, дым с размаха ударил носком ботинка в голову подходящего зомби. Зомбака швырнула на пол, а дым, перепрыгнув через него, вскочил на соседний стол. «За мной, живо! Прорываемся, пока они нас тут не затоптали нафиг!» Я поспешил за сталкером. Зомби двигались медленно, но их здесь было такое количество, что спешить им и не надо было. Разве что для того, чтобы поучаствовать в пиршестве. «Лицо береги!» – гаркнул дым, опуская забрало шлема. Я потянул капюшон, переводя его в режим «шлема». «Вперед!» Проломив прикладом череп, подошедшему зомби, дым рванул вперед, скача по столам, как по кучкам на болоте. Я ринулся следом. Столы шатались, с них сыпалась на пол техника и письменные принадлежности, а мы с дымом, что было сил, рвались к лестнице в подвал. До цели осталось всего несколько рядов. Когда стол подо мной пошатнулся, скрипнула подгибающаяся ножка, и я тяжело рухнул на пол, ударившись затылком. В глазах засверкало. Сглотнув тошнотный комок, поднявшийся из желудка, я вскочил на ноги. Вокруг меня уже образовалось кольцо резко ускорившихся при виде жертвы зомби. Махнув рукой, я вбил нож в глазницу одного из живых мертвецов. Почувствовал за спиной движение и, выдергивая лезвие, с разворота ударил ногой. Зомби упал на пол, но это мало что изменило. Тварь тут же вцепилась в ботинок, пытаясь свалить меня с ног. А вокруг подтягивались ко мне ее товарищи. Я успел воткнуть нож в глаз еще одной твари, когда мощный рывок все-таки повалил меня на пол. На этот раз я приземлился мягче, успев сгруппироваться. Зомби уставился на меня пустыми буркалами и полез вперед. Не теряя времени, я обхватил его голову коленями и, что было сил, оттолкнулся от пола, в прыжке поворачивая тело вокруг своей оси. Хрустнули шейные позвонки. Голова зомби мотнулась и с глухим стуком упала на пол. Я вскочил, отпихнул ногой еще одну тварь, размозжил череп, так кстати подвернувшимся металлическим стулом другой, и схватил со стола кабель, тянущийся к допотопному кинескопному монитору. Что было сил, дернув за кабель, я сорвал монитор со стола, крутанул его над головой, увеличивая скорость импровизированного снаряда, и запустил его в голову подошедшему ближе других зомби. Тот с грохотом повалился назад, сбивая с ног своих собратьев. А я перепрыгнул через повальный стол, наклонил голову и, будто регбист, рвущийся к воротам команды противника, врубился в толпу зомби, отсекающую меня от лестницы в подвал. В моем воображении зомби, в которых врезалось 80-килограммовое тело, утяжеленные амуницией и снаряжением, разлетелись как кегли, открывая мне дорогу. В реальности же все обстояло иначе. Врезавшись на пирающую ораву, я смог прорваться только через первый ряд хрипящих тварей. После чего меня схватили десятки цепких рук и повалили на пол. Я изо всех сил пытался вырваться, извиваясь змеей и раздавая направо и налево удары ножа. Несмотря на все мои усилия, через несколько секунд зомби навалились на меня всем скопом. Под зубами твари уже трещала ткань горки, ногти скользили по материалу комбинезона. Сколько еще продержится костюм под напором адских тварей? В эту секунду я пожалел, что у меня нет гранат. Дернуть чеку и успокоить хотя бы нескольких нелюдей. Сквозь хрип и вой послышались частые щелчки, и хватка будто ослабла. Я дернул правую руку, в которой сжимал нож, и мне удалось ее высвободить. Извернувшись, я ударил снизу вверх, пробивая навалившись на меня твари нижнюю челюсть. Изо всех сил толкая нож выше, я буквально видел, как он проткнул гортань и, наконец, вонзился в мозг даря покойнее человеку. Ударом локтя я спихнул в себя тело и рванулся вперед. Снова затрещала ткань штанин, и, загнувшись, я выхватил из кобуры пистолет, перевернулся на бок и несколько раз выстрелил, стараясь не задеть собственные ноги. Брызнула кровь, заливаясь забрала шлема, хватка ослабла, и я, наконец, смог вырваться из-под навалившихся зомбаков. С низкого старта я рванул вперед туда, где дым, припавший на дно колено, вел прицельный огонь по тварям. Наконец-то, не опасаясь, попасть в меня. Я пролетел мимо дыма, ухватился рукой за перилы и очень жестко затормозил. Но сейчас мне было плевать, я вырвался. Блин, горелый, я ведь реально в какой-то момент подумал, что там и останусь. Все, патронов больше нет. Дым вскочил. — Пошли, Реща, двигай вперед пока. Я выругался, но спорить не стал. Ставил в пистолет новый магазин, зажег фонарик и двинулся вперед. За спиной тяжело дышал дым, хрипели и шаркали зомби. — Слушай, ну быстрее давай, а? Подогнал меня дым. Они вообще-то за нами все с копом прутся. — И чего теперь ты предлагаешь шею тут сломать или встрять куда-то? — возмутился я в ответ. — Я, в отличие от тебя, в первый раз тут. — Извини, нервы, — пробормотал сталкер. Мы опускались по лестнице, и вокруг становилось все темнее. Вот и узкий проход в подвал. — Давай проход чем-нибудь заложим. Я взглянул на дыма. — Чтоб они за нами не прошли. — Разумно, — согласился сталкер. — Давай. Несколько минут мы таскали кирпичи, наваливая их в проходе и раскрепляя вместе с досками. Дым нырнул куда-то за угол, радостно выругался и позвал меня. Поспешив к напарнику, я увидел несколько шкафов для документов. Еще три минуты сдавленного мата, и проход оказался надежно, забаррикадированным. По крайней мере, зомби точно не пролезут. — Отлично, пошли. Теперь я первый, — распорядился сталкер. Страж достал свой пижонский кольт, пристегнул к нему, извлеченный из-под сумка, подствольный тактический фонарь, включил его и двинулся вперед. — Слушай, а где ты патроны берешь к своему монстру? Задал я, наконец, так давно мучающий меня вопрос. Только не говори, что у вас все так вооружены. — Не, не все. Это мой личный заскок, — хмыкнул сталкер. Пистолетом я не настолько часто пользуюсь, чтобы расход патронов серьезный был. Но зато, если пользуюсь, дробовик отдыхает. Пистолет — оружие последнего шанса в зоне. И чем крупнее калибр, тем шанс весомее. Я молча кивнул. Он прав, наверное. Да и какая им нет разницы? Тем временем подземный коридор сделал уже несколько поворотов. Шум, издаваемые зомби, попытавшимися штурмовать сложенную баррикаду. Стих, оставший за спиной. Мы прошли несколько поворотов. Страж ненадолго задерживался, сверяясь с картой в своем на ладонике и уверенно поворачивал. Наконец он махнул рукой. Я остановился. Луч фонаря освещал кучи строительного мусора, обломки досок и прочий хлам, который можно найти в любом заброшенном строении. Дым мягко отстранил меня в сторону и достал из-под сумка длинный ключ. Я покосился на сталкера. Он подошел к стене, у которой я только что стоял, счистил перчаткой с нее пыль и паутину и вставил ключ в показавшуюся замочную скважину. Сделал пару оборотов, и вдруг часть стены, оказавшаяся на самом деле толстяной металлической дверью, мягко открылась, даже не скрипнув хорошо смазанными петлями. Сталкер повернулся ко мне. Идем тихо, смотрим под ноги. В коридоре аномалия. Выстреливает кислотой на громкие звуки. Загремим чем-то. Смерть. Под ноги смотри тоже внимательно. Растяжки. Понял? Я кивнул. И софт, сталкер еще раз внимательно взглянул на меня, подняв забрало шлема. Если я говорю тихо, это значит реально тихо, а не как там наверху. Понял? Да понял, понял. Смущенно пробормотал я. И тут откуда-то сзади раздались раскатистые автоматные очереди. Зона их раздери, это еще что за говно? Вытаращился дым. Черные, предположил я. Связались со своими имчатцами, мстить нам за невинно убиянных. Блин. Ладно, пошли. Шаг в шаг за мной идешь. И тихо. Все, заходи. Я нырнул в коридор и замер, пока сталкер закрывал за нами массивную металлическую дверь. Дым закрыл за собой тяжелую дверь и провернул в замке ключ. Хорошо смазанный механизм не издал ни звука. Вперед уходил длинный темный коридор, стены которого были покрыты склейской плесенью. Пройти по коридору нужно было метров двадцать, потом свернуть в боковое ответвление, и они на месте. Там, за толстыми железными дверьми схрона, можно будет, наконец, отдышаться. Жалкие двадцать метров. И на сегодня все. Выдохнув, дым двинулся вперед, внимательно глядя по от ноги. Периодически сталкер переступал через едва видные в свете фонаря нити растяжек, жестами предупреждая о них софта. Идти приходилось очень медленно, но пока все шло нормально. И вот, когда половина пути была уже пройдена, и сталкер уже видел провал бокового тоннеля, сзади раздался отчетливый металлический щелчок. А в следующую секунду его едва не сбил с ног, метнувшийся вперед софт. Дым выругался и рванул вперед. Если на то, чтобы преодолеть первую половину коридора, им понадобилось не менее пяти минут, оставшуюся часть пути они пролетели за три секунды, прошедшие с момента возвода гранаты до взрыва. И когда сзади прогрохотало, они уже поворачивали за угол. Коридор сзади них вспыхнул зеленоватым свечением, что-то зашипело, и воздух наполнил едкий запах. «Аномалия! Шлем быстро!» Гаркнул дым хакеру, а сам задержал дыхание, просовывая в замочную скважину металлической двери замысловатый и изогнутый ключ. Кислота в коридоре растворила нить еще одной растяжки, и снова раздался взрыв. По коридору просвистели осколки, а интенсивное зеленого свечения увеличилось. Кислотное облако заполнило весь внутренний объем коридора и начало понемногу выдавливаться в их сторону. Когда прозвучал еще один взрыв, замок, наконец, щелкнул, и дверь открылась. Втолкнув помещение софта, дым валился следом и захлопнул за собой дверь. Тяжело дыша, сталкеры упали на пол, стараясь отдышаться. Наконец, дым решил, что грохот в ушах уменьшился до приемлемого уровня, и встал на ноги. Колени подгибались от количества адреналина, выброшенного в кровь. Сталкер уничижительно посмотрел на перевернувшегося на спину софта и двинулся к стене. На ней он нашел мягкий комок пещерного слизня, жал артефакт рукой в перчатки, и тот засветился приятным оранжевым светом. Пройдя по периметру комнаты, он активировал еще несколько слизней, и темнота полностью отступила. Комната осветилась мягким светом, напоминающим электрический. Хакер тем временем принял вертикальное положение, оперся о стену и с интересом наблюдал за дымом. — Нормально так с хронта у вас охраняется, — наконец протянул он. — И какова средняя смертность решившихся укрыться в нем стражей? — Нулевая, — буркнул дым. — Решившие укрыться в нем стражи имеют хорошую привычку смотреть под ноги, и координация у них получше, чем у некоторых неуклюжих бегемотов. — Виноват, — потупил взгляд хакер. — Виноват, — передразнил его сталкер. — С твоей виноватостью мы два раза уже чуть не померли, епт. Тебя вообще можно, как диверсанта, в глубокий тыл забрасывать, причем без задания. Ты сам заденешь не ту трубу, нажмешь не ту кнопку. — Эй-эй, потише. Софт выставил перед собой руки. — Вот про кнопки только не надо. И вообще, как у вас ума хватило в таком очке схрон оборудовать? Сюда ж пока доберешься, схорчат сто раз. Или завалят. Мы с тобой длинным путем шли, потому что с зомбаками этими через вентиляцию не получилось пройти. А так удобно. Вход в вентиляцию между корпусом и забором. Тебя не видно, не слышно. Нырнул и дотопал себе под землей. А аномалия тут недавно. Пару всплесков назад поселилась. Ну и опять же, мы только за. Если тихо идти, то она, как дополнительная защита, работает. Просвещая хакера, дым скинул рюкзак, распустил горловину и начал доставать из него разные предметы. Вот на свет появилось несколько армейских аптечек, упаковки сухпайка, пачки, дезактивационных таблеток. Софт смотрел на это богатство с иронией. Слышь, дружище, обратился он к сталкеру. Это мы несколько раз чуть не погибли, чтобы ты вот эту ерунду сюда принес? Дым обернулся и внимательно посмотрел на хакера. Давай на чистоту. Несколько раз мы чуть не погибли, потому что на кого-то идет охота. И еще потому, что этот кто-то беременный бабуин. Я ни в коей мере не умоляю твоих заслуг по двукратному спасению моей задницы. Но очень прошу тебя заткнуться. В клане правила. Если из хрона что-то взято, оно должно быть положено на место. Дым выложил из рюкзака пару респираторов и застегнул его. Недавно наших парней сильно потрепали. Они сюда еле доползли и отлеживались несколько дней. Отъедались лекарствами и сухпайками. Дым подошел к ряду металлических шкафов у стены. И открыв один из них, принялся укладывать на полки принесенные вещи. Если запасы жрачки и колес не пополнить, то следующие, кому придется воспользоваться схроном, могут оказаться без самых необходимых вещей. Это недопустимо. И потому мы всегда стараемся держать схроны в полной комплектации. На, держи. Дым бросил Софту темный сверток. Софт поймал его, развернул и довольно прищелкнул языком. Темный просторный комбинезон из брезентовой ткани пришелся как нельзя более кстати. Его горка изрядно обтрепалась за последние сутки. А орда голодных зомби вовсе превратила штаны в лохмотье. Под горкой у него, конечно, был научный костюм, однако щеголять полуоторванными штанинами было как-то неприлично. Быстро переодевшись, хакер поблагодарил Дыма и с интересом посмотрел в сторону большого шкафа, откуда сталкер достал новенькую грозу, точь-в-точь такую, как та, что осталась в баре диких. Дым занялся снаряжением магазинов. «Слушай, а может и для меня там чего найдется?» С надеждой посмотрел на стража Софт. «Найдется?» «Почему нет?» Дым запустил руку в шкаф и достал оттуда такую же грозу. Сталкер взял автомат в руки, покрутил его, пощелкал переводчиком режима огня, взял со стола магазин, вставил его в приемник, достал и протянул автомат назад. А попроще нет ничего. Виновата посмотрел он на сталкера. «Чего тебе попроще?» Не понял Дым. «Калаш есть?» Хакер посмотрел на сталкера с надеждой. «Слышь, боец!» Возмутился сталкер. «А ты не охренел в атаке часом?» «Здесь тебе чего?» «Магазин?» «Калаш, блин!» «Нет калаша!» «Гроза есть!» «Берешь?» «Не-а, не беру!» «Я к ней неприспособленный!» «Я тогда с тем, что есть, останусь!» Софт подтянул к себе вал. «Набор для чистки-то есть, а патроны у него такие же, как твои, верно?» «Верно!» Сталкер протянул ему чемоданчик с принадлежностями для чистки. Софт сноровисто разобрал автомат и принялся чистить оружие. Дым тем временем достал из шкафа несколько пачек с патронами и поставил их перед хакером. Порылся в подсумки и выложил пустые магазины, которые ему удалось сохранить. Софт кивнул, поблагодарив, собрал автомат и принялся набивать магазины. Дым достал из шкафа и еще одну коробку и протянул ее Софту. «На вот, тоже тебе!» Тот открыл коробку и довольно присвистнул. Нет, против открытого прицела он ничего не имел. Но с коллиматорным всяко удобнее. Там же Софт обнаружил тактический фонарь. Довольный хакер тут же прикрутил оба гаджета к автомату и щелкнул кнопкой коллиматора. Внутри линзы открытого прицела сразу радостно загорелась красная точка. «Отлично!» Хоть вал и можно применять на близких дистанциях, все же это его коньком не было. А вот короткие дистанции самое оно. Примечание. Речь идет об армейских дистанциях, делящихся на короткие, близкие, средние и дальние. Короткими считаются расстояния до двухсот метров, близкими до шестисот, средними до тысячи, а дальними до двух тысяч метров. Конец примечания. И коллиматор для боя на таких дистанциях подходил как нельзя лучше. Хотя все равно калаш был привычный. Дым тем временем прикрутил к стволу своего монстра глушитель и пристегнул под ствол тактический фонарь. Вспомнив о чем-то, сталкер снова нырнул в шкаф, порылся там, бурча себе под нос. И, наконец, вынырнул, сжимая в руках налобные фонари. Хватит блуждания в темноте, ну его к лешему, надоело. Пробурчал дым, протягивая софту один из фонарей. Свой фонарь сталкер тут же пристегнул к шлему. Что дальше? Хакер внимательно посмотрел на стража. А что дальше? Искренне удивился тот. Дальше? Спать? Уж больно денек, насыщенным выдался. Выспимся и двинем на базу. Видал я такие легкие прогулки. Сталкер вытащил из-за шкафа спальный мешок и бросил его софту. Выспимся, вылезем наверх, перебьем всех зомби к чертям свинячьим и пойдем домой. А если черные, там еще? Поинтересовался софт. Блин, ну какой ты все-таки нудный! Недовольно поморщился сталкер. Давай решать проблемы по мере их поступления, хорошо? Все, отбой, пехота. Караулить не надо. Спим спокойно, как у себя в кровати. Фиг, чего сюда залезет. И в этот момент внушительная стальная дверь схрона содрогнулась от мощного удара. Глава девятая быстрый и мертвый. Субтитры создавал DimaTorzok Обследование заброшенных объектов, находящихся под землей или на поверхности, производится только в составе групп из 5-6 человек, оснащенных средствами короткой связи и увеличенным боезапасом. Средства индивидуальной защиты обязательно. Связь с основной группой должна поддерживаться непрерывно. При столкновении с измененными следует объективно оценить ситуацию, вызвать подкрепление или эвакуационную группу. Здесь в заброшках такое порой встречается, парни, что лучше с этим никогда не сталкиваться. из вводного курса лекций для новобранцев изоляционных сил. Удар был такой силой, что дверь немного прогнулась вперед. Улегшийся был адрин вскочил на ноги, а я рефлекторно отскочил подальше. Мы оба не сговариваясь навели стволы на дверь и замерли в напряженных позах. Это чего было сейчас? Мне было сложно представить, что за штуковина могла с такой силой бабахнуть. Не знаю, протянул дым и тут же раздался следующий удар. Дверь снова дрогнула, с потолка посыпалась штукатурка. Не знаю, что там за штуковина, но еще несколько таких ударов и дверь не выдержат. Слушай, а у вас тут как? Экстренная эвакуация отсюда предусмотрена? Почему-то мне очень не хотелось находиться внутри, когда дверь все же вылетит. А в том, что она вылетит, я не сомневался. Новый удар и стальная рама, раскрепленная шлифтами, заскрепела. И кажется, даже немного подвинулась кирпичная кладка. «Какая эвакуация, блин!» Сталкер ощутимо занервничал, когда от следующего удара от стены отвалился здоровенный кусок штукатурки. «Это схрон, тут добра куча!» «Слышь, завхоз, я понемногу начал выходить из себя». «Ты как тут с этим стенобитным орудием сражаться собрался? Ножом?» Дым обвел взглядом комнату размером пять на пять и нервически дернулся. «Некуда отсюда эвакуироваться, блин!» «А там что?» Я кивнул в сторону проема в дальней стене, заложенного кирпичами. «Не знаю, не докладывали!» В дверь больше не били. Теперь в нее, видимо, уперлись и пытались вогнуть внутрь, во всяком случае выгнувшееся железо наводило именно на такие мысли. «Да что там, трактор что ли?» Дым сориентировался. «Давай!» крикнул сталкер, хватая металлический шкаф с одной стороны. Забросив автомат за спину, я подскочил к нему и ухватился с другой. Вместе мы кое-как подтащили тяжеленный шкаф и привалили им дверь. Ответом был новый удар, от которого шкаф отбросило. Что бы там ни было, но туда мне сейчас хочется намного больше. Я подбежал к проему и с размаху ударил ногой в центр кладки. Ветхая светукладка казалась совсем не такой на деле, и я отчаянно выматерился, когда боль прошила ногу от стопы до колена. Не так, по краям кирпичи выбивай, крикнул мне дым. На вот, держи. Сталкер бросил мне короткий ломик. Поймав его, я всадил плоский конец в едва видную щель и принялся раскачивать кирпич. Сталкер тем временем схватил из шкафа какой-то ящик и принялся устаканивать его напротив содрогающихся от ударов дверей. Но рассматривать, что он там делает, у меня времени не было. Наконец-то раскачался крайний кирпич, а вместе с ним начал покачиваться и вверх кладки. Я, что было сил, налег на ломик, как на рычаг, и часть кладки с грохотом рухнула на пол. Я покачал головой. Ну, строители, блин, толку с такой преграды. Если то, что ломится сейчас в дверь постучало бы с этой стороны, мы б и очухаться не успели. Я снова всадил лом между кирпичами и принялся выворачивать следующий ряд. Мой сначала торжествующий, а потом испуганный крик и скрежет металла слились в один звук. Ломик выскочил у меня из рук вслед за двойным рядом кирпичей, нырнувшим на ту сторону. Вот только звук их падения я не услышал. А сзади многострадальная дверь издала стон и ее вверх прогнулся внутрь. Из пролома в стене ощутимо потянуло холодом. Что за фигня? Аномалия какая-то. В темноте нельзя было ничего разглядеть. Метнувшись к столу, я схватил налобник и включил его, направив луч света в пролом. Видно было только противоположную стену. Нацепив фонарик на голову, я сунулся внутрь и обомлял. «Ты долго там копаться будешь!» закричал за спиной дым. Кажется, он уперся в дверь, прибавив свой вес к весу железного шкафа. Но мне было не до него. Раскрыв рот, я вглядывался в огромную лифтовую шахту. Раньше здесь ходил грузовой лифт, сейчас же не было видно даже троса. Обломки лифта, сверху на которых и свился змеей этот самый трос, лежали на дне шахты, метрах в двадцати ниже. Задрав голову, я смог рассмотреть и причину крушения. Стальная плита перекрывала шахту метрах в десяти выше проема. По всей видимости, она-то и перерезала трос, закрываясь. Да им полувопросительно воскликнул я, поворачиваясь к сталкеру. «Тут веревки есть?» «Чего?» искренне изумился напарник. Я не стал тратить времени на объяснение и просто показал в сторону проломы. Сталкер скривился и прыгнул к проему. Когда он обернулся, выражение его лица уже не было таким раздраженным. Сейчас пробормотал страж и кинулся к оставшемуся шкафу. Неведомо зверушка за дверью видимо притомилась грохотать в двери и взяла тайм-аут. Внезапно мне пришла в голову давно вертящаяся где-то на краю сознания мысль. «Слышь, дым!» «А чего ее аномалии не угробят?» «Шумит же, будь здоров!» Кивнул я в сторону покореженных, но пока еще держащихся дверей. «Разряжено, долго перезаряжается», коротко бросил через плечо сталкер. «Вот, держи». Он швырнул мне две бухты альпийского шнура. «Разберешься?» «Разберусь», кивнул я. «Хорошо, а я пока сюрприз твари подготовлю». Я не стал вникать в его манипуляции, а вынес ударом ноги оставшиеся кирпичи, бескрайних превратившуюся в весьма шаткую конструкцию, и принялся оглядываться, ища, где бы закрепить веревки. Намертво прикрученный к бетонному полу металлический стол подходил как нельзя лучше. Надежно закрепив обе веревки, я швырнул бухты в шахту, надеясь, что они уложены правильно и не запутаются в полете. «Ну, что ты там?» Я уже подхватил с пола рюкзак, надел его и защелкнул на поясе ремень. Дым продолжал возиться. Зверушка за дверью, видимо, уже достаточно отдохнула. Отвыкнув за пару минут тишины от ее бешеных ударов, мы аж подпрыгнули, когда металл двери застонал от очередного удара. И еще один край двери отошел от рамы. «Все, пошли». Дым отпрянул от двери, закинул свой рюкзак за спину, подтянул ремень, винтовки и, схватившись за трос, первым шагнул в провал. Я закрепил автомат, поправил налобный фонарь и устремился следом. Спускаться без страховочного пояса было не самым безопасным занятием. Руки в перчатках постоянно проскальзывали по шнуру, норовя отправить тело в неконтролируемое скольжение. Падать с двадцатиметровой высоты как-то не улыбалось, и я изо всех сил стискивал шнур. «Люби твой Майкрософт, а как мы подниматься-то будем?» До пола оставалось не меньше шести метров, когда сверху раздался грохот отшвыриваемого шкафа, треск вылетевшей двери, а затем... Затем прогремел мощный взрыв, выбросивший в шахту тучу пыли. По стене напротив проема что-то забарабанило с визгом рикошетя от стен шахты, а в следующий момент я понял, что лечу вниз, прямо на обломке грузового лифта. Вопреки ожиданиям, приземлился достаточно мягко и удачно. Во всяком случае, ноутбук в рюкзаке не пострадал. Я упал на бок. Судя по ощущениям, про шесть метров мне показалось со страху. На деле там было меньше. Разглядев, что смягчило мое падение, я вскочил и отошел в сторону. На полу лежал, не успевший еще начать разлагаться, труп в военной форме. Приглядевшись, я увидел еще один, на этот раз в оранжевом научном комбинезоне. Сзади послышался сухой кашель, и я отпрянул, беря автомат на изготовку. Это оказался всего лишь дым. Сталкер стоял на одном колене, упершись кулаком в полу и кашлял, страдальчески морщись. Эй, с тобой все в порядке? Я присел рядом с дымом. Тот, наконец, откашлялся и просипел. Кх-кх, нормально, вроде. Спину отбил, да пыли наглотался. Ты чего там сделал, воин? Что там так звездануло? Я монг поставил. На растяжку прокашлялся Сталкер. Мне оставалось только картинно прижать руки к лицу. А че так слабо, монг ядерного заряда не нашлось? Ну а чего? Как еще такую бандуру свалить можно? Она обычной растяжки не почувствовала бы, А теперь слышишь? Тихо там. Ну да, свалил, молодец и нас завалило заодно. Я был сам сарказм. Как выбираться-то теперь будем, монстробоец? Назад фиг залезешь. Как как? Вот так? Сталкер щелкнул под ствольным фонарем. Его луч разрезал пыль и уперся в дверной проем. Заодно и посмотрим, что это за лифт и куда на нем ездили. Да ты любопытен, мой друг. Буркнул я скорее для порядка и на ходу сматывая оборвавшийся трос направился за дымом. Тот, накинув ремень автомата на локоть, двинулся вперед. Лучи фонарей осветили длинный коридор с бетонными стенами. Мы немного поводили фонарями по сторонам, озираясь и в нерешительности замерли. Что с одной стороны, что с другой, конца края коридора видно не было. Ну, и куда пойдем? Повернулся я к дыму. Вправо, уверенно сказал сталкер. Я удивился его уверенности. А почему вправо? Ну, как почему? Ты что, про правила правой руки не слышал? Удивленно возрился на меня сталкер. Это какое такое правило? Ну, если ты в лабиринт попал, надо всегда держаться правой стороны. Тогда ты точно из него выйдешь. Вот же, а еще грамотный типа. Это ж каждый ребенок знает. Боюсь тебя расстроить, мой друг, протянул я. Но это правило чушь. Из лабиринта выйти можно, какой бы ты стороной не держался. Главное эти стороны не менять. Это первое. А второе, мы-то не в лабиринте. А вот фиг его знает, многозначительно сказал сталкер. Ладно, пошли. Чего сиськи мять? Ага, сейчас, погоди только минутку. Мое внимание заинтересовала знакомая конструкция на противоположной стене. Подойдя ближе, я обнаружил распределительную коробку и торчащий из нее рубильник, который и не замедлил дернуть. Эй, ты что делаешь, твою мать? крикнул сталкер. Я в какой-то момент и сам усомнился в том, что делаю, но уже через секунду сомнения прошли. Как раз тогда, когда с двух сторон коридора засветились красным светом, асимметрично расположенные друг другу лампы аварийного света. Аварийное освещение стандартная фишка любого серьезного объекта, произнес я с такой гордостью, будто сам спроектировал и установил это самое аварийное освещение. «Ты больше ничего тут не нажимай, не крути и не поворачивай, понял? А то я слышал, что и самоуничтожение у таких объектов бывает». Дым выглядел раздраженным. «Да ладно!» хохотнул я. «Ты просто психуешь, что не ты это нашел первым». Мы в быстром темпе шли вперед, с интересом оглядываясь по сторонам. Прямо по стенам шли толстые кабели, на потолке были смонтированы лампы дневного света. Коридор был длинным, мы прошли минимум 20 метров, а он пока заканчиваться и не думал. Периодически с левой стороны попадались массивные стальные двери с картоприемниками для входа. Первой же дверью я живо заинтересовался, но появившийся интерес быстро погас. Светодиод состояние заблокировано-разблокировано не светился ни красным, ни зеленым светом. Видимо, аварийное электропитание к запорному механизму подведено не было. Примерно через две минуты коридор сделал поворот и мне невольно представился большущий квадрат. Замкнутый. Единственный выход из которого шахта лифта, откуда мы и пришли. Мда, меня передернуло. Дым издал приглушенное восклицание, когда впереди показалась массивная дверь шлюза, перегораживающий коридор. Даже отсюда я смог различить цвет красной лампочки на панели состояния. Закрыто, но электричество есть. И примерно тогда же мы услышали за спиной топот нескольких ног. Кто-то быстро бежал за нами. А вот хорошо это или плохо, мы пока не знали. Ведь до этого момента живых мы тут не видели. Давай быстрее вперед, открыть сможешь. Дым с надеждой взглянул на меня. Посмотрим. Я оглянулся назад. Пока никого не было видно, но топот приближался. Не сговариваясь, мы рванули вперед. Подбежав к двери, дым присел на одно колено, уставив ствол автомата вглубь коридора. И нервно махнул мне, мол, давай действуй. Я опустил автомат, оставив его свободно болтаться на ремне и запустил руку в сумку с инструментами. Так, доступ по карте. Примитивный процессор считывает сигнал с карты и подает команду открывать или нет. При правильном сигнале просто разрывается цепь, подающая питание на электромагнит. И дверь открывается. Теперь все зависит только от того, как много времени уйдет на подбор правильного сигнала. Лихорадочно орудуя отверткой, я вывинтил блок карт-ридера и сбросил с плеча рюкзак. Ноутбук радостно засветился экраном, как только я его открыл. Хорошая штука этот артефакт. Постоянно можно в спеющем режиме машину держать и батарейка не сядет. Я достал из чехла кабель. С одной стороны стандартный USB-разъем, с другой микрокомп по типу пиндосовской малины с защитным эмулятором кар-доступа. Во, какой я предусмотрительный. Все свое нашел с собой. Ага. Примечание. Имеется ввиду микрокомпьютер разбенни-пи. Разбенни с английского малина. Конец примечания. При помощи мультитула я быстро оголил провода, ведущие от карт-ридера к процессору, обрабатывающему сигнал с карты, и прицепил на них два крокодила, которые вкрутил в клеммы на блоке эмулятора. Комп распознал устройство и радостно курлыкнул. Несколько касаний тачпада, программа запущена. Все, теперь мы в руках великого рандома. Пусть сегодня он к нам будет благосклонен. Стоять! Или открываю огонь! Гаркнул за спиной дым. Я обернулся. Из-за угла показались несколько странных типов в драном камуфляже. Услышав дым, они не подумали останавливаться, а только ускорились. Чем-то мне эти ребята не понравились. И хотя руки у них были пусты, мне почему-то не хотелось, чтобы они к нам приближались. Я подхватил автомат. Стреляй же! Дым команде внял, но короткую очередь выпустил по полу немного впереди бегущих. Двое притормозили, а третий третий могучим прыжком взвился в воздух, оттолкнулся от стены всеми четырьмя конечностями и в нечеловеческом рывке разорвал дистанцию. Да ну нафиг! Пробромотал я, вдавливая спусковой крючок. Автомат дернулся и полет прыгуна резко прервался. Несколько пуль попали ему в грудь, развернув туловище и бросив спиной на пол коридора. Но вопреки ожиданиям он только коротко зарычал и резким движением вновь вскочил на ноги. Рядом заговорила гроза дыма, он не стал ждать результата моих выстрелов и открыл огонь по двоим оставшимся. А я перенес красную точку коллиматора на переносицу вскочившего фиг пойми кого и выстрелил. Дозвуковая пуля вылетевшая из ствола со скоростью 295 метров в секунду расплескала мозги прыгуна по стене. Тело подергиваясь рухнуло на пол и через него тут же перескочил еще один прыгун, которого пример его товарищей ничему не научил. Его мы приняли во два ствола. Тело конвульсивно задергалось под ливнем пуль, потом кто-то из нас все-таки попал в голову и попрыгун рухнул, не добежав до нас всего нескольких метров. Слышь, дым, это чего за австралопитеки, блин? Перезаряжаясь я дрожащими от притока адреналина руками никак не мог попасть магазином в приемник. Да откуда ж я знаю? Движения сталкера были более четкими, чем мои. Но непривычная бледность его лица бросалась в глаза даже в полутемном коридоре. Долго тебе еще там? Я скосил взгляд на дисплей ноутбука. Зеленая полоса прогресс бара подбиралась к середине. Только это не радовало потому, что здесь это не степень готовности. В кремниевой башке процессора заложено конечное число комбинаций. И когда прогресс бар заполнится полностью, это будет значить, что мы так и не услышим заветного щелчка электромагнита. Блин, выдохнул сталкер, еще бегут. и правда, топот слышался снова, вот только теперь шум издавало намного большее количество бегущих ног. Черт, вали их в голову, это как зомби по ходу, вот только больно уж шустрые, электровеники, епт. я как раз успел взять на прицел пустой пока коридор, когда из-за поворота вылетела настоящая толпа человек в пятнадцать. Огонь! Два автомата заработали одновременно. Будь я желанным калашом, да не наверни дым ПБС на свою вундервафлю, мы бы оглохли. Твари, бегущие на нас, двигались быстро. Врезающиеся в тела пули только замедляли их, а попасть сразу в голову было непросто. Напирающие сзади не понимали, почему замедляются передние и попросту перепрыгивали через них, тут же сами попадая под струи свинца и замедляясь. Некоторые падали так близко, что можно было разглядеть их зрачки, залитые сплошно чернотой. Использованные магазины уже летели просто на пол. «Перезарядка!» крикнул дым, пытаясь нашарить новый магазин вместо опустевшего. Последний оставшийся в живых попрыгун взвился воздух, я поймал на мушке его голову, плавно выжил спуск и услышал сухой щелчок. Твою мать! Дым, словно заправский ковбой, рванул из кобуры пистолет. Движение и выстрел слились в одно движение, и тварь, брызнув мозгами из разнесенной головы, с хрустом рухнула прямо у моих ног. Крупнокалиберный кольт гаркнул так, что у меня заложило уши. Но слышал я достаточно для того, чтобы у меня в жилах застыла кровь от рева пары десятков глоток, донесшегося издалека. А потом раздался знакомый уже топот. Блин, этой волны мы не переживем. Выдохнул дым, меняя магазин и лихорадочно набивая пустошенные патронами. Давай, боярин, крути свою машину! Я не удержался и хихикнул. Че, ржош, долго еще? Да не могу я сказать долго или нет. Дым скинул автомат и удачно уложил первопоказавшегося из угла шустрика. Да откуда ж вы вселись, блин? Я догадывался, но озвучивать свою догадку не стал. Иначе выйдет, что мне и впрямь не стоило хвататься за рычаг. Скорее всего, когда я запустил автономное питание, где-то в недрах комплекса заработала в нормальном режиме какая-то дверь с кнопкой. Кто-то из этих бандерлогов сумел на нее нажать, и вся орда радостно устремилась на поиски свежего мяса. Потому что в том, что они бегут к нам обниматься, я не верил. Я выпустил несколько очередей, а завалить очередного попрыгунчика смог только с третьей попытки. Выругался, рев десятков глоток стал ближе. Это мы так, авангард, выхватываем сейчас, а вот через пару секунд подтянется основная масса. Интересно, чего предыдущие не орали? Потому что их мало было? «Ладно, к дьяволу». Из-за угла вылетели несколько тварей, отскальзываясь на крови и кишках пришественников. Дым принялся выбивать их прицельными очередями, я поднял автомат и услышал металлический щелчок за спиной. «Дым!» «Есть!» Я рванулся к двери и потянул за ручку. Дверь медленно и плавно начала открываться. Издав вопль радости, я стукнул крышкой ноутбука, закрывая его пинком, отправил за дверь рюкзак и подхватил ноут. «Дым! Пошли! Быстрее!» Оглянувшись, я увидел, что несколько прыгнув еще движутся вперед. Дым медленно-медленно пятился назад. Я зажал с собой дверь, не давая ей закрыться, поднял автомат, зажав ноут подмышкой и несколько раз выстрелил. Одна из твари упала, еще одна легла от выстрела дыма. Однако было уже понятно, что эту атаку нам не отбить. «Пошли!» заорал дым, отскакивая к двери. Я выдохнул, дождался, пока сталкер ухватится за дверь и нырнул за нее. «По-хорошему мне бы его сейчас прикрывать, пока он заскочит, да дверь тяжелая и сильная, если широко распахнуть, не закроется быстро». Дым потянул дверь на себя, втискиваясь в узкую щель, как вдруг его лицо исказилось и сталкер полетел на пол. Я сорвался с места, устремившись к двери, но было поздно. Новый рывок выдернул сталкера обратно в коридор, а после этого на дверь обрушился мощный удар, и она захлопнулась, отсекая меня от напарника. Я заорал матом с разбега, ударившись о дверь всем телом, но эффекта это не возымело. Не надеясь ни на что, я кинулся с отверткой к двери, поставив рекорд по скорости вывинчивания блока карт-ридера. Ногой подвинул ноутбук, нырнул рукой в инструментальный подсумок и медленно опустился на пол, обхватив голову руками. Мозг запоздало выдал запечатленную им картинку. Блок эмулятора, так оставшийся висеть на крокодилах с той стороны двери. Прости, дым. Прости меня, сталкер. Только и смог пробормотать я. Ну вот на кой хер я рычаг этот дергал. Глава десятая Веселые картинки «Музыка» «Музыка» Продолжение следует... Основная цель – сохранение безопасности научного персонала и прикомандированных к нему гражданских лиц. Нападение на наши объекты – ситуация из-за разряда маловероятных. Однако, отправляясь на боевое дежурство, вы должны быть готовы ко всему. Изводного курса лекций для новобранцев изоляционных сил На душе было крайне дерьмово. Случайный провожатый, с которым мы в такой короткий срок встряли в невероятное количество переделок, таковым уже не воспринимался. Дым стал товарищем, напарником, и в итоге я здесь, а сталкера разорвали долбанные шустрые зомби. Неправильно это. И дело даже не в том, что я остался один в зоне под землей на территории какого-то сраного комплекса. Дело не в том, что мне придется выбираться отсюда самостоятельно. А я понятия не имею, как это сделать. Хотя какая нафиг разница теперь, в чем дело? Я тяжело поднялся, перевел ноутбук опять в спящий режим, закрыл и уложил его в рюкзак. Сам рюкзак водрузил на законное место, поправил налобный фонарь, взял автомат на изготовку и пошел вперед. Дыма жалко, но надо отсюда выбираться. С этой стороны двери коридор немного отличался. Он был немного шире, а двери были с обеих сторон тоже закрыты. А еще коридор поворачивал теперь вправо, а не влево. Едва шагнув за угол, я невольно дернулся. На полу лежало тело солдата. В руках труб сжимал автомат. Рядом валялся пустой магазин. Видимо, скосили солдатика во время перезарядки. Носком ботинка. Я перевернул тело. Ммм, пулевые. Как интересно, однако. Но кто его так? Свои? Вообще забавные дела тут творятся, как погляжу. Один этот комплекс чего стоит? Как из кино. Амбрелла? Блин. Надеюсь, Красной Королевы из старого фильма не будет? Мне только ее для полного счастья не хватает. Рассмотрев бойца, я двинулся дальше. Через несколько метров я обнаружил еще два трупа. Тоже солдаты. Тоже расстреляны. Что тут происходит, черт побери? Кто-то напал на комплекс. Но кто о нем мог знать? Ведь даже стражи, обустроившие в подвалах биофарма схрон, о нем не подозревали. Все чудесатие и чудесатие. Коридор снова резко повернул и соединился с еще одним, идущим перпендикулярно. Справа этот новый коридор заканчивался массивной раздвижной дверью. Створки ее были наполовину разведены, с обеих сторон виднелись знаки биологической опасности. Немного подумав, я двинулся туда. Дойдя до двери, я остановился в проеме, оглядывая открывшуюся мне картину. За дверью был достаточно большой зал. По периметру стояли столы с компьютерами. Одна стена примерно по пояс была застеклена. Бронестекло, судя по всему. На полу валялись кресла и непонятные темные кучи. Подойдя ближе и рассмотрев их, я с трудом подавил тошноту. Это были растерзанные тела в некогда белых халатах. Перевернув носком ботинка одной из них, я все же не выдержал и согнулся в порыве рвоты. Организм шумом исторгал из себя остатки вчерашнего ужина. Живот ученого был распорот от паха до горла. Внутри вяло копошились черви. Рядом с телом лежал планшетный компьютер. Подняв гаджет, я машинально коснулся кнопки разблокировки. И, к моему удивлению, экран засветился, оживая. Хмыкнув, я коснулся сенсора, открывая последние файлы. В диспетчере отобразился длинный список видеофайлов. Со странным чувством, ощущая себя причастным к одной из тайнозоны, я наугад ткнул в первый из них. Запустился медиапроигрыватель, а крошечный динамик издал слабый звук. Найдя ползунок громкости, я выкрутил его на максимум. На экране появилось лицо ученого. На заднем плане мельтешили фигуры в белых халатах. Видимо, ученый использовал девайс для записи видеодневника. Что ж, посмотрим. Ученый на экране прокашлялся и заговорил неожиданно глубоким голосом. День добрый, начинаем эксперимент. Объект рядовой Кущенко. Неделю назад попал под воздействие аномалии по классификации Федорова, известной как магнит. Вблизи аномалии резко снижается до минимума заряд батареи любого электрооборудования. Включая защищенное. Воздействие на человека не исследовано. После контакта с аномалией рядовой впал в кому. Начальником экспедиции было принято решение о транспортировке бойца на резервную базу Биофарм. По дороге рядовой Кущенко пришел в себя и стал проявлять агрессивные реакции, схожие с реакциями измененных, известных как зомби. Был связан, на базе помещен в карантин. С течением времени стало понятно, что человеческая сущность утрачена рядовым полностью и навсегда. Кто-то тронул ученого за плечо, тот отвлекся, что-то произнес в сторону и снова повернулся к камере. Учитывая, что изменения, произошедшие с рядовым необратимы, согласно 18 подпункту 3 части контрактного соглашения служащего изоляционных сил, при необходимости тела погибшего, военнослужащего, предоставляется научному корпусу с выплатой дальнейшей компенсации семье погибшего. «Я аж поперхнулся. Вот уроды. Погибшего. Он же живой еще. А они и рады стараться подопытного кролика нашли. Не приведи, Господь, к таким живодерам в руки попасть». Тем временем камера повернулась в сторону бронестекла. Стало видно стоящее в глубине зала кресло, вроде стоматологического, которому эластичными ремнями был пристегнут молодой человек. Выглядел он, насколько удавалось рассмотреть на видео, и правда, как зомбак, только поактивнее. Все время дергался, пытаясь вырваться. На шее проступили вздувшиеся мышцы, лицо было искажено зверским напряжением. Научник тем временем продолжал. Рядом с рядовым наблюдаются кратковременные сбои в работе оборудования. Оборудование не включается, но его данные становятся недостоверными. По моей теории, часть аномальной энергии осталась в теле рядового. На месте сработавшей аномалии остался предмет неизвестного происхождения. В дальнейшем артефакт-конденсатор по той же классификации Федорова. Артефакт накапливает энергию, извлеченную магнитом из окружающей среды. При активации артефакта, сильном сжатии, энергия выплескивается в виде электромагнитного разряда. «Я считаю», — тут профессор зачастил, приглушив голос, «что сейчас электромагнитная составляющая или душа, если хотите, рядового Кущенко, находится внутри артефакта. Мы попробуем разрядить артефакт, направив разряд на рядового. Я думаю, это может помочь вернуть его к жизни». Камера снова повернулась, демонстрируя научного дрона, подкатывающего к рядовому. В вытянутом манипуляторе дрон сжимал артефакт. Приблизившись к рядовому вплотную, дрон прижал артефакт к его телу и щелкнул манипулятором. Раздался дикий вопль, а потом картинка исчезла. Зябко поежившись, я поискал чистое место и присел. Это становится весьма интересным. Если вытащить записи зоны и выгрузить ее в сеть, «Это ж какой скандал разгорится, а?» «Ничего себе пункт. Контракта. На живых бойцах артефакты испытывать. Нормальный ход. Почему-то мне кажется, что если все это дело выплывет, очень со многих широких погон полетят звезды. А то и сами погоны послетают. Ну-ка, что там дальше?» Я щелкнул пальцем по иконке следующего файла и снова увидел лицо того же ученого. День второй. Эксперимент провалился. Освобожденный разряд спалил электронику дрона и все оборудование в лаборатории. Наша техника не пострадала. Что еще раз подтверждает эффективность электромагнитного экрана, установленного в лаборатории. Рядовой Кущенко в себя так и не пришел, хотя разряд спровоцировал однократное проявление стандартной человеческой реакции на боль. Боец закричал. До этого на внешние раздражители, включая болевые, рядовой не реагировал. «Болевые раздражители, скажите-ка. Вот уроды. Это чего они с ним делали? На что он не реагировал? Да, весело тут у них». Тем временем ученый начал говорить вовсе интересные вещи. Я считаю, что причина провала эксперимента в непонятной субстанции, закрепившейся у рядового на затылке. При первичном осмотре замечена не была, из-за малого размера. Теперь же она значительно увеличилась и продолжает расти. Я думаю, это симбиотический паразит, подхваченный рядовым по неаккуратности во время экспедиции. Возможно, он и стал причиной того, что Кущенко, плохо себя почувствовавший, попал в аномалию. Сегодня мы попытаемся установить природу этого новообразования. Все интереснее и интереснее. Я запустил следующий файл. На этот раз ученый был сильно обеспокоен и говорил быстрой скороговоркой. Я был прав. Это какой-то симбионт-паразит. Ренегион показал, что он теперь связан с мозгом Кущенко. Тончайшие нити проросли сквозь коту рядового. Ученый на секунду запнулся, заглянул в лежащий перед ним журнал и поправился. Объекта номер восемьдесят девять и вступили с ним в симбиотическую связь. Паразит больше не увеличивается, но встало меняться само тело объекта. Ноги увеличились, огрубели и теперь больше похожи на когти животного. Меняется и скелет объекта. Наблюдается деформация позвоночника и прочих костей скелета. Меняются грубее кожные покровы. К сожалению, мы не можем наблюдать, что происходит с внутренними органами объекта, так как рядом с ним любое оборудование практически моментально выходит из строя. Камера повернулась в сторону лаборатории, и я увидел нечто сгорбенное, покрытое темным налетом. Но поразило меня больше другое. Внезапно по телу лежащего объекта пробежали голубые искры, пробежали и исчезли. А ученый, судя по отсутствию комментариев, с его стороны ничего не заметил. Лихорадочный жест и запущен новый файл. Мне становилось все интереснее. Если на прошлом видео ученый выглядел слегка встревоженным, то сейчас он был всклокочен и небрит. Мы заблокированы в лаборатории. Я напрягся. Снаружи перестрелка, охрана доложила о нападении на базу. А наши приборы регистрируют мощный всплеск снаружи. Но ничто не должно помешать дальнейшему эксперименту. Как только охрана разберется с нападающими, мы доставим сюда сугестр и проведем первое испытание. Следующий ролик, похоже, был снят всего через несколько минут. Странно, но ученый на нем еще больше походил на безумца. Хотя мне казалось, что больше уже нельзя. Мы наблюдаем невероятнейший феномен. Современная наука такого еще не видела. Это просто не может быть. Но мы же смогли записать это. Объект периодически исчезает. Просто исчезает. Куда? Куда он перемещается в этот момент? Неужели мы смогли вплотную подойти к разгадке возникновения зоны? Ведь это... Это означает другое пространство. Другое измерение. Человек не может просто так исчезнуть из нашего пространства. А все датчики фиксируют, что объекта в эти доли секунды нет в помещении. Объект немедленно надо доставить на большую землю для изучения. Но лаборатория до сих пор заблокирована. А наверху бушует мощный вспляск. Как только вертолеты смогут вылететь... Эээ, стоп, что это? Сколько его уже нет? Бросив планшетник на стол, ученый обернулся и что-то кричал коллегам. Камера захватила лишь потолок и часть противоположной стены, на фоне которой суетился персонал. Вдруг в помещении что-то треснуло, вспыхнула синяя вспышка, и тут же раздался дикий крик боли. Нет, нет, что это? Шум снова треск, снова вспышка, и новый крик. Зажужжала дверь, раздалась беспорядочная стрельба, которая тут же захлебнулась, и снова крики. Планшет дернулся и мазнул камеры по помещению. «Я должен, я должен это снять, это, это телепортация, это невозможно, но я вижу это!» Раздался дикий грохот, помещение будто вздрогнуло и... опустилась темнота. Камера погасла на секунду позже. Следующий файл, щелчок, на экране темное помещение, время от времени озаряемое вспышками аварийных огней. Камера находится низко, как будто человек, держащий ее, сидит на полу. Так и есть. Повернувшаяся камера показала ученого совершенно безумными глазами, укрывшегося под столом. «У нас вырубилось все оборудование. Теперь у нас нет связи ни с охраной, ни с большой землей. Но она нам уже и не поможет. Он был здесь. Он появился из ниоткуда. Он... он убил всех. Всех. Я один остался в живых. Я попытаюсь выбраться наверх и привезти помощь. Надеюсь, у меня это получится». Ученый выбрался из-под стола. Камера мазнула по окровавленным трупам, лежащим на полу. Профессор тяжело задышал и двинулся к выходу. И в этот момент раздался треск, как от электрического разряда. И синяя вспышка на миг ослепила камеру. А когда свечение угасло, в тусклом свете аварийных ламп, я мельком увидел темный сгорбленный силуэт. Силуэт дернулся, раздался крик профессора, и изображение закувыркалось. Раздался глухой стук, когда планшет стукнулся о пол, и картинка погасла. Мда... Дела... Не, я реально хочу это кому-нибудь показать. Вот честное слово. Я решительно сунул планшет в рюкзак. Мало ли что еще интересного в памяти устройства найдется. Экспериментаторы, блин. Но кто напал на комплекс? Я обвел взглядом зал, будто пытаясь найти ответ. И частично нашел. Камера. На потолке маячил черный защитный колпак. Все, что происходило в комплексе, записывалось. И нападающие тоже на камеру не могли не попасть. Так, где у них тут видеосерверы? Странно, но разгадать загадку нападения мне почему-то показалось очень важным. Главное, чтобы видеосервер был не в той части коридора, что осталось за дверью. Иначе добраться туда будет, мягко говоря, проблематично. Да и не пойду я туда, здесь поищу. А не найду, ну и фиг с ним. Что поделаешь. Схватив автомат, я выскочил из зала. Где, может быть, видеосервер? Узнать это было не так сложно. Происходив все в современном здании, где проводка убрана в кабель-каналы и под фальш-потолки, ответ на этот вопрос был бы гораздо сложнее. Однако здесь такими мелочами не заморачивались. Все провода были проложены прямо по стенам, и отличить толстенные силовые кабели от тонкой лапши видеонаблюдения было несложно. Особенно учитывая, что последнее тянулось отдельным пучком во избежание наводок. Выставив ствол автомата, я пошел вперед. Впервые с момента попадания в подземный комплекс мне стало сильно не по себе. Чем было вызвано чувство страха, седающий на лопатках под комбинезоном мелкими каплями пота, сказать было сложно, то ли нападением шустриков, то ли просмотром видеодневников научника. Так или иначе, мне больше не казалось, что в этой части подземелья нет никого, кроме меня и успевших окоченеть трупов охраны. Двигаясь вперед, я проскочил развилку, в конце которой осталась дверь, разделившая нас дымом. Я перешел в ранее неисследованную часть комплекса. Обстановка тут несколько отличалась от всего увиденного прежде. То ли аварийная сеть здесь была повреждена, то ли просто не сработала автоматика. Двери по обе стороны коридора были открыты. Какие-то полностью, какие-то наполовину. В них не хотелось не то что заходить, но даже заглядывать. «Что-то внутри меня!» – настойчиво шептала. «Не задерживайся, иди вперед!» Впрочем, после наглядной демонстрации экспериментов, что здесь проводились, особого желания устраивать себе подробную экскурсию у меня не было. Аварийные лампы не горели, и я снова включил оба фонаря – подствольный и налобный. Стены коридора хранили следы боя. Вот след от рикошетов, а здесь со стены сбита штукатурка. Следы осколков от разорвавшейся ручной гранаты. Несколько раз мне попадались трупы охранников, застывшие в самых разных позах. Не будь я заряжен добром и схрона стражей по самой «не балуйся», я бы обязательно провел местную инвентаризацию. Только памятуя о стрельбе в десантном отсеке бронетранспортеры, палить из калаша внутри щедрого на эхо подземного комплекса желания у меня не было. А охрана лаборатории вооружена была исключительно этим заслуженным оружием. То и дело, оглядываясь, я наконец добрался до двери в вентиляционное отверстие, над которой и заходили провода системы видеонаблюдения, собранные в внушительный пучок. Наверное, сюда мне и нужно. Сдвигающаяся в бок дверь была разблокирована, но в щель, оставшуюся между ней и стеной, я пролезть не смог бы, даже сняв рюкзак и все снаряжение. Подумав, я вернулся по коридору к замеченному ранее пожарному щиту и достал из-под разбитого стекла изогнутый ломик, одна сторона которого была окрашена в красный. Чувствуя себя Гордоном Фрименом из старой, но не ставшей от этого менее любимой игры, я вернулся к дверям, давя идиотский смех. Даже обстановка вокруг напоминала декорации, ставшего культовым в свое время шутера, третью часть которого так и не дождалось гейм-сообщества. Вставив ломик в щель, я налег на свободный конец всем телом, толчками расшатывая двери. Дело пошло, хоть и не сразу. Спустя пару минут я, наконец, мог протиснуться в образовавшийся проем. Пост наблюдения был тут. Перешагнув через труп еще одного охранника, я направился к пульту. К сожалению, как я и подозревал, он был обесточен. Окинув взглядом пару серверных шкафов, стоящих в глубине комнаты, я отогнал глупую мысль подключить жесткий диск к ноутбуку и скопировать последние записи. Даже будь у меня шнурок с нужным переходником, на то, чтобы слить всю инфу с массивов, ушло бы слишком много времени. Да и не поместится весь объем у меня на жестком диске. Придется искать другой вариант. В принципе, можно было бы плюнуть на все и отправиться дальше в поисках выхода на поверхность. Если только лифт, по шахте которого мы с дымом сюда спустились, не был единственным способом выбраться из подземного комплекса, в чем я сомневался. Но что-то мне подсказывало, что запись нападения даст мне некоторые ключи к происходящему в зоне. Надо оно мне было? Пожалуй, что нет. Вот только слишком сильна была привычка обладать информацией. Информация правит миром. На первый взгляд, бесполезные данные, будучи поднятыми в нужное время, могут изменить практически любую ситуацию. И я не мог не воспользоваться такой возможностью. В теории, мне нужно было лишь найти повреждения в аварийной сети. Не может быть такого, чтобы часть комплекса была к ней подключена, а часть нет. Тот конец коридора, из которого я пришел, был запитан. Значит, повреждение где-то посередине. Смогу я его устранить? Думаю, что да. А значит, нечего тут торчать, пялись на мертвое без электричества железо. Нужно идти искать обрыв. Отчего-то слепая кишка коридора сейчас мне показалась еще более зловеющей, чем раньше. Что со мной происходит вообще? Бред какой-то. Как ребенок, оставшийся вечером дома один, ей-богу. Но хотя я внутренне старался всячески над собой подтрунивать, странное состояние не отпускало, будто предчувствие. Выругавшись сквозь зубы, я на всякий случай сменил магазин и дослал патрон в патронник. Долго обрыв искать не пришлось. В том месте, где коридор поворачивал возле лаборатории безумных экспериментов, я нашел распределительный щит. Попавшие пули или осколок гранаты просто-напросто выбили кабель из клемм. Щелкнув в избежание эксцессов переключателем, я обесточил клемму и, вставив в нее конец кабеля, зафиксировал его зажимом. Отвернув голову в сторону, самыми кончиками пальцев вытянутой руки, я вернул тумблер в положение в кл. Мигнувший свет заставил меня дернуться, и на какую-то секунду я подумал, что устроил короткое замыкание и оставил без электричества весь комплекс. Однако уже через пару секунд светильники снова зажглись, разве что несколько тусклее. Это не повлияло на общую освещенность, ведь тот конец коридора, из которого я пришел, теперь тоже засветился кроваво-красным заревом аварийных ламп. Сдержав торжествующий возглас, я отправился обратно в серверную, то и дело оглядываясь по сторонам. О том, что замысел удался, я узнал, пройдя всего несколько метров, когда вздругнул отписка включившихся источников бесперебойного питания. Оставшиеся без нагрузки приборы громко жаловались динамиками спикеров-пищалок. Повеселев, я вернулся в серверную. Морщись отписка бесперебойников, я отыскал нужный мешкаф по проводам, подключенным к платам видеозахвата, и мягко утопил кнопку включения. Загудели, раскручивающиеся вентиляторы, охлаждения, защелкали магнитные головки жестких дисков, и помещение наполнилось шумом множества жестких дисков. Надо же! А я думал, сейчас везде используются твердотелые накопители. Как бы с этого антиквариата данные не посыпались от аварийного выключения. Перебравшись через невысокую перегородку, ранее отделявшую пульт оператора от серверной плексигласовой стенки, я включил операторский комп и провел пальцем по сенсору мониторы. Все двенадцать дисплеев, полусферы, охватывающие кресла оператора включать я не стал. Не знаю, отчего питается комплекс, но проверять эту штуку на выносливость мне совсем не хочется. Сдохнет еще от перегрузки, и останусь я тут с двумя фонариками. Если при свете меня мандраж бьет, что ж в полной темноте-то будет? Экран засветился, и я вырубился. На жидко-кристаллическом дисплее проступило окно запроса пароля. Я мысленно представил мучительные часы от уедении, брут-форса и едва не застонал. Но вот не хочу я ломать больше ничего. Не та обстановка, чтобы просидеть тут месяц в надежде, что моему компу удастся поломать армейский пароль. Мощности одной машины для этого не хватит. Нужна сеть. Теоретически, я мог бы организовать ее с помощью других компов, находящихся в комплексе. Но и это не давало гарантии, что дело увенчается успехом. Вот доступ бы к внешней сети, да вычислительные мощности ботно-то, арендованные у какого-нибудь ушлого вирусописателя, тогда да, дело бы пошло. Но о доступе к сети придется забыть на долгое время. В зоне она недоступна. По крайней мере, пока я не добрался до берлоги Рута. Вот только доберусь ли я до нее в итоге, что-то дорога затянулась. И где она закончится, о том и сам цифровой призрак не ведает. Стоп! Отчего я, собственно, велосипед изобретаю? Повернувшись, я шагнул в сторону тела оператора, мочась от неприятной процедуры. Перевернул его на спину и рванул у него на груди форменную рубаху. Так, есть. На шее две цепочки. Одна с личным жетоном, а вторая. А вот на второй висела пластиковая карта, внутрь которой запаяны аварийные коды. Хмыкнув при виде надписи «Вскрыть только в случае чрезвычайной ситуации», я разломил карту надвое и извлек из нее пропитанную противопожарным веществом бумагу, сложенную в несколько раз. Превосходно! Найдя в начале одной из строк цифра-буквенное обозначение сервера видеонаблюдения, я, ничтоже сумняшися, отстучал на клавиатуре 32-значный пароль из букв разного регистра и в разной раскладке и случайным образом подобранных цифр. Ну, надо же! Ходит где-то порядок! А то видел я секретные объекты с паролем «Бэтмен навсегда», выведенные маркером на стикере, приклеенным к монитору. Мигнув экраном, система проглотила код и вознаградила меня доступом к оболочке программы видеонаблюдения. Пощелкав клавишей трекбола по обозначениям камер, я быстро определился с нужными, вывел их на экран и кликнул по ссылке архива. Нападение произошло во время всплеска, вот все, что я знаю. Единственный всплеск, датой которого я располагаю, произошел вчера. Да и тела не производили впечатлений сильно уж залежавшихся. Даже душка еще не было. Может, конечно, виной тому сухой воздух подземелье, в котором разнообразных бацилл и микробов гораздо меньше, чем на поверхности. Но что-то мне подсказывало, что трагедия в комплексе разыгралась не так давно. Перемотав на вчерашний вечер, я кликнул по иконке воспроизведения, облокотился на пульт и приготовился смотреть. Картинка на экране, поделенном на сектора, каждый из которых соответствовал своей камере, ожила. Не сказал бы, что тут была прямо невероятная движуха, но все же как-то поживее, чем сейчас выглядела. Хмыкнув невольному каламбуру, я ускорил воспроизведение. Время от времени по коридору проходили люди в белых лабораторных халатах, под которыми виднелись оранжевые научные комбинезоны. Прохаживалась охрана, баюкая в руках автоматы. Что-что, а службу ребята тащили справно. Как же их врасплох-то застали? Ответ на этот вопрос я получил очень быстро. Камеры были без микрофонов и звук не писался. О том, что в коридоре прогремел мощный взрыв, я догадался по взметнувшейся пыли и обломкам, выплеснувшимся из дальней части коридора, той, где я еще не был. Охрана мигом утратила скучающий вид, один из бойцов припал на колено и высунувшись из-за угла, выпустил несколько коротких очередей. Его напарник тем временем подскочил к двери той самой лаборатории и вжикнул магнитной картой по щели картридера. На двери тоже зажегся красный фонарь, а сама она плавно закрылась. Боец, в первую очередь позаботившийся о безопасности ученых. Хотя где им было безопаснее? В коридоре под пулями нападающих или в запертой лаборатории, жаждущим крови бывшим рядовым Кущенко? Еще большой вопрос. Не успел укрыться. Автоматная очередь бросила его на пол, а следующая пришедшаяся выше края бронежилета довершила дело. Камера мигнула на миг засветившись, а когда картинка вернулась к нормальному режиму, охранник, успевший укрыться за углом, уже лежал на полу истекая кровью. По коридору пробежала с пулеметом наперевес темная фигура, и я в порыве чувств аж стукнул кулаком по столу. Черные! Долбанные дети черные растут до ее в блястер луны! Я лихорадочно заелозил трикболом, ища картинку с других камер. Наконец мне это удалось, и я увидел сам момент атаки. Черные не стали миндальничать со взломом карт ридера. Они просто вынесли направленным взрывом толстенную дверь сестру-близняшку, той, что разлучила нас дымом. Неожидающие нападения, да еще и во время всплеска охранники не смогли оказать сколько-нибудь значимое сопротивление и были уничтожены уже в первые минуты боя. А потом... Много я бы дал за то, чтобы камеры в коридоре писали звук. Тогда бы я понял, что террористы хотели от ученых, которых они поочередно выводили в коридор и о чем-то спрашивали, перемежая вопросы ударами ног и прикладов. Вот только ученые не знали ответа. Или не хотели его давать. потерявший терпение террорист на экране вскинул автомат и короткой очередью разнес черепсе дома навучнику, стоявшему до того на коленях с руками за головой и решительно мотающего головой в ответ на реплики черного. Еще один боевик приволок откуда-то из-за края кадра еще одного сотрудника и грубо бросил его на пол рядом с телом убитого. Короткий допрос и второго ученого постигло учесть коллеги. Через минуту черный приволок откуда-то еще одну фигуру в белом халате и я невольно ахнул. Это была совсем еще молодая девчонка лаборантка или юное дарование не знаю. Увидев своих коллег мертвыми девчонка согнулась пополам в рвотном спазме. Скотина стоявшая рядом ударила девушку коленом живот и тарухнула на колени. Без паузы тот же урод ударил ее ногой в голову. Брызнула кровь. Я наблюдал за происходящим сцепив зубы. Суки! Какие же суки! Много чести воевать с барышней. Эх, мало я ваших товарищей наверху покрошил. Видел бы это раньше, ни один не ушел бы. Главный боевик что-то спросил у девушки. Та замотала головой. Получив удар тяжелым ботинком в грудь, она упала на спину, и главный тут же наступил ей на горло. Меня начало колотить. Да, сентиментальный мушкетер, знаю. Но вот не терплю я, когда с женщинами так обращаются. Тем более с молоденькими и симпатичными. Наконец главарь нападающих добился того, что ему было надо. Во всяком случае я истолковал происходящее именно так. Нагнувшись, он намотал длинные темные волосы девушки на кулак и рывком, подняв ее с пола, увлек за собой. Снова поиск нужной камеры на этот раз получилось быстрее. Трое черных и девушка стояли возле каких-то ну прямо чересчур мощных дверей. Такие не факт, что и взорвать можно, не вызвав обрушение коридора. Видимо, на это строители и рассчитывали. Черный пихнул девчонку к двери. Она обернулась и что-то сказала. Террорист коротко кивнул подчиненным и тот быстро зашагал назад. Вернулся он через минуту, волоча за собой труп первого наушника. Приподняв тело, он приложил ладонь профессора к сенсорной панели. То же самое с другой стороны двери сделала девушка. Тяжелые створки медленно разошлись в стороны. Помощник головаря метнулся внутрь. Вышел он гораздо медленнее, неся перед собой на вытянутых руках штуковину, больше всего напоминавшую тяжелый космический бластер, как им его показывают в плохих фантастических фильмах. Главный кивнул, повернулся к девчонке и выстрелил ей в голову. На стену коридора брызнуло кровавыми сгустками, а террорист отошел к стене и направил автомат внутрь лаборатории. В кадре появились еще несколько бойцов черных, подхватив неведомую штуковину, они бережно укутали ее в несколько слоев какой-то материи, упаковали в большую черную сумку и устремились вперед, пропав из кадра. Главный посмотрел им вслед и открыл огонь, целясь куда-то в открытые двери. Изображение замигало, зарябило помехами, потом в коридоре погас свет, и темноту разрезал только узкий луч тактического фонаря черного. Через секунду картинка пропала, а когда появилась вновь, на экране остался только труп девушки да засохшая кровь на стене. Тайм-трекинг в углу экрана показывал текущее время минус пятнадцать минут, то есть тот момент, когда я запустил питание. Я стоял, уставившись невидящим взглядом в статичную картинку на мониторе. Глянцевый экран едва заметно бликовал, отражая мои сжавшиеся в тонкую ниточку губы и перекошенные от злости черстые лица. Это отображение меня и спасло. Заметив движение у себя за спиной, я резко отпрыгнул в сторону и острый костяной нарост раздробил операторский пульт, а не мою спину. Перекатившись через плечо, я уперся коленом в пол и вскинул автомат, наведя ствол на врага. Глава одиннадцатая Опасность закрытых пространств Продолжение следует... Продолжение следует... По их неадекватности, поведения эвакуируемых, они должны быть изолированы. Дальнейшая эвакуация проводится только силами отдела специальных операций. И чем точнее, девочки, вы будете соблюдать это правило, тем больше шансов у вас остаться в живых. Изводного курса лекций для новобранцев изоляционных сил. Резкий рыбок свалил дыма на пол, со всего размаха приложивший шлемом о пол, так что аж зубы лязгнули. Сталкер почувствовал, как рот наполняется кровью. Другая тварь, вознамерившаяся запрыгнуть ему на спину, потеряла цель и впечаталась в дверь. Дым взвыл, когда под весом тварюги дверь, захлопнувшись, лязгнула остальную раму, отрезая сталкера от спасения. Крик оборвался, когда навалившаяся сверху тяжесть вышибла из легких остатки воздуха. Страж наугад ударил локтем. Несмотря на хруст, раздавшийся над головой, хватка не ослабла. Вес, прижимающий его к полу, только удвоился. Еще один нападающий свалился сверху. Дым услышал топот и заскрежетал зубами. Порвать его на сотню маленьких сталкеров тварям мешала сейчас только несогласованность в действиях. Каждая мешала другим, надеясь добраться до вкусной сталкерятины первой. Долго так продолжаться не могло. Дым уже чувствовал, как трещит ткань комбинезона, разорваемая пальцами нападающих. Ситуация стремительно приближалась к статусу безвыходной. Сталкер захрипел и попытался пошевелить рукой, продвигая ее к подсумку. Хрен вам они жратва. Он не даст себя схорчить просто так. Помирать? Так с музыкой? Сталкер сумел нащупать клапан подсумка, резко рванул его, воспользовавшись моментом секундного облегчения. И стиснул продолговатый цилиндр гранаты. Плечо рвануло болью. Какая-то сволочь пыталась вывернуть сустав. Собрав все силы, он дернул руку из-под себя. Зацепил кольцо за затвор грозы, придавленный к полу его же телом, и резко дернул. Кольцо зазвенело по полу, и дым извернувшись, вскинул руку вверх. Хоть кого-то из нападающих с собой заберет. Но не тут-то было. На руку обрушился удар, и граната улетела прочь, а рука, обвиснув плетью, бессильно шлепнулась на пол. Кто-то смог обхватить его подбородок и дернул голову сталкера вверх. От боли перед глазами пошли разноцветные круги. И тут раздался оглушительный взрыв, сопровождающийся ярчайшей вспышкой. Звуковая волна, несколько смягченная навалившимися телами, ударила по ушам, и сознание сталкера померкло. Приходил в себя дым постепенно. Очнувшись первый раз, он снова на какие-то секунды вырубился от боли в ушах. Во второй раз было получше. Тряся головой, ничего не понимая, он пополз вперед, умудряясь цепляться ногтями за какие-то микротрещины и неровности бетонного пола. Только уткнувший шлемом в металл двери, он осознал, что давивший на спину вес, исчез. Прикосновение к двери вызвало волну тошноты и секундный всплеск кошмарной головной боли. Сталкер едва успел поднять забрало шлема, как его вывернуло. Каждый спазм отдавался вспышками боли в районе затылка. Перед глазами плавали яркие световые пятна. Проблевавшись, дым отполз от двери и сел, тяжело привалившись к стене. Тошнота не проходила, но отступила куда-то вглубь, так что теперь ее можно было терпеть. Головная боль тоже стала не такой острой, по крайней мере, если не ошевелиться. Круги перед глазами постепенно пропали, и он смог окинуть взглядом коридор. Пять шустриков, все, что осталось от атакующей волны, корчились на полу, прижимая руки с обломанными, окруженными черной траурной каймой ногтями голове. Сталкер качнул головой, скривившись от вернувшейся боли. Повезло. Нереально. Как в плохом кино. То, что в подсумке оказалась светозвуковая граната, и именно она попалась под руку в пылу схватки, можно назвать только чудом. Последствия лихорадочных сборов в схроне, атакуемом неизвестной тварью. Реакция шустриков на ее подрыв была еще большим чудом. Дым понимал, что нужно вставать и уносить отсюда ноги. Но сил не было. В раскалывающейся голове медленно текли мысли о невероятной скорости и прыгучести мутантов, об их гиперактивности. Быть может, слух и зрение у них тоже были разогнаны? Тогда реакция на звук, который, если бы не навалившиеся тела, порвал бы сталкеру барабанные перепонки, становится понятной. Вот только сколько эта реакция продлится? Стараясь двигаться как можно аккуратнее, дым опустился на четвереньки, потом аккуратно встал на дно колено и, наконец, выпрямился. Боль не замедлила вернуться, вместе с кругами перед глазами. Только на этот раз они были черными и сопровождались бешеным стуком в висках. Давление мать его. Но ничего, терпеть можно. Проковыляв к автомату, сталкер предельно осторожно нагнулся, поднял с пола грозу и передернул затвор, досылая патрон. Твари приходили в себя. Вот один из гиперов. Хорошее название. Он даст его этому виду мутантов, если выберется. Один из гиперов взрычал и пополз вперед. Его покрытые налетом зубы скрижетали, а в черных глазах не было даже намека на разум. Мутанта сейчас занимала только жажда крови и жертва, от которой его отделяло всего несколько метров. Дым поднял автомат. Ему казалось, что он двигается очень медленно и плавно, но на самом деле движение было таким резким, что сталкер упал назад, не удержав равновесие. Голова пошла кругом, в ушах застучала и стало тяжело дышать. Картинка перед глазами поплыла. Отталкиваясь от пола под ушами ботинок, тяжело дыша, дым отполз к двери, привалился к ней спиной и снова попытался прицелиться. Ствол водила из стороны в сторону. Фигура гипера раздваивалась. Жав зубы, сталкер зафиксировал прицел и выстрелил. Отдача от короткой очереди отбросила его назад. Он качнулся и ударился шлемом о дверь. Пули, прошедшие мимо цели, высекли искры из бетонного пола. Но до дыма не донеслось ни звука. Он не услышал ни выстрела, ни визга рикошета. Вообще ничего. Как оказалось, и рычания гипера не было. Его дорисовало сознание, как реакцию на оскаленную пасть мутанта. Вот второй гипер пришел в себя и пополз вперед в последней попытке добраться до жертвы. Трясущимися руками сталкер снова поднял автомат и выбрал слабину спускового крючка. Автомат бесшумно затрясся. Одна из пуль угодила в плечо мутанта. Заставив того замедлиться, но второй останавливаться и не думал. Остальные мутанты тоже зашевелились. Еще минута-две, и они придут в себя окончательно. Остатками воли, удерживая себя в сознании, балансируя на грани, за которой были темнота и беспамятство, дым прицелился в третий раз. В этот раз получилось лучше. Короткая очередь взорвала голову гипера, и тот ткнулся остатками морды в бетон суча конечностями. Сталкер не останавливался. Второй мутант замер, поймав пулю в голову. Оставалось трое. Один из них замер, уже коснувшись руками ботинок дыма. Еще один поймал несколько пуль и прекратил движение. Третий же тем временем смог приподняться на четвереньки, а затем и встать. Гипера качала и бросала в стороны, но он все же двигался вперед. Шаг. Еще шаг. Мутант приближался все ближе. Скрипнув зубами, дым переместил прицел и дернул спуск. Автомат даже не шелохнулся. Осечка. Еще выстрел с тем же результатом. И еще. Гипер раскалился, будто осознав, что человек ему больше не опасен. И сделал еще шаг. Сталкер. Сталкер выпустил из рук бесполезный автомат и зашарил по бедру, пытаясь нащупать кабуру пистолета. Такой удобный и мягкий обычный ремешок не поддавался. Рывок и еще рывок. Бесполезно. 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 Скорее всего, это было бредом наполовину соскользнувшего в бездну сознания, но сталкеру показалось, что внутри пасти что-то шевелится. Давев горликом подкатившей тошноты, дым вытянул руку, упершись в шею гипера. Не будь тот контужен, фокус бы не удался. Но гипер был также беспомощен, как и сталкер. Безмолвное противостояние двух инвалидов продолжалось всего несколько секунд. Но дыму они показались вечностью. Мышцы слабели, и тварь медленно, но неумолимо приближалась. Еще несколько секунд, и страшнее сможет больше сдерживать врага. Правая рука, продолжающая шарить по поясу, наткнулась на что-то твердое. Нож. Сталкер рванул за рукоятку, и клинок неожиданно легко вышел из ножен. Вот только это оказалось последним усилием, на которое дым оказался способен. Мышцы левой руки расслабились, и гипер рванулся вперед, клацнув зубами. Сталкер закрыл глаза и дернул правую руку вперед и вверх. Клинок вошел под нижнюю челюсть мутанта, и тот непонимающе ощерился. Дым взялся за рукоять двумя руками и толкал нож вверх, вкладывая в это последнее усилие все оставшиеся силы. Вот острие раздвинуло хрящи, и кончик ножа показался меж темных зубов мутанта. Когда клинок пробил гортань, в последнем рывке, устремляясь к мозгу твари, дыму показалось, что на мгновение чернота, заполняющая радужку монстра, растворилась, и в глаза сталкеру заглянул смертельно уставший и замученный человек. Однако, скорее всего, это были лишь игры затухающего разума. Собравшись в последний раз, дым рванулся, нож вошел в мозг мутанты, и тот задергался. Поворот рукояти. И вот гипер валится на грудь сталкера. Тело мутанта сотрясалось в последнем спазме, а изо рта хлынула отвратительно пахнущая темная жидкость. Гипер замер, а дым смог, наконец, устремиться внутрь самого себя. Туда, где его ждала такая блаженная и манящая темнота. Лики, лежащего на бетонном полу сталкера, задрожали. Дым судорожно вдохнул и открыл глаза. Взгляд уперся в макушку дохлого гипера. Раздувшиеся ноздри уловили аромат, исходящий от мутанта, и сталкер едва успел перевернуться на бок, спихивая из себя труп. Его вырвало желчью. Все, что мог исторгнуть из себя желудок, он исторгнул ранее. Сталкер отпихнул ногой труп гипера, поднял автомат и отсоединил магазин. Ну да, с чего бы пушка не стреляла-то, с пустым-то магазином. Выругавшись, сталкер перезарядил оружие и повесил его на плечо. В ушах звенело, но, в общем и целом, он чувствовал себя лучше. Сколько же он провалялся, что ему так полегчало. Он бросил взгляд на запястье и снова выругался на этот раз более заковыристо. Любимые и все из себя тактические G-Shock были разбиты в дребезги. До свернутых стрелок и вытекших кристаллов дисплея. Сталкер злодернул ремешок и швыжнул часы на труп гипера. «Уроды!» – прорычал страж. На ладонник, закрепленный на втором запястье, таинственно молчал, глядя на сталкера темным экраном. «Да что за хрень, мать твою!» Сталкер плюнул на пол. «Ладно, если за это время его не сожрали товарищи убиенных гиперов, Софт не пробился с той стороны, а сам он не сдох от зловония мутантов. Значит, а ловить тут больше нечего. Проблемы с выбором пути тоже нет, потому что осталась только одна дорога. Назад. В тот конец коридора, который они Софтом не обследовали. Откуда прибежали гиперы? Нет, можно, конечно, попробовать взобраться назад в схрон По гладкой бетонной стене шахты лифта, но это потом. Когда он мутирует и отрастит присоски на конечностях. Или крылья. Сталкер качнуло. Да не все так хорошо, как хотелось бы. Присев на одно колено подальше от мутантских трупов, Он зарылся в аптечку. Так, противошоковая, общеукрепляющая, витаминчики, отлично. То, что нужно. А если и не то, какая уже разница? Никакой, правильно. Вот и хорошо. Один за одним дым вкатил себе три укола. Посидел немного, прислушиваясь к ощущениям. Вроде лучше. Впервые с начала схватки с гиперами почувствовал жажду. Нашел трубку гидратора, сделал несколько больших глотков. Вода ожидаемо нагрелась, и особого удовольствия сталкер не получил. Но, по крайней мере, напился. Ладно, хватит оттягивать неизбежное. Пора в путь. Перед тем, как пойти назад, дым проинспектировал подсомки, обнаружил еще две светошумовые и подвесил их на карабины подвесной системы. Пусть будут тут, во избежание казусов. Все так же залитый красным светом аварийный хлам коридор производил другое впечатление, нежели по дороге к разлучившей их софтом двери. Сейчас, когда страж знал, что в любой момент из-за поворота могут появиться враги, атмосфера в раз стала мрачнее и тяжелее. Шел сталкер медленно, мягко перекатывая ногу с пятки на носок, натянув стропу одноточечного ремня и прижав приклад к плечу. Фонарь и дым погасил. Сейчас они были ни к чему, только демаскировали. Лекарства постепенно делали свое дело и с каждым шагом он чувствовал себя лучше. Постепенно возвращался слух. Сталкер замер, услышав на грани слышимости странный шум. Коридор впереди делал резкий поворот вправо. И именно из-за поворота доносились звуки. Стараясь ступать еще тише, чем до этого, сталкер аккуратно приблизился к углу. Достал из длинного кармана на левой штанине обычное косметическое зеркальце, закрепленное на последних двух секциях телескопической удочки. Выдвинул странную конструкцию и аккуратно выставил ее за угол. Покрутив зеркальце в разных проекциях, он смог отыскать источник шума. Его издавала створка металлической двери, пытающаяся закрыться, натыкающаяся на какую-то преграду и вновь возвращающаяся на исходную. Выйдя из угла и приблизившись к двери, сталкер мог рассмотреть и преграду. Немолодой человек в белом халате поверх оранжевого научного комбинезона лежал на пороге лицом вниз. Сталкер перевернул ногой тело и болезненно скривился. Лицо ученого было обглодано до костей. Вспоминая дикую орду, напавшую на них софтом, дым не стал долго гадать, кто виноват смертью ученого. Стоп! Если этого убили гиперы, значит здесь еще оставались живые люди? И они еще могут здесь быть, спрятаться где-то или забаррикадироваться? А кто, как не местные научники, могут знать, где находится выход? Повеселев, дым перешагнул через порог, выждав, когда металлическая дверь заедет обратно в стену и пошел дальше по коридору. Приподнятым настроение пробыло недолго. Сталкер, наткнувшись еще на несколько трупов, как ученых, так и бойцов, их ранее охранявших, Сталкер помрачнел. Особенно не понравилось ему то, что, несмотря на россыпи многочисленных гильз, он не заметил трупов врагов, не считать же весомым достижением двух мертвых гиперов, распластавшихся в коридоре. Все это дурно пахло, в прямом и переносном смысле. Коридор снова сделал крутой поворот, и Сталкер оказался перед металлическими воротами. Створки их были раздвинуты и украшены с обеих сторон знаками биологической опасности. Дым напрягся. Ни хрена хорошего от этого знака в зоне ожидать не приходилось. Куда бы ты ни попал, где бы не увидел это чудное граффити, жди беды. Факт подтвержденный десятками невернувшихся и сходки Сталкеров. Вот только знак не знак, а идти надо. Нужно искать выход. Переступив порог, Сталкер внимательно оглядел помещение, в которое попал. Аварийных фонарей здесь не было. Тьму разгоняли лишь проблесковые маячки под потолком, от тревожного света которых рябило в глазах. Вот интересно, зачем такие штуки на режимных объектах? Ведь в случае, если по какой-то причине все станет плохо, это и так будет понятно. И тогда намного нужнее будет яркий свет, не раздражающий и не создающий панику. Но нет, продолжают пихать эти сраные мигалки, будто стараясь воссоздать атмосферу плохого голливудского фильма. Хотя признаваться себе в этом и не хотелось, да ему стало жутковато. Пожалуй, в первый раз за все время пребывания в зоне он оказался в таком месте. Один. Сглотнув, Сталкер крепче сжал рукоять автомата. Левую часть помещения занимали многочисленные клетки, двери были распахнуты, а на полу темнели бурые пятна. И что-то подсказывало Сталкеру, что это была не краска. Сзади раздался тихий шорох, и дым резко развернулся всем телом, наводя ствол автомата на источник шума. Что-то белое метнулось из-под столов туда, откуда пришел Сталкер. Дым выжил в спуск, и автомат коротко дернулся в его руках, выпуская короткую очередь. — Нет, нет, не стреляйте, прошу вас. Сталкер опешил, а из-за ворот снова донеслось. — Я один и не представляю опасности, пощадите! Сталкер не опускал автомат. — Кто ты такой? Иди сюда. Только имея в виду, я держу тебя на мушке. Выходи медленно и с поднятыми руками. Если у тебя есть оружие, лучше тебе его оставить за воротами. — У меня нет оружия. Не стреляйте, пожалуйста! Говоривший не спешил показываться. — Выходи, говорю, — рыкнул Сталкер. За воротами раздался шорох, и в мрачном свете проблесковых маячков появилась фигура в белом халате, надетом сверху оранжевого костюма. Дым внимательно осмотрел человека и опустил оружие. Мужчина с виду не представлял опасности. Возраст за сорок, непослушные вихры, зачёсанные за уши и грузная фигура кабинетного работника. На левом кармане халаты висел бейдж, но при таком свете Сталкер не мог прочитать фамилию и должность. Держа мелкодрожащие руки на уровне плеч, мужчина медленно шёл к дыму. — Кто ты такой? И что здесь произошло? — сурово спросил Сталкер, когда учёный приблизился. — Я? — мужчина нервно сглотнул. — Моя фамилия Ничай. Я заместитель руководителя проекта, доктора Крамера. Что тут случилось? Хотя Дым и надеялся найти выживших, почему-то этой встречи Сталкер рад не был. Ничай ему чем-то не нравился. — Понять бы только, чем? — Я? Я не знаю точно. Был всплеск. И во время всплеска на нас напали. — Во время всплеска? Дым с недоверием смотрел на учёного. — Кто-то атаковал сверху во время всплеска? — Я не знаю. Может быть, они проникли в комплекс раньше и дожидались, пока на поверхности начнётся. — Может быть, как-то ещё? — Я не знаю. Поверьте. Дым услышал тихий писк, включил подствольный фонарь и направил автомат в ту сторону. Под столом лежало окровавленное тело. Некогда белый халат был весь залит кровью. Крупная крыса сидела на лице и обгладывала нос трупа. — Что это за место? — задал Сталкер следующий вопрос. Мужчина тем временем будто немного пришёл в себя. По крайней мере, его последующая реакция говорила именно об этом. — Простите, а кто вы такой? Вы один из тех бандитов? Сталкеров? — Страж, не удержавшись, рассмеялся. — Я тот, кто поможет тебе вытащить твою задницу отсюда, если ты поможешь мне вытащить моё. Остальное неважно. Дым намеренно говорил напыщенными киношными фразами. — Я задал тебе вопрос. Отвечай. — Попростите, но я не уверен, что вы обладаете достаточным уровнем допуска. — Нечай. Тебя как зовут? — перебил научника Сталкер. — Анатолий, — неуверенно ответил тот. — Анатолий, вон оно чего, — задумчиво протянул дым. — Слышь, Толик, а он того, которого под столом крыса жрёт, у него как с допуском? — Это доктор Крамер, — удивлённо вскинул брови Нечай. — У него высокий уровень, как у меня. — Он один из разработчиков проекта. Неуверенно закончил учёный. — Ну так вот он сейчас кормит крысу, несмотря на свой уровень доступа. — Хочешь так же? Сталкер выразительно махнул головой в сторону тела. — Кажется, я вас понял. Дым решил ослабить давление, потому что у перепуганного учёного тряслись уже не только руки, но и колени. — Да ты понятливый, — сталкер усмехнулся. — Мне повторить вопрос. — Нет-нет, я вас понял. Учёный с перепугу перепутал жест и отчаянно закивал головой. Поправившись, он мотнул ею из стороны в сторону, отчего его и без того растрёпанная шевелюра ещё больше пришла в беспорядок. — Ну только рассказывай тогда. Руки можешь опустить. Смело стивился дым. — Это... это... Учёный пытался собраться с духом, чтобы одним махом выдать постороннему и совсем незнакомому человеку тайну, возможно, государственного уровня. — Это лаборатория Гамма, — наконец решился он. — Специальный филиал Института биологии. — Угу, молодец, — кивнул сталкер. — Дальше? — Эээ, простите, а что дальше? — Учёный, казалось, искренне недоумевает. — Дальше? Каким хреном вы здесь занимались, что за прыгучие уроды бегают по здешним коридорам? И что случилось с остальными твоими коллегами? — Простите, эээ, а у вас случайно попить не будет? В горле пересохло, знаете ли, эээ, извините. Вновь не к месту извинился учёный. — Найдётся. Не сводя с учёного внимательного взгляда, сталкер скинул рюкзак, достал из него резиновую кишку гидратора и бросил учёному. Тот ожидаемо не поймал, и ёмкость плюхнулась на пол. Нагнувшись, нечаясь схватил гидратор с пола, осмотрел его, разобрался с устройством и припал к трубке. — Эй, эй, ты только всё не выпей, нам ещё выбираться отсюда. Слышишь? Да ему пришлось отдёрнуть учёного. Тот, с сожалением, оторвался от воды и вернул ёмкость сталкеру. — Так какого хрена вы тут делали? — напомнил сталкер свой вопрос учёному. — Мы нас сюда направили. Вообще-то мы физики, занимаемся волновой теорией, я и доктор Крамер. Нас прислали сюда, чтобы разобраться с этой штукой, которую военные нашли на Орионе. — Где? — дым насторожился. — На Орионе. Там, где раньше были эти, как их, чёрные, — вспомнил учёный. — Интересно. И что же там нашли военные? Учёный, прищурившись, посмотрел на дыма. На его лице явственно отразилась напряжённая работа мысли. Вдруг он резко выпрямился, махнул рукой и буркнул. — К дьяволу. Мы назвали эту штуку Сугестер. Её захватили во время штурма Ориона. При штурме погибло много военных. В окрестностях завода была масса мутантов, и они почему-то не разбежались во время атаки, а наоборот. Нападали на военных, не трогая при этом чёрных. Позже стало ясно, почему это происходило. — Чёрные управляли мутантами. — Что? — лицо дыма выразило крайнюю степень недоверия. — Управляли мутантами? — Да, управляли. При помощи этого прибора Сугестера. Как только был убит один из чёрных, у которого и изъяли прибор, атака захлебнулась. Военные смогли сломить сопротивление и захватить Орион. — И потому вот сюда и прислали, да? — Биологи занимались мутантами, а вы должны были испытывать на них прибор? Учиться их подчинять? Голова у дыма шла кругом от полученной информации. — Да, всё было именно так. Но мы пока не могли использовать прибор. Он бесполезен без второй его части самого блока управления. — Блока управления? Когда-то дым прочитал, что повторение последних слов собеседника провоцирует того рассказать больше, чем он сам рассчитывал. Сейчас эта информация всплыла в голове, и он машинально попробовал применить приём на практике. — Да, это шлем, который был на голове у одного из чёрных. Он каким-то образом взаимодействует с прибором и управляет им. Биологи предполагали, что команды могли отдаваться прибору на телепатическом уровне. — Команды? Прибору? Чем дальше дым слушал учёного, тем больше ему казалось, что перед ним сумасшедший. Да, в основе прибора — сборка неизвестных нам артефактов. Доктор Крамер считал, что они работали как усилитель-ретранслятор электромагнитных колебаний, в которые шлем превращал мысленные команды. — Ну и как? Подтвердилась эта его теория. Сталкеру становилось всё неуютнее здесь, и он уже жалеел, что начал расспросы не с того. В первую очередь, следовало узнать, есть ли здесь выход, кроме того, через который сюда проникли они софтом. Мы не смогли провести испытаний. Из-за разгильдяйства военных на лице ничья отразилась крайняя степень раздражения. К нам попал только сугестер. Шлем же попал в руки другой группе бойцов, которые переправили его за периметр. Мы неделю просидели тут. Наконец, мы смогли оформить все разрешения, и шлем направили нам. Но кто-то напал на колонну, которая должна была доставить нам блок управления. И в итоге мы так и не смогли поставить эксперимент. А теперь, думаю, пропал и сугестер. Почему ты так думаешь? Дым уже и сам знал ответ. В последнее время нападали только на одну колонну. Это нападение видел Софт. И, по его словам, кроме черного контейнера нападающие не взяли ничего. Потому что про лабораторию, как и про колонну, что везла блок управления, никто не знал. Это значит, что кто-то передал информацию о местонахождении самого сугестера и блока управления. Вот и все. Ты видел нападающих? Сталкер внимательно посмотрел в глаза ученому. Нет. Охрана действовала по регламенту, и при нападении лабораторию заблокировали. А потом? Потом нападающие вывели из строя источники питания и клетки. Клетки открылись. Ученый вдохнул с присвистом и побледнел. Эй, тихо. Все нормально, слышишь? Успокойся. Я тут, я с оружием, и тебе больше не грозит ничего. Ты слышишь меня? Сталкера обеспокоило состояние ученого, но тот его будто не слышал. Клетки открылись. А с нами оставалось всего двое военных. Остальные ушли на помощь своим в соседние лаборатории. Это было ужасно. Мне удалось забиться под стол. А прямо на меня рухнул умирающий военный. Больше не выжил никто. Некоторое время мутанты бродили по лаборатории, круша все на своем пути. А потом открылась дверь, и они куда-то ринулись. И больше ни одного выжившего. Ни одного. Ни одного. Ни одного. Воздух. За что? За что? Его взгляд был полон искреннего удивления и уже не был отсутствующим. Что, собственно, и требовалось. Чтоб в себя пришел. Больше не буду. Сталкер подал ученому руку, помогая выпрямиться. Отсюда есть выход. Мы сможем выбраться. Здесь два лифта. Один грузовой, второй обычный. Пассажирский. Но они, скорее всего, заблокированы. А теперь разблокировать их, по-видимому, не получится. Грузовой заблокирован, верно. А вот на пассажирский надо посмотреть. Где он? Ученый немного пришел в себя. Он там. В коридоре между лабораториями. Но там дверь. Дым мысленно застонал. Закрытая? Да, она заблокирована. Я там уже был. Но у вас должно получиться. Там еще вентиляция. Внутри она забрана решеткой. И у меня самого сил не хватило. А может, вы справитесь? Ну так веди давай. Почуяв даже призрачную надежду, дым воодушевился. Хорошо. Только можно я сзади пойду? У меня нет оружия, и я боюсь. Тихо признался ученый. Можно, только без глупостей. Буркнул сталкер. Проверил магазин, взял автомат удобнее. Поправил рюкзак на спине. Ну что, пошли что ли? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...